Дорогие друзья, давайте мы начнем нашу секцию. Я хочу сказать, что некоторые из участников не появились еще, может быть, они появятся. Тогда мы начнем с Аваковой Юлии Михайловной. Я свое сообщение наконец перенесу. Это старший преподаватель кафедры языков стран Северной Европы и Балтии, МГИМО. И у нее очень интересная тема, как мне кажется, символика цвета в датском политическом дискурсе. Слово «дискурс», как я понимаю, можно произносить и «дискурс», и «дискурс». Два произношения. То есть слушаем сообщение. Нет, я думаю, что… Как у нас? Все прекрасно видно и слышно. Да, хорошо видно. Спасибо. Если меня слышно, да, тогда я вам буду говорить насчет перелистывания слайда, может быть, мне подойти, как это сделать. Можно тогда включить демонстрацию? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые присутствия. И, предваряем, да, это некой такой инфестрацией, известного, да, самому инфеструиста, пример, самому инфеструсту, который, собственно, показывал в своих работах, что политическая, да, динамика политической жизни, она не так просто проста. Да, и вот не случайно, если при зрении разных цифров, особенно на правой картинке, да, чем убийство добавило о том, что снижение рода социального государства, конечно, плохо, и наличие большого количества налогов, оно тоже не всегда здесь не позитивно. Но, тем не менее, перейдем к самому, к самому, к самому докладу. Хотел бы сказать, что я начну с тем самым. Я начну с примеров того, каким образом используются обозначения цифров в логации, в датских статьях, в комментариях читателей в различных СМИ, потому что это показывает, что не только профессиональные журналисты, но и читатели достаточно хорошо и уверенно употребляют обозначение цветов для предотвестивки тех или иных политических взглядов. И дальше я быстро покажу, как в инфографии отражается в волю цвета, и, соответственно, как это выражено в благотворительных различных практической партии. Итак, вот у нас есть партия «Новые левые цифровистики», она недавно появилась, я специально сделала такой достаточно кореарный условный пиум, чтобы было понятно. И так сказано, что да, партия «За теористики-трестов», а это основная для этих левно-красных партий. Теперь я бы хотела сделать какое-то маленькое интересное замечание, и что, Ольц, вообще-то действительно гледно-красный, и так получилось, что в датском, в отличие от одновешенного шведства, нет своего слова до обозначения розового. И действительно, вот, например, что лимбист, это лимбист Пашка Левенсон, говорит, что в датском языке действительно достаточно сложно иностранцам обозначать значение розового цвета и, соответственно, вот этого гледно-красного. Но почему это именно гледно-красный и что именно это значит? В данном случае мы поймем немножко дальше. Дальше одна из журналистов Анна Львова говорит о выборах в Астрии и говорит о курсе, которые проводят черную политику, но, тем не менее, партия является респектарем. Это материал в датском сфере. Вот, и конкретное, конкретное, соответственно, издание вы там видите. Меня почему-то не передает. Здесь лайк. А, да, следующее, мы видим новую партию, которая характеризуется как желтая партия. И дальше, по-другому, что эта партия становится красивее. Если вы даете эту статью этот заголовок студентам, может быть, они не сразу поймут. А вот дальше мы видим пояснение. Пока еще не может назвать буржуазой партией, но с момента прихода на пост председательства приступов в Путина Талия, она заметно полеглево. Дальше мы видим, что можно даже голосовать за бредно-синюю партию. И в итоге окажется темно-синей. И мы видим, что синяя из тех, кто представляет собой, ну, скажем так, право-синтриста. Но, естественно, более темно-синяя из тех, кто представляет тех, кто в большей степени стремится к защите ужинченных ценностей. А дальше мы видим интервью, что Индешфония, председатель на тот момент салферматической партии, и ее спрашивают про автонародную партию. Это синяя партия? Она говорит, нет, она теплая, потому что, с одной стороны, они похожи на салферматическую партию, то есть это красный взгляд, а с другой стороны, в плане отличия политики по приему мигрантов, они похожи на право, соответственно, вести право. Красный и синий сюжет у вас получится такой цвет, похожий цвет, похожий цвет. И дальше мы видим отмечание юбилея, безменного на тот момент лидера, для датской народной партии Кей-Керсбот, и там сказано, что правильный датской партии, вспомните 70 лет, и теперь мы ставим тиолетовый центристую партии. Тут действительно можно перевести вот этот минил, уже не как мировый, а как тиолетовый, потому что мы видим, действительно, что он очень во многих странах, тиолетовый цвет, это был цвет, который использовался монархией, вот, и в данном случае тут такая аллюзия, она играет достаточно хорошо. Можно увидеть также какие-то такие компоненты, как синезеленная, светло-зеленая, зонно-зеленая, красно-зеленые взгляды, а те, которые мы видим. Ну, и тут что мы увидим. Датской 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 промышленности называют глупая политика или политика датской комиссии, и существует это название «синий блок», и их называют буржуатными партиями, то есть это не темнология маршизма и феминизма, это движущая свое, это буквально адреская, непонятное дело взаимодействие из этой историки представления. И красный блок, куда-то тоже входит в определенное количество партий, ну, вот, например, партия «Вадикальная эстера», она иногда служит в одну, из двумую, в какой адресу, поэтому у нее, от нее вариантов партий зависит достаточно много. Ну, формируется, как говорится, «Вадикальный блок», но они, конечно, в большей степени схожи, по своих взглядах, с красным блоком, поэтому можно сказать, что действительно, они рабочие партии не поддерживают. Дальше, если мы можем, вы помогите мне с привлечением слайдов. Когда-то человек вводит на американскую политику, им достаточно сложно понять. Наоборот, все. Мы видим, что все наоборот, хотя мы знаем, что в США все непросто, вот это разделение на синее и красное, оно появилось в 1976 году, когда было, скажем так, дерби между Картером и Рейнгеном, и тогда синяя партия представляла как раз и красный цвет, а эта красная, как раз, как разный цвет, начиная с 2000-х годов, «Рэйнфор и Харблэйтнс», так как оно ее пошло и достаточно вот перерасместилось. Ну, и действительно, мы видим, что помимо различных цветов, которые предъявляют название и посты с различными партиями, мы еще видим, соответственно, то, что они включаются разными буквами. Про это я тоже чуть-чуть скажу. Но, конечно, мне несложно достаточно понять, что синяя и красная представляет собой немножко какую-нибудь оппозицию. Где-то мы посмотрим на то, как он здесь инфографирует, то, что он увидит, что иногда он просто из разделения на синяя и красная, где-то мы видим различные оттенки все-таки красные, но это не розовый, хотя без слой он может значит розовый, и, соответственно, различные оттенки синего, где-то мы видим соответственно уже цвета, причем мы видим например, что Датская народная партия в одном случае вот на этом вратике она встала соответственно на нижнем вратике а вот на нижнем вратике справа она представлена своей вот своей другим ноготипом и она будет синяя. Это действительно там в большей части отражается по привязке спортивной из-за которой выходит в коллекцию. Вот Дальше такие большие специалисты области дизайна и вот прекрасно соответственно они умеют иллюстрировать важность технических партий и можно увидеть что к началу 2000-х значение покупательной партии увеличилось а значение социал-демократ из-за павла он так почти безразделием господства партии агентства но сейчас не стал демократ ну и вот соответственно кто каким образом вообще изменили партии в 12 веке я бы так рассказала как правая партия агентства которая на самом деле переводится как левая на самом деле они правые сантуристы просто они переделывают перелом в партии хойера в партии правых которые существуют с начала 20 века но такая партия существует на блинге поэтому конечно мы не можем иметь девая партия в узком языке в освещении всех агентств в литературе хотя достаточно небольшой всегда анализируют комплексы но мы опять можем видеть что при проведении таких вопросов этот образ мы проведем перед последним грубым фондом в палатной формальности и тут мы тоже видим как красный спектр но зеленый как рядом с этим красным спектром и вот законный какой-то семей с которым соседствует оранжи и серы и так далее мы также видим что меняются политические ценности и вот мы видим на первой шкале старые ценности и нижней шкалы несколько переосуществ не не а также изменения они говорят о том что достаточно сложно понять как эта партия может исследовать одновременно и социалистические ценности и ценности демократии поэтому с одной стороны они делятся на правую и левую это вот вертикальная шкала или на дальнейшкала скажем так в случае взаимной ценности то есть ценности тех не всегда традиционного внимания не всегда соответственно и в некоторых примерах словесных которые я сказала раньше у меня есть ценности цвета красный цвет я специально привожу значения цвета к такому очень простому сайту для научных сайтов который называется значение цветов почему значения достаточно не важно чтобы все понимали что они хотят открыть то есть именно это из этого они исходят когда они выбирают определенное обозначение мы видим партии очень часто называют красным но зеленый не видим красный цвет и дальше цвет крови цвет борющийся права запретился с такими партиями мы находимся в зал монтана тоже соответствующий розы с другой стороны есть цифра а может звучать как а а а а а а а партия ну и вот есть социалистическая народная партия которая представляет этот цвет и то есть еще приставлены изучение буквы «Ю» фиолетово-розовый 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 с ним достаточно сложно но его используют достаточно маленькие фарции периодически с фиолетовым характеризуется смешная политика но еще это называемый «Родихель-рэйсша» «Вадикальный элэстер» они так используют этот цвет и у них вот «УТУБЭ» дальше это замечательная фарция элэстера которая представляется классический фиолетов-кансерватор «Право Силт Крестов» и они используют очень сильный цвет очень похожий на фиолетов-кансерватор «УТУБЭ» жевтый цвет очень часто обозначают генеральную партию шведские черт-партии и сзади они используют и еще кризисные фиолетов-кансерватор христианская партия на веке ну мы видим что символ самой фиолетов-кансерватор что оно стоит за отставив национальных интересов фирбоскептики и так далее вот они очень красивые выборы то есть с одной стороны у нее синий цвет то есть двое потому что они все-таки право отражаются с другой стороны это все красиво обновил датский флаг из двух сторон поэтому тут можно глядать то ли они разделяют общие ценности то ли они еще как-то заигрывали с севым блоком зеленый цвет с мы очень сложно с одной стороны цвет различных зеленых движений цвет и цвет и цвет и оранжевый цвет и оранжевый цвет используется оранжевый цвет в соответствии с пассивным европейским блоком если можно следующий слайд да и еще черный цвет в задании есть такая ультинская статистическая партия которая конкурс который недавно был обновлен в хардваре потому что разум балда на медали на среду в севый конкурс и вот мы видим что цвета этой партии показывают очень интересное с одной стороны риска черту которая разделяет и соединяет право и лево с другой стороны мы видим белыми буквами которые говорят И последнее, что я хотела сказать, ещё предстоит одну перикатуру, а уже другого, естественно, удастся криптовалюста, который говорит, что когда искусство требует такого дообъяснения, что что-то с ним не так. Поэтому датские партии, имеющие, так называю, сердцевые партии, очень чёрткий дарит посыл, и в какой-то, естественно, следует традициям, которые будут из брейков, и чаще всего зоинственных культурных стран, в какой-то, всё-таки очень сильно согласованную свою символику, те цвета, которые используются так, что человеку в бюджонном материале это становится всегда понятно. Что касается студентов, то, действительно, им иногда очень сложно. Мы с видеобразом, особенно когда они в виде статьи или какие-то фрагменты, статьи или заголовки, в которых используются вот эти вот цвета, потому что, конечно, нужно разбирать, какие им компоненты, какие цветов и какие сочетания статисты с точки зрения. Спасибо вам большое за вопросы. – Так, аудитория наша, какие-то вопросы есть, прежде чем я начну задавать вопросы? Та небольшая аудитория, которая у нас сейчас сложилась, ну, я, наверное, как бы первый вопрос, он комментарий. Во-первых, я хочу сказать, что я не знала, что цвета в американских партиях только недавно образовались, как вы, для меня это откровение было. А потом я еще вот что хочу сказать, спросить. Как вы считаете, вот эта приверженность цветам при обозначении партии, причина этого в основном в том, чтобы это звучало все более наглядно для избирателей, чтобы они как-то ассоциировались с тем или иным цветом, что понятно? – Да, я думаю, это так, потом надо принимать в отличие очень активно в политике, и вот, скажем так, демократия, которая приближена к народу, она действительно не фикция, потому что вот первоначально министитеты в политическом смысле, они вышли из приходских советов, которые в 19 веке решали вопрос о собственном существовании маленькой духовной общины. То есть они всегда участвовали в основном и новом плане в решении каких-то политических вопросов. И поэтому нам очень важно смотреть, как таким образом движутся политика тех или иных партий. Они очень часто критикуют представители и родных партий. Ну вот, например, социал-демократов за то, что они поправили, а Мерсеры за то, что они вот иногда не верят. То есть они это очень сильно все отражают, и я не продемонстрирую, чтобы не отнимать время, но если будет интересно, я могу подписать ролик в моей почте, вы можете написать, я пришлю вам в ссылку. Там как раз перед выбором 2019 года один из политологов сделал такой анимированный YouTube-ролик на тему того, как в различных вопросах вот партия движется слева направо. И, конечно, надо понимать, что несмотря на то, что для нас как бы вот эти вот все коммунистические и идеолептический материализм, он ушел в прошлое, для них это реальность. То есть понятие бюджуазной партии и понятие там левая или социалистическая или рабочая партия, рабочее движение, и это есть. И вот эти два блока, они существуют в неприкосновенности, плюс есть маленькие какие-нибудь вот такие перевещи. И последнее, наверное, что я скажу, сейчас очень активно идет процесс формирования новых партий, но как как дали вот процентные барьеры для попадания в фольги всего два процента, то, например, вот можно рассчитывать на следующий выбор представлены там партии известных политиков, партий, но которые в силу своей как бы особой такой роли, в силу своих особых убеждений, не смогли переломить все традиционные партии, их поднять под себя, вот, и мы увидим формирование новых партий. Причем последнее, что я скажу, что, например, партия Владислава Григорина Расмуссена, бывшего, например, министра партии Генстра, он сейчас дает новую партию, она называется «Умеренно» или «Модератор». Такое название партии существует в Швеции, но что очень интересно, что да, в политическом дискурсе такое название появилось в первый раз, был известен на таком сериале правительства, которое сейчас даже не отлично снимает из своего четвертого сезона в следующем помощном сериале, мы видим, как и иногда, соответственно, уже игровая тезь, как она влияет на формирование политических. Ну да, чтобы приблизиться к избирателю больше. И еще вот у меня такое, ну, рассуждение, вопрос, ну, наверное, на нашей российской почве трудно предположить какие-то цвета, и вряд ли нам это нужно. Ну, я не знаю, я, конечно, не политик, и интересно, будем ли мы развиваться в этом направлении цветочном. И еще вот это обозначение цветами. Вот в Великобритании как-то мне не приходит на ум, что там цветами они обозначают партии. То есть там консерваторы и баристы, но то, что они ассоциируют со светом, с светом, этого нет. То есть почему такая специфика скандинавских стран появляется? Что социализм, конечно, ориентация на США в большую степень, ну, визуально, символически. И все-таки, ну, вот в Венстро и так далее, они говорят, что все-таки то, что Тори в 19-м веке, по крайней мере, в начале Субтиньон-Джекусе 30 лет, а потом, когда появился уже трейдюнин и рабочие движения, которые были красные, соответственно, они больше становились к синему, и датчане очень ориентируются. А вот все остальное, это собственные признаки, вот эти лиловые, бледно-красные, вот сочетания различных вот этих. Ну, во всяком случае, это очень интересно для студента, для изучения, для понимания. Да. Я эту тему выбрала, потому что студентам очень часто возникают эти проблемы, и я подумала, а если вот в это углубиться, если это разложить, ну, и я тоже там в каком-то виде, там, это похожая презентация, ну, подели кусочек после того, чтобы… Очень интересный аспект. Так, нет больше вопросов. Аудитория зумовская. Спасибо большое за интересный доклад. Про цвета в политике, единственное, что пришло в голову, про цветные революции, конечно, это немножко другое, но цвет там, в общем-то, тоже присутствует. И если позвольте, у меня такой маленький вопрос за заключение. Если выйти за рамки немножко вот политики, вот эти цвета, про которые вы нам очень хорошо рассказали, они, ну, не знаю, во фразеологии функционируют с теми же коннотациями, или, ну, я не знаю, там, про синие или как… Ну, во всем, что мне приходит в голову в русском языке, там, какой-то вот голубой, там, на блюдике с голубой каемочкой. То есть голубой – это что-то положительное. То есть вот, ну, так, хотя бы на вскидку у вас есть наблюдение по этому поводу? Спасибо за вопрос, это был очень интересный вопрос. Мне кажется, что, как и во многих языках, там, включая английский, то, например, to see red, да, это раздневаться, то есть вот ассоциация красного цвета и гнева, и размущение, такое и есть. Что касается синего цвета, с ним все очень сложно, потому что Дания, и это даже больше стихл видно по датской лексике, чем по английской, и по фразеологизму. Мне кажется, потому что все-таки у датчан, ну, как в принципе, меньше, чем английский. То есть в английском это, как бы, эти фразеологизмы, они рассыпаны по языку. Дания очень сконцентрирована, Дания – морская нация, но только в более раннее время, чем англичане, потому что викинги в свое время и территорию Дейнглоу основали вот на Сибири, Англии, и, соответственно, все-таки вот малиходство для них очень важно. Поэтому вот из, как бы, откуда-то из голубого такого пространства появится или синее горе и так далее, да, оно действительно обладает этими положительными характеристиками, но, по-моему, в силу того, что просто их очень много роднит исторические синистихии. Насколько, как бы, это можно связать, например, с консервативно-правлой политикой, я не думаю, но мне кажется, что тут все-таки больше, конечно, влияния уже 20-го века и ориентации на крупные страны. Ну, нельзя забывать, что начальник является вообще Сандинавы таким верными сателлитами Британии и США, но иногда сложно встретить на этом стуле, но все равно так бывает. И вот здесь мы посмотрим на генсекретарей объединенных наций, нынешнюю, на провинции Канады, да, Андрюшко Браснессон. Они, ну, я не хочу никаких вот вкладок, но неверно его осталось в США, как бы, да, в соотечественном мире, поэтому, мне кажется, что это, конечно, в большей степени влияет. Но морские идиомы из себя синего цвета и вот стихии, которые они иногда могут завоевать, иногда чувствуют, что здесь что-то опасное, это очень по-разному окружает себя. Ну, и, конечно, красный цвет, красный флаг, но они настолько пробитые социализмом, что, мне кажется, если вы спросите в отношении каких-то там идиомов, вот сторонники социалистических партий, даже не думая о том, почему они так говорят, ну, скажут, да, что у них какие-то ценности верности там и так далее, и так далее. Но это уже с этим двадцатым, мне кажется. Интересно. Спасибо, спасибо. Так, у нас больше нет вопросов, дорогая аудитория. Переходим к следующему докладчику, коим является Антониан Ксения Владиславовна, старший научный сотрудник Института языкознания РАН. И, как всегда, о Китае, ну, очень не похожий на предыдущий доклад, драма выхода в отставку и ее отражение в языке и литературе Китая. Пожалуйста, Ксения Владиславовна. Слышно ли меня? Слышно ли меня? Слышно. Великолепно. Хорошо. Спасибо. Вы не напомните мне, что нужно сделать, чтобы включить демонстрацию? Нажать демонстрацию экрана. Все. Внизу у вас будет зеленая кнопка, смотришь в демонстрацию экрана. Так. 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 Так, кажется, получилось, да? Хорошо. Ну, немножко ближе к микрофону делаем у вас там. Так, он вообще… Нет, все нормально. Вас слышно. Слышно. Хорошо. Тогда я перехожу к докладу. Как все уже видят, он называется «Драма выхода в отставку». И эта тема привлекла мое внимание тем, что она красной нитью проходит через культуру и через литературу Китая на протяжении веков. И в то же время, если сопоставить это с нашей культурой и с нашей литературой, то можно увидеть, что для нас это как раз очень нехарактерно. Для нас такие ситуации, как выход в отставку, неудачная карьера, отстранение от службы, у нас принято переживать такие вещи молча, делясь, может быть, только с самыми близкими друзьями и с самыми близкими людьми. И поэтому интересно посмотреть, как это было в Китае. В качестве примера я приведу такой вот отрывок из «Капитанской дочки». Речь здесь идет об отце главного героя Петра Гринёва. Батюшка его вышел в отставку при графе Минихе. В общем, смирился с этим. Но вот периодически ему в руки попадал придворный календарь, что всегда имело сильное на него влияние и прорывалось раздражением на домашних. Ну, текст вы видите, я не буду его зачитывать. В общем, мы до сих пор, как мне кажется, переживаем выход в отставку и неудачную карьеру примерно таким образом. Но и, конечно, скажем, очень трудно представить написанное на эту тему произведение искусства или стихотворение. Единственное, что мне пришло в голову из современного искусства нашего, когда я размышляла об этой теме, это, пожалуй, фильм Юлия Райзмана 1982 года «Частная жизнь». Знаменитый фильм, собравший массу наград и номинированный на много наград, где главную роль сыграл Михаил Ульянов, где внезапно оказывается отстраненным отдел директор крупного предприятия. Обратимся теперь... Да, ну вот еще раз повторю этот тезис, что в другой культуре это может быть по-другому. Об этом размышляют не только историки, культурологи и этнологи, но и медики, и, в частности, психотерапевты. И бывает очень полезно взглянуть и посмотреть, как это происходит в другой культуре. Вот примеры поэзии эпохи Тан. Это VI-X век нашей эры. Это так называемые парафразы, выполненные академиком Алексеевым. Ну, видно, что это не имеет вида стихотворения. Но, в общем-то, суть произведения вполне передана. Авторы выражают вслух свою горесть, свое сожаление, свое недовольство тем, как сложилась жизнь. Иногда это монолог, иногда это обращение к другу, письмо к другу, как, например, третье произведение. И это литературная традиция, которая началась очень давно, даже задолго до эпохи Тан. Она началась с первого китайского поэта, первого по времени и, возможно, первого по величине, с Цуи Юане, который жил в IV-III веках до нашей эры, служил при дворе, был очень крупным политическим деятелем, но был оклеветан, отставлен, сослан, и, страдая своей судьбе, писал стихи, и, в конце концов, он совершил самоубийство. И дальнейшие несправедливо отставленные политики, тоже будучи отставлены, сосланы, думали о судьбе Цуи Юане, вспоминали его и писали стихи, посвященные ему. Вот, например, стихотворение, посвященное Цуи Юаню, написал Дзя И, тоже политик и поэт, который жил на сто лет после него, тоже был сходным образом оклеветан, отставлен. И, направляясь в место новой службы, он написал стихотворение памяти Цуи Юаня на кусте белого шелка и бросил это стихотворение в реку, в том месте, где по преданию и погиб Цуи Юань. Сам Дзя И был просто сослан, но он сослан был в очень плохое место, с неудачным климатом, с тяжелой эпидемиологической обстановкой, и он от этой ссылки ничего хорошего не ждал и, в общем-то, тоже прощался с жизнью. Я уже говорила, что эта тема проходит на протяжении веков через китайскую литературу, и можно даже говорить о том, что у нее сложился собственный круг образов, собственный круг фразеологизмов и даже собственный язык. Ну вот, отрешенный от должности в стихах мог сравнивать себя, например, с женой, разлученной с мужем, с гаремной затворницей вне фавора, была такая знаменитая Ван Чжао Цзюнь в китайской истории, с цветами, опадающими зря, с деревом обреченным погибнуть. Ну и, наконец, вот как в случае с Дзяи, с древними людьми, такими же отверженными, как он сам. Вот как раз некоторые примеры. «Опадающим цветам обидно, как и мне, повергнутые на земь, они, как и они, и я, должны лишь безмолвно страдать». Или стихотворение, написанное на родине Ван Чжао Цзюнь, которую выдали замуж за властителя варварского племени. «Ушла к варварам, и там ее могила, и о ней поют на второй родине, выпивают ее жалобы». Вот некоторые связанные с этой темой фразеологизмы. Первая группа фразеологизмов – буквально тело находится среди рек и морей, или рек и озер, или лесов и ручьев, а сердце стремится к дворцовым башням. Это значит, находясь в опале, жить интересами большой политики. Ну, с тем, чтобы туда со временем вернуться. И другой важный здесь фразеологизм Чжо Цзюнь – вынуть шпильку из волос. Это значит перестать служить, уйти от мира. Дело в том, что у чиновников была прическа в виде пучка, которая закалывалась шпилькой. И вот, если человек прекращал служить и приобретал статус отшельника, прическа делалась другой. У отшельника это были волосы, распущенные по плечам. Поэтому вынуть шпильку из волос – это уйти со службы и стать отшельником. Иногда бывало так, что справедливость восстанавливалась, и несправедливо отставленного возвращали к его прежней должности. Вот такова была судьба Джан Лея, тоже служащего при императорской дворе, и поэта, который жил уже в эпоху Сун. Он был освобожден от должности помощника составителей истории. Через много лет возвращен на эту должность, пришел в свой прежний кабинет и сделал там вот такую запись, такое вот грустное лирическое стихотворение. У этой темы сложились и свои герои, вот те самые люди, реальные персонажи, к которым обращались в мыслях последующие страдальцы. Это Ци Юань и Цзя И, которых мы уже упоминали. Это знаменитый поэт-отшельник Тао Юань Мин. Это Ду Фу, у которого тоже очень сложно складывалась карьера при дворе, и который, в конце концов, от нее отказался. Ван Чжао Цзюнь, о которой мы тоже уже говорили. И Ман Минь, который будет упомянут дальше. Интересно, что в памятнике Шишуа Синьи «Новые записи рассказов в мире ходящих», написанном в V веке нашей эры, одна из глав так и называется «Чхумиен. Выход в отставку». Этому посвящена специальная глава книги. И там собрано несколько историй, 9 историй о разных драматических выходах в отставку. Они очень короткие, буквально несколько строчек, но, в общем, каждая из них может легко быть развернута в целый роман. Но вот там прослеживаются, например, такие реакции людей на отставку. Тяжелое реактивное состояние генерала Инь Хао, который сидел и только писал в воздухе рукой иероглифы. И кто-то, кто присмотрелся, понял, что он пишет все время одно и то же. Странное дело, странное дело. Инь Джон Бэнь, тоже военачальник, сильно пониженный в должности, а в дальнейшем высланный, уподоблял себя дереву, которое обречено погибнуть. Взглянув на акацию во дворе, он сказал, дерево погибнет, у него не осталось воли к жизни. И Дэн Ся, он тоже был военным и тоже был отставлен, тяжело это переживал. И когда его встретил маршал Хуан Вэнь, он отметил, что тот сильно похудел. На что Дэн Ся ответил, я стыжусь за себя, когда думаю о Мэн Мине. У меня, в отличие от него, имеется в виду, не получается не оборачиваться на разбитый горшок. Кто такой Мэн Минь? Мэн Минь жил на два века раньше, и этот человек никогда не занимал крупных должностей. Он родом из простых людей, он был сначала даже и необразованным человеком. На него обратил внимание один ученый и чиновник, когда увидел, как тот идея с базара не удержал на плече и уронил большой керамический сосуд горшок. Горшок разбился, но Мэн Минь продолжал свой путь, даже не повернув головы. Чиновник сказал ему, ты даже не обернулся, неужели тебе не жалко этой вещи, это же, в общем-то, ценность. Тот сказал, но горшок все равно уже разбился, имеет ли смысл оборачиваться. И тогда чиновник понял, что перед ним человек очень незаурядный, рекомендовал ему учиться, и много лет Мэн Минь странствовал по стране с разными наставниками, приобрел много знаний и колоссальный авторитет среди современников. Но когда ему предлагали должности при дворе, крупные должности, он от всех из них отказался. И вот генерал в отставке думал о Мэн Мине и старался держать равнение на него. Близка к этой теме цитата из трактата «Вкус корней» Хунзе Чена, это уже гораздо более позднее время, 16-17 век, в котором он размышляет о том, что, по сути дела, когда занимаешь важную должность, то то, что люди чтут, это не ты сам, а некие чиновничьи легалии, высокая шапка и широкий пояс. А когда ты незнатен и унижен, то, что люди презирают, это холщовый халат и соломенные сандалии. Так что не радоваться в первом случае, не огорчаться особенно нечему. Ну, я перехожу к выводам. В китайской культуре считалось возможным говорить вслух, размышлять и даже создавать литературные произведения о такой неприятной для человека ситуации, как вынужденный уход со службы. Эта драма в ряде случаев и трагедия представлялась предметом размышлений и создания литературных произведений. И вокруг этой темы сложился круг литературных традиций, героев, прецедентных текстов, образов и, можно даже сказать, свой язык. И от одного страдальца к другому протягивалась нить через века. Герои древности становились примером и опорой для следующих страдальцев, которые, страдая и превозмогая свое страдание, тоже становились героями. Один из докладов в программе нашей секции, который будет дальше, называется, по-моему, «Древность, которая всегда с тобой», Вот в Китае это так. И вот я хочу подчеркнуть, что имеет большое значение такая вот непрерывность культурной традиции, непрерывность литературной традиции. Это очень большая духовная опора. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Так, наше сообщество участников семинара вы выйдете из презентации, пожалуйста. Так, а как мне из нее выйти? Там выход есть. Остановить демонстрацию. Да, там. Демонстрацию. Наверху, да. А если она понадобится, может быть, пока ее как-то снимут? Так, дорогие друзья, вопросы, ваши впечатления, прежде чем я что-то скажу. Может быть, я пока оставлю презентацию, вдруг она пригодится для ответа на вопрос? Так, ну, у меня комментарий к этому, вы знаете, потрясает то, какая мощная культура многовековая. Вот даже такое, ну, с точки зрения, может быть, современного человека, незначительное психологическое событие, хотя неприятное, но, может быть, в чем-то на него философски нужно смотреть. Вот оно протягивается из прошлого тысячелетия, то есть как оно идет по всей истории Китая. И вот с этим мне хочется связать тот факт, что китайцы, ну, это мое наблюдение, конечно, вы их лучше знаете, чем я, но я все-таки прожила несколько лет в Китае. Вот в какой бы социальной группе китаец ни принадлежал, образован, либо не образован, он будет вежлив с тобой, но всегда чувствуешь, что у него какая-то вот такая гордость в хорошем смысле. Он смотрит на других с высоты своей позиции, видимо, вот с высоты этой культуры. И поэтому это одна из каких-то причин, мне кажется, почему вот сейчас при правильном и разумном повороте страны в нужном направлении они делают такие успехи, потому что они считают себя вот на базе вот этой многовековой культуры маленькой частичкой каждой вот этого огромного целого, чего нет в европейских культурах. Мне кажется, в китайской культуре вот это прослеживается. И вот ваш доклад – это доказательство того, насколько это последовательно идет. Вот даже такая маленькая частичка, она идет из веков и до настоящего времени. Ну вот это то, что я хотела сказать. И, конечно, выходя в политическую такую область, конечно, американцы не смогут вот это победить. Китайское могущество культурное прежде всего, даже прежде того, что за ним идет экономическое, которое на базе. Это то, что я хотела сказать. Спасибо вам за такое неожиданное раскрытие. В общем, да, темы, такой древней темы. Спасибо большое. Спасибо, спасибо за ваш комментарий. У кого? У меня тоже есть вопрос, можно? Это у нас кто? Это Чичина Марина Олеговна. О, очень приятно. Очень приятно. А можно, ну, наверное, презентацию я бы хотела просто поговорить, но спросить, так видеть хотя бы вас, а то не видно. Можно закрыть. Ну, увидим презентацию. Давайте выйдем из нее. Да, спасибо большое. Спасибо, Ксения Владиславовна, за очень интересный доклад. Я работаю на кафедре русского языка в МГИМО и преподаю иностранцам, конечно, русский язык, в том числе и китайским, и бакалаврам, и магистрантам, и аспирантам. И у меня такой вопрос. Вот мы знаем, да, что у китайцев есть такое понятие потери лица, что они очень боятся этого, они не желают допустить этого, да. А как это, вернее, может быть связано с тем, что говорите вы, что они так переживают по поводу отставки? Мне кажется, вот позиция мэнь-миня, о котором вы говорили, да, вот простого человека, который не оглядывался на разбитые горшки, это все-таки больше, в моем понимании, я не специалист по Китаю, близко им по восприятию вот жизни, потому что потеря лица и, наверное, перед самим собою тоже это важно. Нет? Я ошибаюсь? Ну, это разные вещи, потеря лица и потеря должности. И как раз вот переживание этой граммы... Я имею в виду, это же все равно моральные переживания, они вот как, ну, в моем понимании, может быть, я неправильно рассуждаю, да, что это какая-то потеря лица, если они так сильно переживают об отставке, нет? Ну, об этом было разрешено переживать. Разрешено, поняла. Да, вот у нас как-то принято это скрывать, а там нет, это не считалось стыдным. А, вот, спасибо, я вот это хотела знать. То есть в китайской культуре... Должен прийти к принятию этого факта, понять, что потеря должности не есть потеря себя самого и ни в коем случае не есть потеря лица, особенно если отставка несправедливая. Но к этому не придешь просто так, это надо перестрадать. И на это уходили месяцы, а может быть, годы. И люди не стыдились этих переживаний, они об этом писали. Вот, как-то так. Это давно писали. Сразу получается, как у меня. Нет, вот это дальше. Китайская культура для людей. Спасибо большое, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Конечно, конечно. Пожалуйста, Ксения Владиславовна, спасибо вам большое за доклад. У меня один маленький вопрос. А вот как сейчас в современном китайском обществе считываются эти фразеологизмы? Понимает ли, имеет ли человек, например, гулявно читающий газеты, интересующийся политикой, понимает ли он, знает ли он эти литературные аллюзии? Либо все-таки, ну, как бы, бюрократический стиль командно-административного такого вот режима правления в последние десятилетия, он, как бы, бюрократизмом изменяет вот этот вот все замечательный рост и тех аллюзий, которые существуют в литературе. Спасибо большое. Вы знаете, знает. Китайцы очень хорошо знают свою классику. Этому уделяется большое внимание в школе, и в том числе даже через мультики, даже очень маленькие дети уже узнают своих героев и какие-то знаменитые высказывания. В общем, это не совсем моя тема, но интересно, что этим занимается мой коллега по институту и коллега по отделу Николай Николаевич Воропаев, который уже выпустил книгу и даже словарь-справочник так называемых прецедентных персонажей. Вот его исследования и в том числе работа с информантами показывают, что люди знают очень хорошо и знаменитых людей древности, и знаменитые высказывания. Несмотря на то, что, конечно, влияние американской культуры оказывается на Китай, но они как-то могут отгородиться от этого, потому что своя культура важнее. Ну, вы знаете, они как-то просто очень удачно сочетают одно с другим. Вот как-то я... Да, я хотела, потому что это очень важно для России, как мне кажется, уметь это делать, но у нас не получается. Как-то в Пекинском языке, в Университете языка и культуры я присутствовала на докладе известного лингвиста Бернда Хайне, который как раз работает в области грамматикализации. Я была счастлива, что мы там случайно пересеклись. Была очень большая аудитория китайская. Они очень активно выступали, задавали вопросы. Вы знаете, я никогда и нигде не слышала такого прекрасного английского языка с прекрасным произношением у совсем молодых людей, студентов и аспирантов. Это было просто поразительно. Они не преподаватели английского, и вот тем не менее. Многие учатся за рубежом и в Европе, и в Америке, защищают там диссертации, изучают даже монографии, потом возвращаются. Так что их получается как-то гармонично сочетать, как мне кажется. Если нет вопросов, спасибо большое. У меня один вопрос, если вы позволите, точнее два. Можно? Конечно, условно. Мы можем позволить себе роскошь пообщаться и что-то обсудить. Ксения Владиславовна, спасибо огромное. Безумно интересно видеть достаточно много параллелей. Вот говорят, востоковедение все-таки, несмотря на какие-то отдельные регионы, страны, все-таки это некий комплекс, в котором, скажем, комплекс наук, в котором очень много общего от Дальнего Востока до Юго-Восточной Азии. Вопрос первый. Может быть, я не очень хорошо уловила, и сама не будучи специалистом по восточным литературам и китайской литературе прежде всего. Вот в этой внутренней рефлексии, зачем, собственно, пишутся эти стихи, как пережить эту утрату расставания с должностью, один из моментов прозвучал некого уподобления разрыва с женщиной, с женой, с любовницей, которая в гареме потеряла свои позиции и так далее. Вот насколько для традиционной китайской культуры, ну, скажем, это некое общее место, некий топос вот этого параллелизма между отношениями в семье и позицией и структурой отношений в иерархии государственной, государственных должностей. То есть это, в общем, такой стандартный, ну, скажем, прием сравнивать свое положение в системе управления с семьей. То есть государство – это семья. Это вопрос первый. И вопрос второй. Насчет письменности, вот то интересные цитаты, как один несправедливо отправленный в отставку начинает в воздухе писать иероглифы. Насколько тоже это такой, может быть, общий момент вот такого отношения к каллиграфии, как к психотерапевтическому средству, условно. Потому что у нас есть один рассказик, это учебник для четвертого класса для иранских школьников, значит, я читаю его с ребятами на парах иногда, называется «Ценность науки». И там один отправляется в путешествие, мудрец, попадает в кораблекрушение. И когда он оказался на необитаемом острове, вернее, на берегу, в общем, без ничего, он начинает писать. И именно вот это вызывает такую реакцию у тех, кто его увидел. Один рыбак его спасают, ведут в город, приглашают преподавать и так далее. То есть вот он, оказавшись в экстремальной ситуации, без попутчиков, без корабля, неизвестных где-нибудь, он начинает писать на песке. Вот насколько связь каллиграфии и, скажем, внутреннего вот такого спокойствия прослеживается в китайской культуре, в китайской литературе? Ну, все это очень большие темы, но вы как-то очень правильно это все обозначили. Да, действительно, государство в конфуцианской традиции уподобляется семье. Государь-отку, а дети подданным и, в общем, в гармоничном государстве их отношения должны быть такими же, как в гармоничной семье. То есть подданные должны испытывать почтительное уважение и слушаться. Ну и вот, да, это характерное и из века в век идущее сравнение. Вот такой вот сановник, чьи идеи, чей ум, опыт были отвергнуты, не нашли применения, он сравнивает себя с женщиной, чья любовь была отвергнута, с женой или с невостребованной наложницей гарема. Да, это, в общем, типичный действительно образ. А что касается занятий каллиграфии, да, безусловно, занятия эти очень упорядочивают душу. Об этом хорошо знают и китайцы, и об этом говорят преподаватели каллиграфии. Это занятие гармонизирует человека. Если человек внутри неспокоен, если он как-то неправильно настроен, то у него не получится хорошо написать. Вот в одном фильме художественном есть сцена, как учат писать маленькую девочку, а она сидит криво, согнувшись так направо. Мать ее выправляет и говорит, сядь ровно. Если сидишь криво, то и иероглифы будут кривыми. Вот чтобы иероглифы получались, нужно, чтобы человек стоял ровно и физически, телом, и внутренне. И поэтому, конечно, вот этот вроде бы ступор, в котором находился этот человек, был не совсем ступор. Он все-таки писал и иероглифы. И, конечно, я думаю, это способствовало со временем его выходу из этого тяжелого реактивного состояния. Вы знаете, тут можно вспомнить одну историю из западной культуры, из психотерапевтической практики знаменитого американского психиатра Милтона Эриксона. Как-то в психиатрическую уже больницу, в тяжелое отделение поступил бизнесмен, который разорился. Он находился тоже в тяжелом реактивном состоянии, ни на что не реагировал, и только поднимал и опускал руки. Ну и никто не знал, как это лечить и что с этим делать. Эриксон сказал, ну что ж, у вас были свои взлеты и падения. Взял доску, поставил ее между колен этого человека, а в каждую руку ему дал по куску наждачной бумаги. И получилось так, что, поднимая и опуская руки, тот отшлифовал доску. То есть вот этому его странному состоянию был придан какой-то смысл. И человек действительно через некоторое время ожил, стал как-то реагировать и перешел к другим работам с деревом. Ну и, в общем, через некоторое время совершенно выздоровел. А написание иероглифов само по себе имеет смысл. Тут не нужно никаких дополнительных предметов. Поэтому, конечно, да, иероглифика очень здорово гармонизирует тело и душу. Да, и даже картины вешают в домах. У нас есть какой-то иерог. Извините, пожалуйста, можно еще вот добавить? Вы, интересно, так рассуждали на эту тему. И вот мне пришла в голову такая мысль, что действительно значимость графики, значимость письма, она важна не только для китайской культуры, для китайской письменности. Вот, к сожалению, сейчас наши дети, молодежь, школьники, они мало пишут рукой. Происходит отвыкание от культуры письменного текста, изложенного на бумаге. Все больше они переходят на компьютер. А мы знаем, что действительно между написанием текста рукой и мыслительными процессами есть большая связь. И вот, к сожалению, в нашем современном образовательном процессе все меньше письменных работ, написанных от руки. Это еще вот один довод в пользу традиционного образования. Да, вы совершенно правы. Но такая проблема есть и в современном Китае, поскольку тоже компьютеры, и иероглифы теперь можно набирать на компьютере, есть разные системы ввода. И вот один коллега, который преподавал недавно русский язык в Москве, китайским студентам, он столкнулся с тем, что китайцы плохо пишут иероглифы. Они их не могут написать. Они их узнают, они читают. А писать они говорят, а зачем писать? Все мы набираем на компьютере. Да. То есть компьютер представляет собой колоссальную угрозу для этой вот... Да, для них, конечно. Для китайцев... ...плоста культуры очень большого. Потом вообще не напишешь. Рука просто отвыкает очень быстро, и все. Так что проблема существует. Что-то люди теряют неуклонно. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, поскольку мы подходим к концу первого нашего сегмента, нашей секции, то разрешите мне сделать свое сообщение, которое отличается от предыдущего довольно сильно, но тем не менее мне хочется его представить. Анна, я попрошу, я вам скажу, когда вы вывести эту страничку на экран. Так, значит, я являюсь доцентом Аксентюк Оксана Романовна, доцент кафедры английского языка номер два. И сообщение, мое коллокация, как важный элемент своеобразия языка. Начну я с того, с очевидных вещей. Всем нам известно, что мы, люди, воспринимаем действительность одинаково, в отличие, например, от животных. Однако для разных языковых сообществ вот эта идентичность восприятия, тоже, как известно, она базируется на различных ассоциативных системах. Другими словами, представители различных языковых сообществ рассматривают одно и ту же, бытовую ситуацию, характер человека, отношения между людьми через призму, сформировавшегося на протяжении многих веков жизненного уклада данного сообщества, который включает калейдоскоп различных межличностных отношений и так далее, тому подобного. Термин «языковая картина мира» является, как мы все знаем, общепризнанным, поскольку учение о том, что различные языки по-своему осваивают реальный мир, восходит к началу XIX века и к такому имени, как барон фон Гумбаль. Мне было интересно рассмотреть, как различные отрасли лингвистики подходят к использованию и анализу данной вышеуказанной особенности. Так, например, по мнению Александра Давыдовича Швитцера, контрастивная лингвистика всегда нацелена на язык, мы все это тоже знаем, на конкретную языковую пару, которая подвергается сопоставительному анализу. Изучение расхождений между аналогичными единицами в разных языках, основанное на различных семантических полях, дает очень важные знания, которые имеют прагматический интерес, используются при составлении словарей. С другой стороны, нельзя не согласиться с мнением Александра Давыдовича, который считает, что переводческая практика может открыть новые перспективы для контрастивного анализа. И вот мне хотелось проследить, как взаимосвязь между двумя этими направлениями отраслями лингвистики проявляется в сегменте, который рассматривает коллокации. То есть определение коллокации – это случай лексико-фразеологической обусловленности сочетаемости слов в речи, как реализация их полисемии. Здесь я обращаюсь к известному словарю Ольге Сергеевне Ахмановой. Коллокации, чем они интересны? Ну и вы все знаете, они занимают очень специфическое место в системе языка. Они, с одной стороны, не зарегистрированы в качестве устойчивых единиц в традиционных двуязычных и одноязычных словарях. И с другой стороны, они, вот как я беру определение, они являются не случайными сочетаниями двух или более языковых единиц, характерных для языка в целом. Это работа Ягуновой и Ваваровой статья «Природа коллокаций в русском языке». То есть словосочетания эти отнюдь и не являются произвольными. Нужно заметить, что на настоящий момент существуют словари англоязычных коллокаций. Они достаточно обширные, но, конечно, и существуют словари коллокаций, они называются словари русской идиоматики. Вот я нашла Кустова, Г.И. Но, несмотря на свой достаточно обширный охват, данные словари не могут, конечно, соперничать с традиционными двуязычными и одноязычными словарями. И это прежде всего объясняется тем, что традиционные двуязычные словари имеют гораздо большую историю. И именно в них в начале, в самом, были зарегистрированы примеры коллокаций. То есть они даются в примерах, в предложениях. Данная тенденция, по мнению составителей Оксфордского словаря, будет только увеличиваться. То есть они будут включать все больше и больше примеров с коллокацией. Вот грань между устойчивыми, между коллокациями и произвольными сочетаниями, конечно, не всегда так точно очерчена. И еще нужно сделать одно замечание, что в настоящий момент, здесь я привожу мнение польского исследователя Эва Бялак, «Коллокация как единица перевода». Она считает, что коллокации рассматривались преимущественно в аспекте синтаксиса, фразеологии и одноязычной лексикографии. Но и гораздо реже в рамках двуязычной лексикографии и теории перевода. Выше говорила я, что перевод и переводческие практики могут предоставить очень интересные варианты решений перевода с одного на другой язык. И очень интересно посмотреть, как переводческие практики могут помочь при составлении в будущем двуязычных словарей коллокаций. Ранее моя коллега уже говорила о том, как важно для студентов понимать символику цветов. И вот на продвинутом этапе обучения студентов правильное употребление коллокаций очень важно и крайне трудно для студентов, потому что никакому логическому объяснению вот эта сочетаемость, она не подлежит. Поэтому если будут обширные словари коллокаций и двуязычных коллокаций, это поможет как переводческим практикам, так и может послужить важным звеном в обучении английскому языку. Потому что если носитель, не носитель языка умеет точно встроиться в ассоциативную систему другого языка, то это является очень важным, потому что если он говорит, его смысл понятен, но он говорит как-то не очень привычным языком для носителей языка, это может негативно повлиять на какие-то вещи, вот в частности при переговорах, ну и вообще во многих очень случаев. Так, и сейчас я уже, да, я перехожу к примерам. Меня заинтересовало пособие по переводу Погодина, Борис Петрович Погодин, который преподает в Ленинградском университете, там высшая школа перевода, что-то такое, это университет Герцена в Петербурге. И вот имея за плечами 30 лет переводческой работы в ООН, он в своем пособии представляет очень интересные примеры перевода коллокаций. Причем нужно сказать, что его пособие стоит некоторым особняком среди других переводческих пособий. У меня даже были студенты-магистранты, которым я упомянула его имя, студенты-магистранты с кафедры международных отношений. Я упомянула это имя, но я не развивала этот вопрос, и они как-то сказали, что преподаватели международных отношений с некоторым скептицизмом относятся к нему. Что я могу понять? Потому что некоторые его теоретические высказывания, они идут в разрез с теорией перевода, с наработками теории перевода. Ну, например, он говорит, что словари беспомощны и так далее, и тому подобное. Я не буду на этом останавливаться, это все будет в статье. Вот в чем его особенность? Конечно, он во главу ставит сохранение смысла, смыслового выражения из языка источника, перенос этого смысла в язык перевода. Но в то же время огромное значение он уделяет тому, что перевод должен восприниматься как нечто естественное и должно сохраняться своеобразие языка перевода. То есть носители не должны чувствовать, что это нечто неестественное. Я взяла варианты перевода из этого пособия «effective» и «efficient». Это пара, которая считается, представляет собой достаточную трудность. Недаром другой аз перевода, Павел Русланович Палащенко, включил его в свой словарь несистематический словарь трудностей, тонкостей, премудрости английского языка в сопоставлении с русским. Ну, для нас эти слова близки, потому что у нас эффективный менеджер, эффективный контракт. Я не берусь сегодня вносить смысл именно в эти словосочетания. Так вот, возвращаясь к Палащенко, прежде всего, он полагает, что «efficient» ближе всего по значению к русскому «эффективный». И хотя прилагательный «effective» может достаточно редко употребляться в этом значении, все-таки оно ближе к таким значениям, как «действенный», «фактический», «настоящий», подлинный, реальный. И вот, обращаясь уже непосредственно к примерам, мы увидим, что те решения, те наработки, которые представляют в своем пособии Погодин, они очень отличаются от словарных дефиниций. Но они подчиняются, сохраняют смысл. Причем, если на первый взгляд, как мы посмотрим сейчас, кажется, что они не соответствуют по смыслу, они сохраняют свой смысл, потому что для русского уха в данной ситуации мы как бы должны слышать именно вот это. Ну вот, если мы посмотрим на примеры, ну вот, например, первое, что идет «effective presidency», конечно, неопытный переводчик переведет «эффективная президентская власть», эффективный президент. Ну вот, как находит Погодин, сильная президентская власть, она не режет никак слух и вполне естественно. Ну вот, дальше идет «effective short», точный меткий выстрел, дальше вы видите меткий стрелок, «effective secretary», исполнительный секретарь. И дальше, если мы заметим, «efficient secretary» – это расторопный секретарь, то есть «efficient», «cost efficient» – это рентабельный, то есть тот, кто делает то же самое, но быстрее, расторопнее. Интересно «effective security», смотрите, ради надежной защиты граждан. Вроде на первый взгляд абсолютно не соответствует традиционному словаре. Затем «effective measures» для нас «решительное наступление», активная борьба. «Efficient students» – мышленый студент. Ну, дальше вот я пропускаю «оптимальное распределение ресурсов», «производительное оборудование», «качественный отбор». Вот две интересные фразы, где используются оба прилагательных в месте. Смотрите, «effective and efficient» – первый, «public services» – «быстрые и качественные услуги». Ну, а что еще мы ожидаем? Ну, как бы это вот то, что идет. И второе. «Effective and efficient decisions» – «смелые и решительные, срочные и жесткие». Вот он предлагает. Ну, конечно, можно сказать, что смелые и решительные – это не срочки и жесткие. Но важно перенести вот этот общий смысл, донести до зрителей. Так, и я уже сейчас буду заканчивать. Ну, еще одно слово – «inclusive». Конечно, всем нам знакомо «all inclusive» – все включено. То есть Палащенко определяет включающий, охватывающий, содержащий. «Inclusive measures» – широкие меры. И вот посмотрим, как интересно переводится теперь погодим. «Skin inclusive sport in Russia» – «inclusive activity» – массовый досуг. А как, объясните, почему так не может быть? Может быть. «Inclusive discussion» – широкое обсуждение. «Inclusive attitude» – открытый характер. «Inclusive dialogue» – доброжелательный и равноправный диалог. Конечно, все это выходит за рамки традиционных словарей. Но, как мне кажется, когда в будущем будут созданы массивные банки коллокаций, которые будут включать все оригинальные переводческие решения, они внесут большой вклад как усовершенствование переводческих практик, и методик обучения иностранному языку. Потому что логики никакой нет. Коллокаций они настолько своеобразны в каждом языке, что прийти к какой-то логике невозможно. И, конечно, в будущем, наверное, помогут очень сильно технологии, когда огромные банки будут созданы, там уже можно будет какие-то манипуляции сделать, может, логические какие-то вещи искать. На этом я хочу завершить свое выступление. Спасибо за внимание. Очень устрая тема. Очень устрая. потому что обучить этому, и когда в какую-то письменную работу, ну вот я, например, очень часто прихожу к словарю коллокации, смотрю, а почему так нельзя, почему так можно, и чтобы студенту написать нужное решение. Татьяна Романовна, спасибо вам большое за доклад. А как вы думаете, это влияет все-таки на наш русский язык, например, инклюзивный, да? У нас есть теперь понятие инклюзивное образование, или инклюзия, как какая-то медицинское включение, например, чего-то, в какую-то ткань и так далее. Не происходит ли в какой-то степени обеднение русского языка, потому что вместо того, чтобы искать перевод, мы берем какой-то непривычный инклюзивным, с направленным всевозможными разными характеристиками, никто не понимает его обзором и семантической воли, и тем самым вот в какое количество каких-то вариантов перевода этой практики и движения. для этого нужен вот такой опытный переводчик, но я боюсь, что это уже вот эти все эффективные менеджеры, и, ну, я боюсь говорить про эффективный контакт, это выше моего понимания, наверное, это уже никогда не будет пересмотрено, потому что они уже войдут в язык, но во всяком случае нужно знать, что существуют и другие дороги к раме. А вы видите интерференцию, когда, например, студент, он производит дословную кальку с английского языка и не понимает, на самом деле, откуда это пришло, и вы ему говорите, нет, так по-русски нельзя сказать, после этого он смотрит, где-нибудь там гуглит, и вдруг оказывает... Ну, это уже неизбежный процесс, потому что русский язык будет меняться, и в этом трагедии нет. Все меняется. У меня один студент, а одна студент написала сочинение на паре, и вдруг я вижу, что у нее... Она очень сильно думает над чем-то. Я спрашиваю, у вас у нее какая-то трудность? Я говорю, да, я не знаю, как сказать по-датски, я хочу быть лучшей версией себя. То есть это уже перевод двойной, это better version of oneself, и она читает, что это русский идиом, и она пытается перевести на датский. То есть вот как вот это... Вот у меня, ну, я не знаю, может, я не права сейчас, в переводах многих англоязычных фильмов вот есть такой «ты лучший». Это английский вариант, «you are the best». Но в русском в принципе мне кажется, что немножко режет слух. Конечно. Лучше ты, даже лучше всех, если бы был перевод, и то как-то по-другому можно искать. Ну, да, это признак культурного империализма, при том, такого агрессивного и уже устоявшегося. Наша современная молодежь с этим уже естественно живет, да, но старшему поколению Ну, вот Борис Петрович по годин, видимо, борется всеми силами. Как он прав. Я здесь поспорю, да. Вот я верю в тебя, ты можешь это сделать. Ну, это же протестантизм, это очевидно совершенно протестантская рабочая техника, на которой живет США. Позвольте, я выскажусь. Мне почему-то кажется, что технологии решат этого вопроса. Какая бы она не расширялась. Вот я с Юлей полностью согласна. Студент, у него проблема какая, он не может оторвать глаз от текста. Вот с первого курса я говорю, вы отрываете глаза от текста. Вот вы прочитали, вы не поняли фразы. Посмотрите в небо. И скажите все то же самое, у вас механизм начинает работать, вы вынимаете языковую личность, и она начинает говорить на своем языке. И получается, как заповедовал вам всем перевод это не перевод слова сомы, перевод смысл смыслом. нашими преподавателями перевода. Но для меня стоит как бы очень на большом пьедестале. Это нужно сказать. Но тем не менее, если хочется пользоваться чисто русского языка, чтобы мне приходилось пользоваться словами типа волатильность, хотя это или субстантивность мы порой слышим в политическом дискурсе. И русскоязычный человек, не зная, что такое собственность, будет неправильно его для себя расшифровывать. Так что вот. Спасибо. Спасибо вам большое. И очень важная тема. Вопросов нет. Мы сейчас подошли к кофе-паузе. И возобновим наши студии в 12.00. мы начинаем второй сегмент нашей секции. И как мы договорились раньше, вместо отсутствующей Федоровой и Анны Владимировны, у нас будет первым докладом представлять картридж Любовь Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка номер 2 ГИМО. И тема доклада некоторые аспекты сохранения культурно-языковой идентичности в условиях мультикультурной среды. Здравствуйте, еще раз, уважаемые коллеги, те, кто присоединился. И рада видеть после кофе-брейка коллег, которые уже выступили, которым еще предстоит выступить. Спасибо большое за представление моего доклада, Оксана Романовна. Действительно, мой доклад является продолжением темы, которая была поднята еще вчера на пленарном заседании. Вчера прозвучали доклады, посвященные, как мне кажется, этой важной теме, теме сохранения языковой идентичности. Сегодня тоже, так или иначе, мы уже затрагивали тему чистоты языка. Как известно, язык нации является важнейшим компонентом культуры, посредством которого происходит передача знаний, опыта, традиции от одного поколения другому, ведь именно через родной язык определяется этническая принадлежность человека. Будучи неотделимым от культуры, язык формирует образ мышления. Сегодня мы наблюдаем все большую экспансию английского языка, который является общепризнанным универсальным средством межкультурного общения. В свете увеличения миграции появляется все больше географических точек, где на смену доминированию одной культуры приходит мультикультурализм. При этом остро встает проблема сохранения культурно-языковой идентичности народов, чей язык тесним с лингвистической арены. В условиях образующейся глобальной мультикультурной среды перед государствами мира встает задача сохранения языка и культуры каждого народа, населяющего территорию той или иной страны. И в данном контексте мне показалось интересным посмотреть на опыт сохранения французского языка в канадской провинции Квебек, где проводится строгая языковая политика, направленная на сохранение французского языка. Извините, пожалуйста, я сейчас поняла, что я не включила демонстрацию экрана, не включила свою презентацию. Демонстрация экрана. Сейчас видно мой экран? Да, все видно. Спасибо, извините, что сразу не включила. Итак, сегодня на территории современного Квебека проживает 8,5 миллионов человек. В начале 20 века родным языком большинство канадцев был французский или английский. Под родным языком понимается язык, который первым выучили дома в детстве и который все еще понимается во взрослом возрасте. Подобная концепция родного языка была впервые определена в канадской переписи населения 1941 года и за основу понятия, за термин родной язык я беру именно эту концепцию. В течение следующих 115 лет лингвистический профиль Канады стал значительно более разнообразным. Доля канадцев, для которых французский язык является родным, снизилась, в то время как доля канадцев родным языком, которых является ни английский, ни французский, со временем увеличивалась в соответствии с различными волнами иммиграции. И в переписи 2016 года 22% всего населения Канады объявили родным языком язык, отличный от английского, который, как мы видим, более-менее стабилен и держится на уровне 60% и французского языка. Кроме того, следует отметить, что было зарегистрировано более 130 новых, простите, не новых, а языков иммигрантов. Рост численности населения Канады, чьим родным языком является китайский. Например, мы видим, что сильно вырос процент населения, чьим родным языком является китайский. Свыше 1 миллиона человек считают китайский своим родным языком. Для сравнения, население всей Канады составляет 37 миллионов человек, поэтому 1 миллион граждан, говорящих на китайском языке как на родном, мне кажется, что это значительный процент. Наиболее ярко в данном контексте языковых изменений выглядит провинция Квебек, как я уже сказала. В Квебеке французский язык является единственным официальным языком, на нем говорит большинство населения провинции и для этого есть исторические предпосылки. Канада была открыта в 1534 году французским мореплавателем Жаком Кортье, в 1608 году в устье реки Святого Лаврентия был основан город Квебек, ставший столицей французской территории, которая чуть позже получила статус колонии. И после ряда конфликтов и войн в 1763 году новая Франция, которую часто называли Квебеком по ассоциации со столицей французской колонии или Канадой, от слова большая деревня на языке индейцев Гуронов перешла под контроль Великобритании и стала британской колонией. В 1791 году Канада была разделена на две части Нижняя Канада и Верхняя Канада. Верхняя Канада это те земли, которые сейчас находятся на территории современной провинции Онтарио. Именно поэтому девиз современного Квебека Жене Сувьем как напоминание жителям Квебека о своих предках и о временах Новой Франции. По вышеперечисленным историческим причинам в провинции сложилась следующая языковая картина. Красным на карте представлены территории, где проживают преимущественно англофоны. Вы видите, что эти территории незначительно заштрихованные территории это территории, которые не подвергались анализу в связи с низкой плотностью населения. Я приближу карту. Здесь очень наглядно видно, что в 2016 году почти 13% населения провинции использовали английский как первый язык общения и доля англофонов постоянно растет. В то же время мы видим, что большая часть англофонов сконцентрирована в городе Монреаль, точнее, его западной части и центральной части. Таким образом создается парадоксальная картина, что франкофонам приходится конкурировать с англоязычной общиной, которая преобладает в деловом центре, конкурировать на рынке труда, в сфере образования. То есть происходит некое вытеснение английским языком, французского языка. Что делает правительство? И вот здесь, на мой взгляд, интересны те меры, которые предпринимаются для того, чтобы сохранить французский язык, сохранить французскую культуру. Во-первых, в 1977 году была принята хартия французского языка, основной закон провинции Квебек, также именуемый на французском Луа Сан-Аун. Главной целью этого закона, этой хартии является защита официального статуса французского языка. Хартия состоит из девяти глав, которые провозглашают французский язык единственным государственным языком провинции Квебек, также признают французский единственным официальным языком в таких сферах жизни, как законодательство, юриспуденция, административная работа, коммерция, образование и так далее. При правительстве создан специальный орган по языковому контролю офис Квебекуа Долянам Францез. Среди целей этого офиса следующие определить и проводить политику Квебека в вопросах францификации, администрации и компаний, а также терминологии, гарантировать, что французский язык является языком работы общения коммерции, помогать определять и развивать программы францизации, контролировать их применение, следить за развитием языковой ситуации и так далее. Вот официальная страница, официальный сайт этого офиса и первое, на что бросается, что можно заметить, это такие пункты, как программы финансовой помощи для продвижения французского языка, а второй пункт книга жалоб, то есть любой житель провинции может пожаловаться на отсутствие сервиса на французском языке, если пойти по этой ссылке, то мы увидим, что любой житель провинции может заполнить свои данные и пожаловаться на один из следующих, по одному из следующих пунктов. Язык сервиса, продукция, если на продукции, на этикетке данные только на английском языке, то любой житель может пожаловаться. Документы, если вы получаете коммерческие документы, являясь жителем провинции Кейбек, и эти документы представлены только на французском языке, вы можете пожаловаться, если реклама дается только на французском языке, то есть можно пожаловаться по любому из этих пунктов на то, что ваши права, ваши языковые права ущемляются. Далее, названия улиц, дорожные знаки должны быть на французском языке. У человека, который не говорит по-французски, могут возникнуть сложности с пониманием правил парковки, например, так, как они описаны на французском языке. Если дорожные знаки не вызывают трудности ввиду своего интернационального характера, то более детальные объявления уже могут представлять некую сложность. вывески, рекламные счеты, названия компаний, слоганы. Мало того, что если компания имеет свой девиз или свой слоган только на английском языке, то они должны платить более высокий налог. Но любопытно, что, например, некоторые компании выходят из положения следующим образом. Американская компания Starbucks Coffee, делают дополнительную вывеску на французском языке с accent and you, и вывеска уже начинает звучать как более французская, то есть сохраняется французский язык вывески, они не должны платить повышенный налог. и вот таким образом некоторые компании выходят из положения. В сфере образования повсеместные курсы французского языка для студентов, для эмигрантов, для просто желающих изучать французский язык, доступ к онлайн ресурсам, присутствуют различные словари, большой терминологический словарь, причем интересно, что обращений к этим словарям действительно очень много, около 17 миллионов обращений в год. И что мне показалось интересным, это то, что несмотря на все вот эти указанные выше меры, которые я считаю достаточно серьезные, английский все равно проникает во все сферы жизни человека. Происходит взаимное обогащение двух языков. И хотя в языке прессы предпринято попытки сохранить чистоту французского языка, в реальности английский все больше влияет на квебекскую разновидность французского, как на лексическом, так и на уровнях. Я не делала разделение, не делала классификацию, но некоторые примеры вам представлю. Например, французское prendre une action принять меры от английского to take action. Мы видим, что это калька. Briser une promise нарушить обещание от английского to break a promise. Sonner une cloche вспомнить что-либо от английского to ring a bell. Prendre une marche прогуливаться от английского to take a walk. И это примеры, которые я взяла из сети интернет. Но мы тоже видим, что английский язык проникает и в интернет общение, в интернет общение. je suis peut-être un peu old school dans ma compréhension de quelque chose. Или je fais un burn out après seulement on 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 contra plant on c'est un fake c'est un fake хотя во французском языке есть такие слова как counter fate и другие более подходящие эквиваленты тем не менее заимствуется английское слово fake. c'est un mauvais move très cool tombe unamour to fall in love вместо tombe amoureux то, что является французским языком. Вот на этом я заканчиваю свой доклад, готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. у кого уйдите из презентации, пожалуйста. у кого какие вопросы присутствующие? Да, пожалуйста. Благодарю вас за доклад. Спасибо большое от имени наверное всех слушателей вас благодарю. Вы знаете, у меня вот по ходу вашего доклада возникали разные мысли. Сейчас попытаюсь их как-то схематизировать. Значит, ну, маленькое замечание по поводу фейковой новости, вот это вот фейки. Есть эквиваленты Nouvelle Fosse, Fosse Nouvelle есть также Anne Fox и так далее рекомендованные во Франции. Что касается какие из них приняты прошу прощения какие из них приняты в Канаде я сейчас так сходу, конечно, не берусь сказать но эквиваленты в принципе созданы, да хотя совершенно верно вы сказали, что вот этот фейк проникает и так или иначе используется. Хотя вообще канадцы более законопослушны в этом отношении и все рекомендации которые даются упомянутые в Ами Офис Кебек как до Ла Францезе управлением я бы сказала по-русски не офисом а управлением по французскому языку они в большей мере соблюдаются это общая известная тенденция относительно Канады французы хоть и борются с англицизмами но менее успешно они раньше проникают тот же пример не знаю с ковидом известный который изначально вошел во французский язык поскольку у нас есть продлежность по роду он вошел в мужском роде потому что была основная ассоциация на вирус и он мужского рода но потом выяснилось что по-английски это disease соответственно по-французски должно быть maladie это должно быть соус женского рода стал ла ковид к чему я это говорю к тому что в французском так и осталось и в прессе и даже в официальных документах несмотря на рекомендации в министерской комиссии осталось все равно ле ковид а в Квебеке послушно сразу же был введен ла ковид и так далее а так я хотела просто по общему содержанию ну просто уточнить добавить к вашему рассказу о восстановлении скажем так французского языка в Квебеке вы говорите что были предпосылки и вот к этому и сейчас вот французский язык там как страдает но он страдал с самого начала да как только как только французы проиграли англичанам и установилась власть значит вот англосаксов пошло давление единственное может быть но это конечно требует больше времени если подробнее рассказывать об этапах да вот этого восстановления помимо это сейчас основной закон конечно вот этот 101 о котором вы сказали но к нему они тоже долго шли и вот там в 19 веке в 840 когда вы говорили о нижней и верхней Канаде вот потом в 840 был когда их все объединили и вот с этого момента английский был единственным официальным языком по сути дела и вот с 1840 года шла огромная активная борьба в том числе так называемая это как реванш детскими значит люльками да наверное вам тоже попадалось вот и очень шла активная шла активная борьба и постепенно то есть ну реально они добились того что французский стал одним из федеральных то есть на федеральном уровне соофициальный язык и только в конце 20 века ну вот там начиная с 50-х потом в 77-м году они добились того что Квебек стал монофранкофон то есть там единственный официальный язык французский просто мне хотелось бы еще раз для всей аудитории это подчеркнуть что процесс действительно идет борьбы с английским но с точки зрения вот языковой политики и официальной документации французский принят как единственный и это конечно большая большая победа вот со стороны Квебекских франкофонов такого мало кто добился скажем так глобально в современном мире с французским языком другие регионы поскольку я занимаюсь разными регионами я могу сказать с ответственностью что многие завидуют таким успехам франкофонов из Квебека спасибо большое можно я еще несколько слов или вы хотели но эта тема тоже близка моему сердцу потому что когда-то давно у меня даже диссертация была о существовании английского языка Канады в условиях двуязычия и там я как раз прослеживала как в диахронии так и на современном уровне как французский язык все-таки оказывает влияние на английский язык вы помните что вчера два профессора говоря о существовании миноритарных языков между ними возник небольшой конфликт который они уладили конечно в смысле в том что стоит ли их сохранять все или может быть мунифицировать часть из них так вот говоря о влиянии французского языка на английском интересно его проследить вот на современном уровне на уровне речи я и в диссертации но это было давно недавно я просто дополнила это исследование и написала статью просматривая англоязычные газеты там две или три англоязычных газеты выходят в Квебеки и вот в частности когда англоязычные политики ну а один из выводов мне сейчас трудно вспомнить примеры когда политикам нужно завоевать свою аудиторию своих избирателей то они берут ну вот существует два эквивалента политик говорит на английском языке но когда ему для его целей нужно как бы приблизиться к своей франкоязычной аудитории и существует два эквивалента и на английском и на французском он в этом месте выберет какую-то французскую фразу и таких случаев очень много и они распределяются ну как бы по разным параметрам то есть ну вот я нашла действительно много примеров это я рассматривала The Montreal Gazette современная она сменила раньше была другая газета в современности вот эта газета потом вы обратили внимание когда Любовь Владимировна показывала слайды и там знак стоп но ведь во всем мире признан стоп и только в Квебеке у них извините мой французский давно уже не использовал вот таким образом я конечно не буду спорить с тем что английский язык ведет наступление глобально по всем направлениям но в то же время вот очень интересные тенденции можно наблюдать в Квебеке когда французский язык оказывает по тем или иным даже в рекламе я находила какие-то примеры когда осуществлялся переход в каких-то ситуациях которые это требуют переход на французский язык в середине англоязычного отрезка то есть там разные направления идут и он слишком интересен вот Квебек чтобы его сводить ну к одному направлению как нечто потому что я вот соглашусь с предыдущим выступающим который развивал тему в том что Квебек это какая-то уникальная ситуация языковая там что они все-таки сохраняют свой язык но наверное это и обусловлено тем что территория большая что это исторически как бы они сложились как нация и Деголь влияние Деголя с его знаменитой фразой которой он обратился к Квебек ну то есть разные направления там происходят и очень интересная ситуация языковая все спасибо за внимание вам спасибо коллеги так следующий у нас выступающий Крылов Алексей Александрович доцент кафедры ближневосточных языков военного университета Алексей Александрович вы есть в зуме? нет значит мы переходим я прошу прощения извините по-моему вы перешли как бы уже к третьему сегменту вы не пропустили вторую часть нет да да извините меня извините да я пошла за Любовь Владимировна и начала дальше так сейчас у нас Воробьева Мунгея Марина Игоревна руководитель секции испанского языка института иностранных языков российского университета дружбы народов сосуществования английского и испанского на территории Южной Филифорнии у меня это заявлено как очно но да и в последний момент решили что я просто не приехала поэтому буду на зум общаться с вами да всем добрый день я представляю университет дружбы народов РУДН секции испанского языка а также еще и МПГУ кафедру методики преподавания иностранных языков потому что я на двух университетах и презентацию видно я бы хотела сегодня тоже поделиться информацией и думаю что это как раз таки моя информация продолжит ту тему которая до меня только что начала моя коллега влияние английского языка на французский здесь пойдет речь об испанском языке то есть какая лингвистическая вариативность существует которая произошла в ходе слияния двух языков испанского и английского но только остановлюсь именно на территории Южной Калифорнии и рассмотрю эту сложившуюся языковую ситуацию на сегодняшний день перед вами граница которая выглядит довольно таки невзрачно но несмотря на это является одной из самой частой пересекаемой границ мира это граница между Мексикой Тихуана Баха Калифорния и Сан-Диего Калифорния и США в год ее легально пересекают 350 миллионов человек это та же самая граница как она выглядит местами и эту же границу пересекают и нелегально в основном это латиноамериканцы из Центральной Америки ну и конечно же сами мексиканцы по статистическим данным пограничного контроля около полмиллиона нелегальных иммигрантов в год пересекают эту границу им удается ее пересечь какая связь между этой картинкой которая изображена волк это мелкая разновидность особь волка связь такова что люди которые проводники занимаются переправкой нелегальных иммигрантных их называют от имени этого волка по еру лоско йотес дитихуана и именно они занимаются помощью от отправки людей знают свои пути и таким образом переправляют небольшие группы людей это в основном около 7 до 12 человек эти койотес эти волки получают в среднем от 15 до 20 тысяч долларов с человека с иммигранта и знает свои ходы как можно проникнуть вы видите здесь совершенно нормальную картину как пытаются забраться на эту стену дети беременные женщины пожилые люди чтобы только оказаться по ту часть границы стена продолжает строиться по проекту начатым в период президента Доманда Трампа но это огромнейшая территория и соответственно даже за ближайшие 2-3 года не справится что же происходит на территории США такое феномен явление которое знают многие называется спанглэш впервые этот термин был употреблен поэрториканским поэтом и членом языковой академии Пуэрторико Дон Селавадор Тио Монтез де Ока и в 1948 году он впервые заговорил и употребил этот термин причем на испанском варианте испанглэш и отсюда этот термин в общем-то вошел в употребление надо отметить что спанглэш формально не признан официальным языком но это явно языковой феномен лингвисты Испании и института Сервантеса они очень критично относятся к этому феномену и вообще лингвисты на данный момент так и не сошлись во мнении что же все-таки это такое переключение или это кодов смешение кодов заимствование из одного языка в другое или это язык пиджин то есть существует много разногласий между лингвистами они не пришли к общему мнению что это как назвать этот феномен существует существует мнение что переключение кодов происходит из-за недостаточного знания испанского или английского но это миф сразу хочу развеять что в случае спанглиш это действительно миф это наоборот те кто говорят на спанглиш они свободно владеют и испанским и английским языком билингвалы они не только владеют языками но естественно владеют нормами языковой культурой сообщества и самое главное именно приобретенным навыкам правильного переключения кодов много литературы выпущено в США и так он называется в этой литературе практически везде испанские на территории США и даже есть испанские конкретного штата почему штата но говоря именно об этом вновении спанглиш спанглиш в Нью-Йорке отличается от спанглиш в Флориде и отличается от спанглиш в Калифорнии Калифорнии и Техас и Англиш одинаковые все это зависит от влияния латиноамериканцев а именно если Калифорния граничит с Мексикой и Техас тоже то соответственно там используется мексиканский испанский который считается среди латиноамериканцев стандартам испанского языка потому что это самая крупная страна Мексика которая говорит на испанском языке в мире и на втором месте идет США а уже на третьем месте Колумбия только на четвертом месте Испания поэтому ориентир идет на мексиканский в ряд испанского языка сколько в нем больше как я уже сказала носителей чем же отличается спенглиш во Флориде а там влияние кубинского испанского и например когда общаемся с друзьями или коллегами во Флориде мы их не очень понимаем не то что не понимаем но многие слова нам неизвестны переключение кодов такое же принципы переключения но вариативность слов может быть совершенно другая лексика поэтому я в своем докладе остановлюсь только на спенглиш на территории Южной Калифорнии так как он мне ближе я его использую в речи с друзьями с семьей так как являюсь резидентом штата Калифорния и в чем же все-таки особенность этого штата и почему в глазах много западных лингвистов устремлены именно на штат Калифорнию посмотрим статистику здесь представлены самые большие регионы по по США в которых проживают испаноговорящее население и на первом месте вы видите Лос-Анджелес Каунти Лос-Анджелес Каунти Калифорния почти 5 миллионов человек проживает в регионе Лос-Анджелес Каунти надо отметить что Лос-Анджелес Каунти граничит рядышком буквально делят границу Лос-Анджелес Каунти и Сан-Перран-Анджелес Каунти а здесь более миллиона соответственно прям по цепочке можно Сан-Перран-Анджелес Каунти граничит Сан-Перран-Анджелес Каунти здесь тоже более миллиона и Риверсайд Каунти это все рядышком они расположены все эти Каунти то есть вы можете представить только в одной Калифорнии сколько миллионов проживает испаноговорящих остальные если вы здесь просмотрите это в основном Техас Техас соответственно в Калифорнии проживают больше всего испаноговорящих чем в каком-либо другом штате вообще Калифорния самый большой штат поэтому испаноговорящих и границы с Мексикой которые я сейчас упомянула вам играют большую роль на проживание испаноговорящих в соответствии бюро переписи исследовательского центра ПИО населения США в 2019 году перевалило за отметку 60 миллионов испаноговорящих которые проживают на территории США а к 2000 ну конечно же большинство из них сразу говорится большинство из них это Калифорния Техас Флорида Иллинойс Нью-Йорк Нью-Мехико и Аризона от общего это одни Смешение Кодмиксинг смешение кодов использования небольших языковых компонентов и Дэвид Кристалл описывает например Спанглиш как смешение кодов которые происходят во взаимодействии двух языков то есть небольшие сегменты которые используются в приложении причем основу составляют один язык и это английский здесь приведены примеры что еще происходит калькирование слов как только что мы проследили во французском языке конечно же есть и в русском уже много этих слов но это не особенность языка спанглиш то есть здесь не идет речь только о калькировании слов или немножко видоизменений здесь полностью идет переключение кодов можно одно предложение сказать на одном языке другое предложение на втором или как правило как правило это пол предложения на одном пол предложения на другом или может быть четверть предложения на одном потом опять переходишь на испанский потом опять английский потом опять испанский то есть паттерна вот такие вот вариативность на различные может быть но калькирование слов и дематических выражений фраз из английского в испанский все переходит из английского в испанский, to call back, хотя в испанском есть devolver la Yamada. To stress, to give a chance, dar chance, причем употребляется это в трех вариантах Spanish. To shop, market, backyard, carpet, to text, выражение в английском просто interjection, когда что-то не нравится, например, то скажешь по в спанглашу это будет вакала. То есть здесь, например, я показала одно слово, где совершенно нет никакого калькирования соответствия английскому слову и совершенно полностью свое слово. Профессор Илон Ставенс является профессором Amherst College in Massachusetts. Он выпустил книгу, которая называется Spanglish и назвал Spanglish языком джаза только потому, с какой скоростью, легкостью, мелодичностью на нем говорят и происходит переключение или смешение кодов у носителей. И именно он, один из первых, я бы сказала, перевел первую часть Дон Кихота на спанглаш. Amherst College один из первых колледжей в США, который ввел в свою программу официально курс Spanglish. И в репутации высшего образования этот колледж имеет большое значение, он входит, в общем-то, считается очень элитным колледжем, это частный колледж. И, соответственно, поступить в него очень сложно и он славится своей очень сложной программой, академической программой. Ну и, конечно же, он, поскольку это частный колледж, то там обучение в районе в районе 55 тысяч в год. И, как и частный колледж, там все группы маленькие, обычно один преподаватель на семь студентов, в отличие от государственного колледжа, где там два раза больше. И в таком элитном колледже вводится курс Spanglish. Но это не единственный колледж, потому что на сегодняшний день более 40 колледж и университетов США включили свою образовательную программу курс Spanglish. И это согласно исследованию, которое было проведено в университете Нью-Мехико, в штате Нью-Мексики, США. В таких университетах, как, например, Сан-Мэри University в Сан-Антонио, Тексас или крупнейший университет в Калифорнии UCLA, где у них есть программа UCLA Chicano Studies Research Center и здесь включено Chicano Studies это именно так называют себя испанцы выходцы из Мексики. Поэтому определенно для них это слово Chicano Studies. И здесь тоже введено Spanglish, например, есть такой курс в этом университете, который проходят студенты. Он называется Talking to Street Spanish in Community. И где условия, помимо лекций, помимо семинаров, там у них минимум 10 часов, они должны провести на улице студенты латинского сообщества и выписывать фразы, выполнять задания предусмотренная программа, прислушиваться к этой речи Spanglish и ее анализировать. Заглянем немножко в школьное образование. Лиса Табаку, она является генеральным директором программ Ассоциации профессионального билингвизма обучения штата Калифорния, считает важным решением по развитию билингвальных программ в школе. Немножко сейчас оспяем в уши и уйду в билингвальный билингвизм. Дело в том, что в 2016 году штат Калифорния было предложено резидентам проголосовать за пропозицию 58, за которое было отдано 70% голосов этого штата. Я тоже голосовала за, чтобы ввели билингвальное образование. Причем билингвальное образование в школах с preschool до senior, до 12 класса. Таким образом было аннулировано пропозицию 227 с 1997 года, в котором жители на тот момент штата Калифорния голосовали как раз-таки за монолингвальное образование, где каждый родитель должен был подписать такое соглашение, что его ребенок будет только с English only instructions. И вот это пропозиция 58 в 2016 году, оно фактически аннулирует подписать вот это соглашение, что ребенок обязан только на английском языке проходить образование, а здесь дает право родителям на выбор билингвального образования. И надо отметить, это не только родителям иммигрантов дается, а это дается любому родителю, то есть, например, если он вырос в семье, как называемый, обычно всегда на анкете отмечаешь, кто у тебя родители, из какой принадлежности ты относишься, расовой принадлежности, если у тебя написано Caucasian, то есть оба родители белых, и они не говорят совершенно ни слова по-испански, ребенок полный имеет право также получить билингвальное образование, это все решает семья. Итак, билингвальное образование введено в 16-м году, и возникают мгновенные проблемы, это пересмотр состава учителей, и, конечно же, нехватка кадров, а именно преподаватели билингвов. Да, есть университеты, которые готовят именно преподаватели билингвов, например, университет штата University of College of Iowa, college, они готовят билингвалов, но их очень мало таких программ, и было принято решение, что 5 тысяч преподавателей билингвов вызывают из других штатов, а именно из Техаса, Аризоны, вызывают Лос-Анджелес, Фрезно, это очень густонаселение испаноговорячих районы, и даже из Мексики рекрутировали преподавателей. Поэтому на сегодняшний день особенно активно развивают программы Dual Language Learning, двоязычное образование, и в общем-то, которое уже дает хорошие результаты. Но я начала свою презентацию с показа границы иммиграционной обстановки в штате, и как она влияет на формирование языка, и подводя итоги, хотелось бы закончить моим личным видением, где будущее штата Калифорния. Вижу его, что оно будет строиться на двуязычье, особенно с введением билингвального образования, и вы в надежде, что будут balanced bilinguals, то есть балансированные билингвалы, которые совершенно свободно во всех сферах могут говорить на одном и на другом языке, переключаться, и также вижу его, конечно же, будущее штата многоязычия. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Какое лингвистическое материало. Спасибо большое. Так, наша аудитория, вопросы, вопросы, вопросы. Ну, пока народ думает, мне кажется, что спенглиш, конечно, несмотря на то, что его называют языком, его вряд ли можно назвать языком, ну, с точки зрения лингвистической такой, потому что язык обычно должен иметь много функций, функциональных стилей. И вот тот шаг, что профессор, о котором вы говорили, перевел на спенглиш, вы сказали... Дон Кихота, да. Это маленький-маленький шаг в сторону образования одного из функциональных стилей. Мне кажется, что гораздо более вероятно, ну, вот двуязычие, как вы сказали, оно, конечно, будет, может быть, развиваться, потому что американцы, ну, вообще американец, типичный, наверное, американец не особо заинтересован во владении другим языком, если он не живет в Южной Реформе, и это практически необходимо. Наверное, будет стоять вопрос когда-нибудь о придании испанскому языку официального статуса, ведь английский язык в настоящее время, насколько я помню, не имеет официального статуса. Совершенно верно. Да, нет официального языка. То есть, ну, как бы существует, существует, но уже появляются какие-то тенденции, какие-то моменты, которые говорят, что, может быть, ему нужно дать официальный статус, чтобы, ну, как бы сказать, оградить, сохранить свой язык. И мне кажется, что в конечном итоге, наверное, через какое-то время будет претендовать испанский язык. Да. Хотела бы добавить еще то, что он первый перевел Дон Кихота профессор Стеванс, но литература спанглиш существует и уже давно существовала, и в 40-х годах, и в 50-х много книг написаны литературы, жанр литературы спанглиш. Я читаю книги со многими студентами, я имею в виду в России, конечно же, но мы перечитали литературу спанглиш, это считается частью программы даже в школе ее прочитать, и, соответственно, эти книги, они есть, и просто мало о них, кто знает, что литература существует, и вот в этом университете, например, который показала UCLA, Chicago Studies, то есть там тоже эти книги используются, их можно в библиотеках найти и так далее. Не, но все равно язык науки как функциональный, там очень много литературный, национальный язык, он должен иметь много. Да, да. Так, я, спасибо вам огромное. Можно вопрос? Да, конечно. Марина Игоревна, я правильно понимаю, что в Стэнглэйш относятся к варианту английского, или все же это вариант испанского? Нет, это не вариант ни того, ни того. Вы знаете, поскольку здесь идет в английский встраивается испанский, или от английского меняется слово, испанское слово на английский лад, то, конечно же, здесь большое внимание уделяется английскому языку, но это не всегда так, потому что, как я уже сказала, мы можем перевести, сказать фразу какой-то четверть по-английски, четверть по-испански, четверть опять по-английски, четверть по-испански, все это в разных долях. Нет фиксированных правил, есть правила, безусловно, потому что нельзя все мешать, но это как бы такие правила, которые учатся рефлективно, то есть, если вы дадите какое-то предложение, перемешав, например, слова, да, то я сразу скажу, это не спанглыш, это совершенно просто набор какой-то слов, хотя фраза имеет значение, есть свои правила употребления, упрощенная грамматика есть также, безусловно, и филистика. Ну, то есть, он более-менее кодифицирован, стандартизирован, есть. Да, то есть, все подряд я не могу говорить, нет, совершенно не так. я разрешиваю, статус языка, конечно, нет литературного. Если позвольте, еще один вопрос, когда проводится перепись населения в США, да, мы знаем, что там очень много вариантов самоидентификации, и мы видим в этих опросных листах варианты, один себя именует чекану, другой хистаник, третий латино, кто-то кьюбан-американ, кто-то мексикан-американ. Скажите, пожалуйста, это культурная самоидентификация, или язык имеет свое отражение в этом? Я считаю, кто как себя чувствует, даже если, например, человек, родившийся на территории США, и его заполняем и отмечаем, то они в основном мексиканцы и мексиканские испанцы, хотя они американцы, они всегда себя поставят чеканом, то есть они себя именно к этой культуре приравниют, они чувствуют как частью этой культуры, наверное, вот этот вот спенглиш, они говорят, что идет оттуда из-за того, что мы хотим чувствовать что-то, что связь с культурой у нас не прервана, с нашей культурой, с нашими предками. Да, и кубинцы, американцы, они себя по-другому отметят, но все равно ты можешь себя не причислять к этим категориям, а можешь галочкой то это все включает в себя и Эквадор, и Гватемала, и там уже, если ты не хочешь себя конкретно в какой-то культуре себя, то, пожалуйста, вот вам hispanics и отмечается тогда hispanics. Но разницы в языке не наблюдают с такой резкой. Нельзя сказать, это говорит hispanic или latino? Нет, в принципе, для нас все это латино, hispanic это одинаково. Если разрешите небольшой комментарий. Меня слышно? Да. К предыдущему, спасибо огромное за интересный доклад. Хотела просто сделать небольшое добавление к предыдущему обсуждению, поскольку не успела вовремя подключиться в него. Вот по поводу того, все-таки относится ли это к вариантам французского или испанского и так далее. Здесь действительно общего мнения нет. Это вообще вопрос в лингвистике нерешенный. Но я бы сейчас сходу предложила бы опираться на классификацию ауру, на такую скажем ауру классическую классическую классификацию, в которой предлагается три типа вот этих кодовых смешений. Первое это переключение кодов когда отдельные вставки. Я вот скоро буду об этом говорить в своем докладе. Это самый легкий такой тип смешения. Второе действительно переключение кодов, то есть смешение кодов, когда вот как вы говорите можно вставлять некоторые части фраз, можно вставлять переключаться с основой языка на другой в границах одного приложения или в границах нескольких приложений и так далее. А вот мне, как мне кажется, хотя я, конечно же, не владею вашим материалом, но вот так работая с разными вариантами и переключениями кодов, мне кажется, что вообще классически это относит к смешанным языкам, это фьюз лакс, то есть это особый идиом, то есть это нельзя назвать отдельным языком, но это такой особый смешанный язык, до такой степени смешения дошло очень много языков, но есть еще, наоборот, немного языков, но есть допустим Хевлиш, который с иброй англий, иврит и английский, я не то и так далее, то есть есть, с французским, кстати говоря, такой степени смешения нет, у нас начиналась сразу пидженизация и к реализации, и вот такая форма языка не застревала в смешанном состоянии, остановилась, уже находила своих носителей, которые говорили только на нем как на родном, и вот этот этап, вот этот фьюз лакс, вообще-то довольно интересно, значит, что вот именно в этом состоянии возникло. Еще, если можно, маленький вопрос, вы сказали о том, что носители вот этого спэнглиш прекрасно владеют обоими языками, вот скажите мне, так вот, как бы, как из-за инсайда, вот, они могут долго говорить на каком-то из этих языков, вот из-за там, целый день только на английском, и только на... Вот мне хочется понять, фактически, вот они готовы к этому, или это уже такая смесь, что уже... Вот мне было это интересно. Начнем с того, что спэнглиш распространен в основном дома, разговаривают в семье спэнглиш с друзьями, в школах, в колледжах, и, в принципе, спэнглиш характеризуют это для тех, это первое поколение мигрантов, то есть они приезжают, они условно до семи лет говорили только на испанском, в семье, до шести, потом попадают в школу и начинают говорить на английском, и, соответственно, уже доходя, ну, условно, выходя из школы, или там high school, они совершенно спокойно говорят все по-английски, потому что их академический английский, разговорный английский, и любой, поскольку проживает в стране, и также говорят по-испански, потому что все семьи, особенно, которые приехали из Мексики, они не овладеют английским языком, совершенно, и неважно, сколько лет ты проживаешь в Калифорнии, один из тех примеров, моя судьба, которая прожила почти 40 лет в Калифорнии, она не говорила, она не заговорила по-английски, это принцип, принцип семьи, что они не хотят говорить, у них есть свои комьюнити, у нее свои братья 10 братьев и сестер, которые туда же переехали, и они общаются всеми, и говорят о них только на испанском, только на испанском, ни слова, и единственное, что она еще могла употреблять в Span English, вот переход у нее не дошел до английского языка, но у нее произошла транзиция в Span English, что это как бы он посерединке, и она употребляла очень много слов из Span English, то есть они модифицированные эти слова были, но английского она так и не выучила. Спасибо. Можно еще один вопрос? Да, вот уже. Да, конечно. Говоря о билингвизме в Калифорнии, видите ли вы какие-то отрицательные стороны этого явления, недостатки? Например, как это отражается на словарном запасе детей? Не получается ли так, что если они начинают говорить на Span English, то они теряют вокабулярии и там, и там, то есть они вместо того, чтобы подыскать или выучить, узнать какую-то языковую единицу, они просто с легкостью перескакивают, меняют код, и берут языковую единицу из другого языка вместо того, чтобы нарастить свой вокабуляр. Понимаете, дело в том, что они не будут говорить со Span English с учителем в школе, поэтому этот вокабуляр, который они знают, с каким, скажем так, сегментом населения разговаривать на Span English и с кем с ним говорить или нет, или они встречаются с кем-то, который вообще не владеет испанским языком. Это понятно, я не буду говорить на английском. А вот не Spanish, а вот во владении двумя языками. Например, билинг вы начинают позже говорить, да, дети, это общеизвестный факт. У них более, ну, как бы, у них ограниченный словарный запас, так или иначе, это не то, что один плюс один равно два, это все равно... Смотря какой билинг и с какого возраста. Начнем с того, есть, которые приехали условно в семь лет, действительно, и восемь лет, есть, которые родились и с момента рождения, меня в семье говорили, как у моей семьи, мои дети, это не одна, а вторая такого не случилось с ней, потому что отец не был испаноговорящим, а вот первая, да, первая заговорила с первого дня на двух языках, на испанском и на английском. А в семье мешаем, он говорит на испанском, на английском, и я постоянно на испанском, на английском, и ребенок растет в семье уже 50 на 50, то есть, а уже, выходя за рамки, в каком районе ты живешь, в этом районе, вот пересекаешь в этом районе, только говорить по-испански, вот эти, и какой-то город, соседний город только говорит на английском, следующий город говорит только на испанском, в этом можно пополам говорить. И вот уже ты знаешь прекрасно все эти города и районы, и где бы ты ни находился, в магазине или на заправке, общаешься ты с людьми и спрашиваешь, как проехать или еще, когда не было этих карт, то ты знаешь, на каком языке говорить. Называется пригласи, такая типичная, когда человек знает, с кем можно говорить, на каком языке. Огромное спасибо вам. Спасибо. Так, следующее. Курбанова, Игнатова, Камила Искандеровна. Ильютка. Курбанова Ильютка. Ильютка, да, извините меня. Доцент кафедры французского языкознания филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Альма-Матер моя. Так, и очень интересная тема. Может быть, вы ее сами назовете? Хорошо. Сейчас, одну секундочку, у меня главное... Я даже посмотрела на карте. Это маленькая Вальдаста. Вальдаоста. Вальдаоста. Ну, я поэтому вас попросила. Да-да-да, Вальдаоста. Сейчас, одну секунду, у меня как-то... контактные явления во французском языке вот этого маленького региона. Совершенно верно. Спасибо большое. Благодарю за возможность выступить и представить результаты своего исследования. Благодарю предыдущих выступающих и будущих сегодняшних наших спикеров. Я буду рассказывать действительно о таком маленьком регионе Италии, который называется Вальдаоста. Наверное, покажу его на карте. Да, если хотите, можно запустить... Сейчас, сейчас, слайд-шоу. Так будет виднее. Это... Речь идет об одном из пяти автономных регионов Италии. Я, наверное, должна буду сказать все-таки несколько общих слов, если кто-то не слышал мои предыдущие выступления. Так что какие-то общие моменты, извините, если я повторюсь и кто-то меня этот момент уже слышит. Один из пяти автономных регионов Италии, вот они красные выделены на карте. Здесь у нас на северо-западе Италии находится одна из самых маленьких провинций, правильно сказать, автономный регион Вальдаоста. Чтобы вы себе представляли, население этого региона составляет 127 тысяч человек. То есть это, ну, не знаю, в сравнении с 10-миллионной Москвой, например, это прямо совсем кроха. Территория 3262 квадратных километра. Ну, в общем, это чуть больше Москвы и Новой Москвы. Но это не умаляет тех языковых интересных моментов, которые связаны с Вальдаостой. Исторически этот регион относился к Савой. Именно это определило, ну, я не говорю о романизации, да, естественно. Значит, вот, скорее, то есть это был такой регион-мост между франкофонным миром и италофонным миром. И долгое время, до середины 19-го века, Вальдаоста относилась к Савой. Таким образом, ее судьба была определена в сторону французского языка. Там довольно быстро, кстати, практически вот через 1539-м году Франциск первый своим Орданас объявил о том, что французский язык официально, ну, там было, естественно, сказано о судопроизводстве в первую очередь, но неважно, это первый документ официально, значит, закрепляющий статус за французским языком после латыни, когда позволили писать на французском. Вот, в Альдаосте это было произошло в 561-м году. Это относительно быстро, постановление с другими франкофонными регионами. Как только в 1961-м году Альдаоста попала под влияние, то есть вошла в состав, по сути дела, Италии, тогда еще разрозненного государства, вот, начались гонения на французский язык. И борьба шла очень активная. Это целая отдельная тема, я ее просто обозначу тем, что закончилась эта борьба в 1948-м году, в году подписанием специального статута в Альдаосте, статута спецэля в Альдаосте, в котором был закреплен соофициальный характер языков. То есть и французский, и итальянский являются двумя официальными языками и так далее. Как вы видите, обратно к единому французскому языку, как мы сегодня вспоминали об этом, говорили, в Екебеке не произошло, но даже достижение вот этого паритета уже было огромной победой. Что касается языковой ситуации, это тоже, конечно, огромная тема описания общей языковой ситуации. Я дам только некоторые данные. Значит, по сути дела, говорят там как минимум на трех языках, и большинство вальдостанцев они либо би, либо три лингвы, в отличие от Швейцарии, в которой каждый кантон имеет свой язык, и у них один родной язык, как правило, она не учит все остальные в школе, то вот здесь каждый вальдостанец владеет как минимум итальянским, французским или франко-провансальским. Официальные языки, я как уже сказала, итальянские и французские. Значит, что касается объективных данных, ну, я буду говорить о своих исследованиях, но, естественно, социологические такие опросы массивные проводятся не так часто. Значит, вот опрос, на котором мы еще долго будем опираться, это перепись фонда Эмили Шану 2001-2002 года, который был таким совершенно открытием, поскольку не проводилась перепись населения с 19 века, и вот в начале 21-го была проведена эта перепись с разными языковыми вопросами, там есть большой материал на этот счет, в которой открыли, подтвердили, что основным языком все равно является итальянский. на французском доминантный язык, 95% населения владеет в устной форме, 58% владеет французским, 67% владеет французским, смотрите, какой здесь расклад, 45% устно, только 7% письменных, это язык как раз то, о чем мы сегодня тоже говорили, язык бытового общения, среди своих, тут явная деглосная ситуация, может быть, даже и триглосная в некоторых ситуациях, если речь идет и носитель трех языков, вот фрага православский хоть и имеет свою литературную традицию и носителей, и бытовой речи, возможно, используется больше даже, чем французский в бытовом смысле, но, тем не менее, никогда не был официальным языком, никогда не выходил на эти позиции, не имеет вот некоторых таких разработанных стилей, как академическое письмо, там, научный стиль и так далее, и так далее. Это в основном язык устного общения. Значит, чуть более свежие данные у итальянского института статистики, который говорит о том, что вот они проводили, естественно, их основной интерес состоял в изучении носителей итальянского языка, и там был основной расклад итальянский, итальяно-стандарт или диалекта. Но, что касается французского, тоже были, значит, был такой вопрос. Мы знаем о том, что итальянским, по их данным, в 2015 итальянский власти 94% жителей Вальдаоста, французский 83% жителей в разной степени. Там была такая шкала четырехступенчатая. Про французский, к сожалению, нет ни слова, поскольку это не диалект итальянского, это не диалект французского, это отдельный язык, и, соответственно, вот он не попал, к сожалению. То есть, есть такие вот данные более свежие, но не совсем полные в нашем случае. Интересно для меня эти данные по всей Италии для сравнения были тем, что я еще раз убедилась в том, что Вальдаоста вот из всех автономных регионов, в каждом из которых есть обязательно второй, третий, четвертый официальный язык, это самая насыщенная билинговыми страна, то есть там самое большое количество стран, в смысле регионов, там самый большой билингов на самом деле три лингов. Что касается французского языка Вальдаоста, собственно говоря, я, как представитель кафедры французского языка знаний, конечно, занялась Вальдаостой в аспекте изучения французского языка Вальдаоста. Здесь можно констатировать ситуацию стабильного двуязычия, такого уже много, с 19 века, уже двухвекового. Речь идет о контакте близкородственных языков, это тоже важно, это все романские языки, группа западно-романских языков, и, конечно, вот этот контакт, как всегда, является условием, идеальным условием взаимовлияния языковых систем. Значит, глобально я изучаю, занимаюсь французским языком Вальдаоста как вариантом французского языка и таким образом всегда вынуждена сопоставлять значит, французский как бы скажем так, стандартный французский, коим является французский не всей Франции, а только Игорь Франц, как известно, с французским Вальдаоста и вот на этом сопоставлении и также сопоставляя французский Вальдаоста с другими, иногда это полезно, с другими вариантами французского языка, вот описываю, занимаюсь его описанием. На самом деле, значит, почему я стала говорить о разных вариантах? Ну, как вы знаете, собрано на сегодняшний день уже огромное количество словарей, сборников, разных регионализмов, скажем так. Но я перечисляю здесь самое известное, например, что касается швейцарского, французского, вот это нужно писать и нужно ли сравнить с французским и французским, но вот один из самых известных, это ну и так далее. Много, вот этот, по крайней мере, словарь около восьми переизданий уже пережил. Что касается французского в Бельгии, то это в первой, конечно, очередь, ну и другие разные словари, тут тоже целая история, по каждой стране можно рассказывать много и много написано, на самом деле. Есть такие общие сборники. Глобально, почему я об этом говорю? Я хотел бы просто еще раз напомнить о том, что вот в традиции описания вариантов французского языка принято значит, включать устоявшиеся заимствования, устоявшиеся какие-то регионализмы, в основном это заимствования, ну и не только, естественно, бывают эти организмы и какие-то новообразования. К примеру, вот как описываются такие слова. Ранверсей, известный, значит, известный вот вариант гельветизм слова из швейцарского французского, да, это кофе с молоком, кафеоли, и его описание, да, откуда вообще, однословно, перевернутый, то есть, как будто бы перевернутый, да, есть много шуток по этому поводу во Франции, почему перевернутый называется, перевернутый кофе, а не кофе с молоком. Это калька, это калька вот от этой немецкой лексемы, от этого выражения, буквально в немецком это перевернутый неправильно. Значит, что касается истории описания французского языка в Альдаосте, на самом деле этот регион был отчасти забыт, в том смысле, что очень много работ в мире, не только в странах, в Канаде, в Швейцарии, в Бельгии, очень много работ по разным аспектам, не только лексическим, очень есть большой проект фонетический, сейчас разрабатывается по произношению, произносительным нормам в каждом из вариантов, но вот если взглянуть в базы данных в Альдаосте, в них почти всегда отсутствует. Даже в данных ОЕФ, Международной Организации Франкофонии, иногда фигурируют вот эти 80-90 тысяч франкофонов, иногда нет. По описанию, на самом деле, тут практически у меня карт-бланш, передо мной был Жан-Пьер Мартин, который написал хорошую работу, диссертацию защитил по французскому взглядовольствию, но это, как видите, были 80-е годы. После этого были только отдельные какие-то разрозненные сведения, кое-что было, но вот такого полного описания на данный момент пока нет. Значит, что касается вальдоставских регионализмов, я не буду здесь останавливаться подробно, потому что я об этом уже писала и не хочется повторяться, но я должна, говоря о контактных явлениях, я просто обязана сказать о том, что, конечно, контакт идет с итальянским и франко-провансальским, как вы догадываетесь. Есть различные типы заимствований, ну, например, здесь привожу Горжей из франко-провансальского, значит, Вообще, конечно, Горжей фор должен был быть инфинитивной конструкцией, но неважно, вот такой был зафиксирован Шунел и Ватран, вот такой зафиксировали пример. Италианизмы тоже самые разные, конечно, они проникают, потому что все-таки в судопроизводстве итальянский имеет первостепенную роль, административные единицы тоже, как правило, это некий перевод или кальки с итальянского языка, сколько все равно они живут в рамках Италии. Вот, например, итальянские асессоры и джунта используются, это уже, так называемые тотализмы, уже принятые заимствования, асессор и жант, что они значают советник член исполнительного комитета в Вальдаосе и жант, орган исполнительной власти регионального совета. Но суть в том, что во французском уже были эти слова, и значит, они совсем другое, асессоры и хунта и такие, такого рода можно называть семантической калькой, семантическим заимствованием, кто в какой парадигме привык работать. Такого разного, разного характера есть заимствования. Но мне хотелось бы на самом деле рассказать не, собственно, о заимствованиях. Я проводила с 2015 года ежегодные полевые исследования в Вальдаосте. Значит, в основном я использую, то есть, в первую очередь это были лексические исследования, потом немного фонетики в последний, вот последний раз получилось лично туда попасть вот уже только в 19-м году, в 20-е, казалось, провальным, неизвестно, что с 21-м будет, конечно. Пока только дистанционно получается работать с респондентами, но я всегда следовала такой схеме. Я стараюсь набирать представителей из разных, из разных категорий, как минимум из трех, с разного уровня образования, разным социальным положением, и это, конечно, речь о коренных вальдоостанцах. Такой устав у нас вот по проекту ПФС, например, который дает образец анкета, но они занимаются исключительно фонетикой, но вот как бы по набору информантов я следую их рекомендациям. Что касается, значит, вот тех результатов, которые я сегодня хочу представить, здесь у меня 51 информант, на самом деле их было в целом больше, но не все подходит именно под то, что я хочу рассказать сегодня, как бы не все давали интервью устные, например. Значит, здесь я работаю только с устной речью, сколько в Писенном мы этого не найдем, и в основном это жизнеописание, то есть вот рассказы, интервью, рассказы о жизни, если мне везло, то, значит, это была сначала свободная дискуссия между двумя или тремя вальдоостанцами. Что интересно, что, как я уже начинала, как бы развлекалась уже об этом, как правило, в региональных вариантах принято описывать устоявшиеся моменты, устоявшиеся единицы. Так вот, в альдоостанском и французском я осталась с тем, как раз вот с этим смешением, или мы сейчас поговорим об этом, кодов, с такими вставками, разными иноязычными вставками, в основном из сталинского языка. Вот я привожу вам пример скрипта, который я сама делала по интервью с одной из респонденток. Она родилась в Ауосте, ей 57 лет, это женщина, и основной язык у нее франко-французский. Это шифр, который дала всем респондентам. Вот такие ассессора мы с вами уже видели. Это статализм, принятый уже в альдоостанский регионализм. В АБ, как его интерпретировать? И, что интересно, все, что было описано до, вот о таких вещах как бы умалчивалось, это никак не оговаривается, как будто этого нет. Но вот мне для чистоты эксперимента хотелось это описать, я как раз углубилась вот в эту проблематику смешений. Они, как видите, разные. Здесь у меня вставка такого вводного слова, как «ну хорошо». А вот «респейт А» гораздо более каверзной вставке, которая на самом деле не слышно уху сразу, поскольку это кажется, произносится как бы «ала францезе», кажется французским словом, на самом деле это калька от итальянского выражения «респейтто А». По-французски вот это более такие изощренные вставки. Значит, как это называть? Тут действительно огромная литература, споры научные, как это интерпретировать. Мне кажется, вот я даже даю здесь некоторые цитаты из словаря социолингвистических терминов, но поскольку я делаю презентацию на русском, я даю отсюда. Самое много англоязычных, конечно, в первую очередь англоязычная литература на эту тему. Это вообще разрабатывали в основном англосаксы, Мейскин, Ауэр и так далее. Значит, глобально, вот если мы так подведем итог для себя, рабочее определение, скажем так, заимствование характеризуется освоенностью, как правило, это уже произносено в адаптированном осеверенном виде, регулярность произношения тех или иных ликсем и, они могут быть характерны, то есть заимствование знает и монолингов, и также ибелингов. Смешение кодов подразумевает, вот, значит, здесь, да, мотивированный или немотивированный характер и свой, может быть, свойственно билингва. Пример классический, который качует из ряда, значит, из одной работы в другую, рестоматийный. Омафа, сказал он, завтра все видно на поле сражения. Из Льва Толстого без конца даются примеры, естественно, это классика, и там это зафиксировано на письме, что вот редко бывают эти коды смешения, редко введены на письме. Переключение кодов, я не совсем согласна с этим определением, можно по-разному интерпретировать, конечно, значит, мотивированность, говорится то, что переключение кодов свойственно только билингвам. Ну, наш пример из Толстого, он тоже был произнесен по задумке билингвам, но переключением кодов здесь предлагается говорить, значит, обозначать вот такие целые, когда не целые куски, да, а все-таки, когда грамматическая структура подчиняет под себя грамматическую структуру вот этого языка, откуда и происходит инкорпорация. О границах, о том, как это называть, очень есть разные представления, но вот говорят о том, что можно это все называть ПК, смешением кодов, можно говорить о межсинтенциональном внутрисинтенции, то есть внутри фразы, между фраз делить на такие куски, внутри фразы, есть ли членение, или это отдельная тема на таком языке, другая тема на другом языке, или это одна фраза на одном, другая на другом, внутри слова может быть смешение и так далее. Но, так или иначе, под ПК в широком смысле понимает переход с одного языка на другой в рамках одного коммуникативного акта. И в моем случае с фальдостанцами матричным языком остается, естественно, французский и включенным языком итальянский, реже франко-провансанский. То, что было на данный момент зафиксировано, это краткие вставки. Это такие отдельные вставки, слова, или это могут быть теговые моменты, или это могут быть тег questions, разделительные вопросы, либо какие-то вводные слова. То есть, как вы понимаете, такая вот отдельная единица, которую легко вставить, это даже не существительное. Может быть и существительное, отдельное, без прилагательного, но уже идет на французском. Здесь явно носитель ищет слово французское, но здесь речь идет, как вы видите, о носительнице и в первую очередь итальянского языка. Значит, я предлагаю называть это скрытым смешением кодов, особенно в том случае, когда это не отдельное слово, когда оно уже грамматически вписалось в язык. Но оно неустойчивое, то есть, вот раз от разу не повторяющееся. Они могут быть разные, могут быть лексико-семантические сдвиги. Je me suis de dieu patois. В французском должно быть je me suis consacré. Здесь от итальянского mission de dedicato a, то есть dedicarsi a. Глагол хотя есть, значит, и во французском Франции такие сдвиги, но там они идут уже от английского. Морфологические смешения, да, есть французское quotidien, они используют quotidienité, от итальянского quotidienita. Да, вот у нас морфология чуть-чуть пострадала. Синтаксические смешения, да, используется другой, несовоственно французскому стандартному предлогу. Je vais je par la Russie, да, от явно калька, от итальянского, с итальянским синтаксисом o viaggiato per la Russie. Опа, pardon. Я подхожу к завершению своего доклада. Конечно, надо еще, надо этим, это предварительно, скажешь так, результаты. Я еще не смогла обработать весь корпус записей, которые многочасовой, которые у меня есть. Но функционально мне бы хотелось все-таки сказать, для чего и почему все-таки так происходит. Первая функция, конечно, в случае нехватки языковых средств в процессе коммуникации. Или в момент есть непереводимости некоторых фиксических единиц, да, как некоторые в это вносят, да, смысл. Какой? Ну вот, например, металингвистическая функция, когда говорят, здесь живут Val d'Otan и Val d'Ostani. И вот под этим Val d'Ostani подразумевается, да, такая вставка, у меня был зафиксирован такой пример, некая негативная такая оценка того, что не владеет или недостаточной степени владеет французским языком. Здесь можно говорить о функции этнического или социального маркера, да, вот это свое многоязычие они, в общем-то, любят подчеркивать. Ну, возможно, проявление, значит, функция проявления разносторонней личности, да, с целью впечатлить. Но это как раз обычно с другой стороны, когда основной язык итальянский, некоторые слова делают, делаются ставкой на французском. Например, любимое слово noblesse, да, вот оно, они любят его обращать именно по-французски, даже если они говорят на итальянском. Ну, и глобальные выводы на сегодняшний момент у меня такие. Вот эти разные контактные явления, о которых мы сегодня говорили в альдостаточном варианте французского языка, связанные с массовым двуязычием. Насколько массовое двуязычие, трехязычие подразумевает в любом случае некое смешение. Во-вторых, со статусом французского языка все-таки как второго. Я об этом сегодня не распространялась, но я об этом писала. Я, вот, защищаю этот пункт, что для большинства это французский второй, неродной, это особый статус, да, французский ланголдер, в сложившейся языковой ирархии. Использование на язычных включении в собранном корпусе спонтанной речи имеет как мотивированный, так и немотивированный характер. То есть можно как основать, так и неотносительно. Это важно, поскольку некоторые лингвисты, в зависимости от этого, называют это смешением или переключением. Помимо устоявшихся регионализмов заистов, мне хотелось бы вот на этом заострить внимание, которые классически выделяются в работах по региональным вариантам, в нашем материале был зафиксирован ряд скрытых или явных кодовых смешений. Все-таки это не заистов, это кодовые смешения в речи в бедоистанских фаркафонов. И для объективного описания французского языка в альдоосте, как мне кажется, совершенно необходимо учитывать не только традиционно выделяемые региональные особенности, но и факт существования нерегулярных таких кодовых смешений в спонтанной речи. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Да, я когда вы начали говорить, я вспомнила ваше выступление. Я еще тогда была поражена, что вы полевые исследования делаете. Спасибо. Спасибо. Мне приятно. Да, я вспомнила. Так, какие вопросы? Так, пожалуйста. Кто-то поднимал руку, я видела. Микрофон Камилы Искантеровны. Спасибо огромное. Безусловно. Соответственно, одна мысль просто в подкреплении, наверное, ваших выводов и один вопрос. Но опять же, я понимаю, что это немножко за рамками доклада. Может быть, вы специально сегодня, ну скажем так, представляли свое исследование, базирующиеся на части аудиоматериала. Окей? Вот насчет немотивированного характера заимствований. Мотивировать использование какого-то предлога и служебных частей речи – это суперсложно. Конечно. Как бы подумать о том, какой предлог использовать, или даже вот вставки типа «Вабе, вабой» и так далее. Ну просто я за юг Италии, поэтому у меня баба… Мотивировать маленькую или какое-то существительное. Существительное можно мотивировать, конечно. Да, можно мотивировать вот эти, ну скажем, вставки для колорита, какие-то полуфразы. Как я говорила, для того, чтобы повлиять как-то на аудиторию. Да, да. Идентифицировать себя с аудиторией. Мотивированность очень большая, там много случаев разных. А вот со служебными частей речи, конечно, это только если это на подкорке у тебя там предлог, условно говоря. Ну, предлог, естественно. И вопрос вот такой. Они, я имею в виду, в альдостанции, ну как-то, скорее всего, есть у них, ну скажем так, активисты языковые, которые будут там в интернете что-то писать, публиковать материалы и так далее. Насколько принято писать на в альдостанском? Вот сам корпус диалектальных материалов в сети, он, ну как бы, понятно, в числе публикаций это сложно сказать, но используют ли они вот эту площадку для того, чтобы продвигать нисколько статус, да, ну как бы, понятно, это функционально очень ограниченная сфера использования, ну скажем, языковой разновидности домашней, да. Вот, насколько это используется в интернете и в каких, может быть, опять же, доменах? Спасибо, спасибо за вопрос. Значит, отвечая на первую часть по поводу предлогов, значит, почему я все-таки настаиваю на том, что это некое смешение или вставка? Понятно, что на парковке здесь речь не о мотивированности или немотивированности, а о том, что я считаю, что это не нужно считать ошибкой, понимаете? Вот, знаете, вот основная масса исследований настроена на то, что это ошибка, это неправильно, да, вот такое устаревшее представление, когда мы говорим о франкофонии и вот о неком принятии этих регионализмов, вот это был основной момент, что касается предлогов, да, вот их, здесь даже вопрос немотивированности, конечно, это происходит непроизвольная вставка, это абсолютно непроизвольная и поэтому немотивированная. Что касается мотивированных, то, ну, тут отдельно, конечно, примеры приводить, они, как я вам сказала, вот известны много раз попадавшие мне, но блес и так далее, то есть я не разделяла это по частям речи, но, может быть, об этом можно подумать, вот сказать про то, что предлоги не могут быть мотивированы в принципе, ну, да, это логично, это можно об этом сказать, спасибо, может быть, надо подумать еще на эту тему. Ну, что касается, значит, сетей, с сетями все гораздо хуже, отдельно я этим не занималась, может быть, стоит, но дело в том, что, значит, я не рассказала о том, в каких сферах, в принципе, используют дастанский француз. Дело в том, что они в сетях в основном списываются на итальянском, поэтому мне выловить в письменной речи, вот это очень сложно, то есть это выскакивает вообще, французский в бытовом смысле используется крайне редко, как я вам сказала, уже в основном, чем итальянский перекрыл все, и французский, и франко-провансальский, поскольку он стал неким лингвофранком. У них с франко-провансальским тоже большие проблемы были в том смысле, что очень много диалектов, вот эта вот маленькая вальдооста, о которой я рассказывала, делится на верхнюю и нижнюю вальдоосту, и если в одной семье, оказывается, вы достанете из верхней или нижней, они говорят на разных патуа, на разных вариантов патуа, как вот лингвони функционируют у них, как вот название франко-провансальского. Значит, вот на разных патуа они прекращают говорить на франко-провансальском, и все переходят на итальянский. И это также делается, не признавались многие респонденты в том, что они это делают специально для своих детей, для того, чтобы они лучше, им было легче учиться в школе, поскольку они сами страдали, будучи, значит, патвазом, будучи носителями франко-провансальского. Значит, я попробую, конечно, этим как-то заняться, но боюсь, что перспективы довольно, в общем, нерадужны в этом смысле, потому что пишут, значит, на итальянском некоторые, ну, такие есть прям личная переписка, они говорят о том, что они, но это не на сайтах, а вот между собой по телефону некоторые семьи специально, понимаете, вот для того, чтобы люди говорили, списывались на французском языке, это должен быть некий такое, ну, семейное решение, да, есть семьи, в которых так принято, но это совершенно не значит, что они это делают в интернете, да, они, например, есть семьи, в которых говорят на итальянском, значит, или, допустим, наоборот, говорят на франко-провансальском, списываются на французском, а итальянские, пожалуйста, в школе, как только вышли на улице, где угодно, для того, они действительно, они со сознанием дела пытаются сохранить, да, свой язык, особенно вот те, кто носит для франко-провансальского, вот, значит, я специально не смотрела, но вот, судя по всему, мало, и мало того я могу сказать, по моему опыту, допустим, публикации в Альдаосте, что они делают, они пишут на французском, и там может закраситься какие-то известные вещи, например, они там, не знаю, в 90-е говорят не 4-20-10, а говорят, как в Швейцарии там, или в Бельгии там, есть специально выбирающий франкофон, который это все вычищает перед публикацией, поэтому найти это в письме речи, это очень, это было в основном бустное, причем бустное даже, даже в таких, ну, не знаю, в заседаниях, в правительстве, там, известная ошибка, но, значит, но и коню, там было, но ми конюми, вот, такие вещи, как бы, вот, явно калька такая, случайная произошла, ну, вот, боюсь, что мой корпус, он будет все равно в основном устный, что на письме это выловить очень сложно, кроме вот принятых статализмов, которые можно еще раз заново перечислить, кстати, нет ни одного словаря, в котором это было бы написано, какие из них приняты, каких нет, единственное, есть некий список, опубликованный вот Мартеном, о котором я говорила, кто писал диссертацию на этот счет, но вот он такой вот, это даже не называется словарем, это просто вот такая небольшая книжечка, сборничек, вот, можно этим попробовать заняться, ну, или пытаться, я прошу прощения, повсюду меня отвлекает, прошу прощения, значит, вот, вот такие вот, перспективы такие, надеюсь, что я смогла ответить на ваш вопрос, пока так. Спасибо большое, Камила Искандерна, у меня вот такой небольшой комментарий, и вопрос, значит, комментарий по поводу политического, по поводу мотивированного употребления преглогов, в Украине, на Украине, да, в общем, до партии, например, смеяться с кого-то, то есть мне кажется, что не всегда только контакт, как бы, украинского и русского языка, я думаю, что, если вот поизучать, с точки зрения, вот, каких-то заявлений, то там вот очень много можно будет всего найти. А что касается вопроса, это, как я понимаю, не непосредственный вопрос вашего исследования, но очень интересный. Вот касательно французского, кто все-таки координирует какую-то деятельность, я надеюсь, которая существует, по его защите, потому что, насколько я понимаю, у этого языка не так все хорошо. То есть французы, ну, в какой-то степени, там, он в ходу в Бургонде, во французских Альбах и так далее. То есть как вот эта деятельность координируется между французскими и итальянскими органами государственной власти, кто имеет какой-то, может быть, ведущий характер в данном случае, и как они это выполняют. Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Да, ну, с вашего примера я абсолютно согласна, когда, но, кстати, иногда люди это используют немотивированно, смеяться с кого-то, не знаю, к сожалению или к счастью, но периодически мы это слышим, и я вижу, что человек это делает непроизвольно, и не вкладывает в это ничего. То есть для меня это, конечно, некий сигнал, но, скажем так, для говорящей, возможно, это немотивировано. А кто-то, наоборот, специально, как-то нарочито, как сейчас, значит, например, по телевизору, как мы знаем, пытаться внедрить нам новое в Украине. Ну, неважно. Значит, действительно, получается, что с прилогами тоже абсолютно возможно. Что касается, значит, языковое регулирование в Альдаосте. Вы знаете, не так плохо. То есть, скажем, у франко-провансальского в Альдаосте по сравнению с другими ареалами, где он распространен, а это частично в Швейцарии, частично во Франции, положение в франко-провансальском в Альдаосте самое лучшее и самое стабильное. Не знаю, насколько это специально, но, скажем так, во Франции вообще все региональные языки изгонялись давно и, значит, планомерно централизовано. В Швейцарии меньше, а в Альдаосте жутко, жутко, значит, гонения были вплоть до, ну, как вы знаете, всякие истории, наверное, когда вешается колокольчик на шею тому, кто провинился и в школе сказал, значит, вот слово, но это я не говорю не про 21 век, конечно, а до середины 20-го. Значит, вешается колокольчик, и надо для того, чтобы избавиться от этого вот колокольчика ужасного, надо было сдать того, кого вы слышали, сказавшему что-то на патуа, ну и так далее. То есть жуткие были гонения, но, значит, сейчас франко-провансальский, возможно, даже поддерживается энтузиастами больше, чем французский, как бы это ни было странно, как бы это ничего странно. Они вот в последнее время, ну, как вы знаете, везде в Европе стали хвататься за монетаритарные языки, это стало модно, вдруг стало очень модно быть носителем какого-нибудь малого языка, и они стали получать хорошее финансирование. Единственный центр по изучению франко-провансальского языка, который называется по имени его основателя, находится в Вальдаосте, в маленькой деревне Сан-Никола в горах. Единственное, все слеты, посвященные франко-провансальску, происходят там. Значит, у них есть есть такое вот как бы продвижение, скажем, так это язык в школе, и начиная даже детского сада. Я не рассказывала про программу, билингвальную на самом деле, программу образования в Вальдаосте, она итало-французская, и у них обязательно с детского сада преподавание на французском и итальянском в равном количестве часов. Но что касается франко-провансальского, есть энтузиасты, которые там организуют театр для маленьких, для школьников, организуются, значит, вечерняя школа, организуются. Самое главное мероприятие, которого ждут все маленькие вальдаостанцы в конце года, это конкурсерлоне, конкурс, посвященный, значит, это был такой просветитель, и, ну, сейчас это превратилось в такую подготовку разных творческих работ на, или как-то связанных с франко-провансальским языком. То есть вот поддержка франко-провансальского языка идет очень массивная. Есть, вот, самое удивительное, такой маленький регион, но там, ну, порядка, ну, чуть-чуть меньше, десятка лингвистических центров разных по поддержанию культуры или традиции вальдаоста по франко-провансальскому. Есть БРЭЛ, которые БРЭЛ, РЕЖИОНАЛ, значит, как-то ТЮТ РЕЖИОНАЛ и ЛАНГВИСТИК. Там есть ГИШИ ЛАНГВИСТИК, то есть вот лингвистический отдел, который, кстати говоря, в большей степени занимается франко-провансальским. Вот. Но регламентировано так, если коротко, законодательно, вот этими миноритарными языками их позиции регламентированы просто в Конституции Италии. Есть прям список, в который попал франко-провансальский, и они получают, скажем так, вот итальянские деньги на это поддержание. Что касается французского, то у него официальный статус, и это много объясняется, перевод всех, не знаю, бумаг, две странички, там, в паспорте и все остальное, значит, это рекомендируется его просто статусом в регионе. Это уже региональная поддержка. Италия в целом французский никак финансово не поддерживает, насколько мне известно. Это уже, но здесь французскому языку нечего жаловаться, его поддерживают Франция и большие гегемоны, франкофоны, которые поддерживают, то есть они участвуют в разных конкурсах, там, Жонзамбасадо и так далее. То есть французский поддерживается другим образом, но не нужно думать, что вот франко-провансальский там как-то вот очень сейчас притесняется. Наоборот, сейчас франко-провансальский, мне кажется, в своем расцвете. И он появляется неоносителя, об этом пишутся статьи, неоносители франко-провансальского, которые, может быть, не имели корней или просто выучивают язык. В общем, как бы сейчас идет поддержка и того, и другого. Ну, а итальянский поддерживать уже перестало быть нужным. Когда-то они так италианизировали Вальдаус, что теперь это основное, это лингву франко, это основной язык. Спасибо. Я еще хочу просто одно добавить. Мне кажется, что к вашему, нашему интересному обсуждению нужно еще добавить в название вашего доклада языковая ситуация в Вальдаусе. К сожалению, я не могу без нее начинать свое выступление, поскольку мне надо всегда хоть как-то очертить круг вопросов и вообще сферу, действительно, ситуацию, в которой функционируют французские, потому что это решающее имеет значение. Со всеми вашими ответами на вопросы там такая интересная языковая ситуация в этом маленьком-маленьком месте. Да, безусловно. Спасибо. Спасибо вам. Следующие выступающие, у нас группа выступающих, если их нет, то мы переходим дальше. Это Селезнева Вера Викторовна, Хлопкова Марина Викторовна и так далее. Нет? Есть. Есть, мы здесь. Добавлю, значит, это все представители, я третьего еще не назвала, представители английского языка номер шесть, и третья в группе, это Евсикова, правильно я произношу? Да, да. Елена Алексеевна, Селезнева Вера Викторовна, заведующая кафедра английского языка номер шесть, Хлопкова, доцент, извините, без имя отчества, доцент кафедры английского языка номер шесть, и последний, третий представитель, доцент кафедры английского языка номер шесть. И тема тоже очень интересная, разделительный вопрос, как средство хеджирования в межличностном общении британцев. Подумать только. Уважаемые коллеги, добрый день. Я буду представлять наш коллективный доклад сегодня Евсикова Елена Алексеевна. Марина Викторовна будет помогать мне демонстрировать экран и тоже мы будем готовы ответить на ваши вопросы. Проблема, обозначенная в теме нашего доклада, имеет непосредственное отношение к той области лингвистики, которая занимается изучением национальных особенностей коммуникативного поведения представителей различных лингвокультур. Последние десятилетия реализуются возросшим интересом к данной проблематике и это связано прежде всего с тем фактом, что современную науку о языке интересует человек, помещенный в определенную среду и вовлеченный в сеть межличностных и межкультурных взаимосвязей. В качестве основы коммуникативного поведения представителей той или иной лингвокультуры выступает коммуникативный стиль общения, под которым понимается устойчивая совокупность коммуникативных представлений, правил и норм, опосредованных культурой как макроконтекстом коммуникации, проявляющихся в отборе языковых средств, организации смысла и национально маркированном поведении носителей языка. Среди лингвистов представляется общепризнанным тот факт, что в британской коммуникативной культуре в основе достижения гармоничного межличностного общения лежит стратегия вежливости. Она является ключевым фактором коммуникативного поведения англичан. Исследователи отмечают, что английская вежливость часто проявляется при помощи уклончивых, нерешительных высказываний, где представители других лингвокультур проявили бы большую прямоту. Англичане действительно склонны к языковой сдержанности, недосказанности, дистанцированию и преднамеренной некатегоричности. Это находит выражение дискурсивной практики в виде особых компенсаторных стратегий, которые можно назвать хеджированием. Целью хеджирования как средства непрямой коммуникации является целенаправленное ослабление элокутивной силы высказывания, без которого оно может звучать излишне эмоционально, категорично или невежливо. Хеджинг представляет собой прием речевого страхования, речевой защиты, когда говорящий намеренно уходит от использования прямо номинативных средств вербализации. Этот прием помогает говорящему смягчить ответственность за сказанное и тем самым позволяет сохранить лицо как говорящего, так и слушающего и избежать недружелюбной реакции со стороны адресата речи. Здесь уместно вспомнить известное замечание американского филолога Мак Найт о том, что то есть в британском варианте английского языка наречие является самым сильным интенсификатором на шкале экспрессивности, интенсивности. Он подкрепляет это примером, описывающим микродиалог англичанки и американки. Конференция. Англичанки и американки в швейцарских Альпах. Этот пример представлен на слайде. Слова англичанки И в ответ представительница американской лингвокультуры отвечает В этом примере очевиден контраст двух культур экспрессивности в отличие от представительницы американского лингвосоциума, которая открыто демонстрирует приполняющие ее положительные эмоции с помощью оценочного эмотива Terrific, представительница британской лингвокультуры, следуя канонам вежливости, смягчает свое оценочное суждение в форме стереотипного разделительного вопроса с обратной полярностью с помощью лексического хедж-маркера неопределенности A bit и синтаксического средства хеджирования апеллитивного тега Isn't it? Именно данный тип вопросительных конструкций послужил материалом для нашего анализа. В нашем коллективном докладе мы представляем результаты исследования прагматических особенностей функционирования хеджи в рамках канонических разделительных вопросов, которые входят в состав дискуссивных отрезков. Они были отобраны из англоязычного корпуса современной художественной литературы и кинодискурса. Следует заметить, что разделительный вопрос всегда являлся узнаваемым брендом коммуникативного кодекса английской лингвокультуры. Активное продолжительное использование данного синтаксического способа актуализации мысли несомненно надежно обеспечивает его сохранение в языке как достояние англоязычного социума. И можно с уверенностью сказать, что разделительный вопрос прочно закрепился в языковой матрице английской линвокультуры, так как он является кластером таких коммуникативно значимых параметров для коммуникации, как вежливость, толерантность, некатегоричность, адресатоцентричность, ориентированность на собеседника, неимпозитивность, эмоциональная деинтенсификация, эмпатия. При стремлении говорящего кооперативному и гармоничному общению указанные характеристики актуализируются в вариативных стратегиях хеджирования. Мы установили, что в зависимости от прагматической установки говорящего хеджирование находит вариативное языковое выражение в разделительных вопросах, которые функционируют в следующих коммуникативных плоскостях диалогического дискурса. Это ассертивность, оценочность, модусность, эмотивность и ролевой деиксис. Рассмотрим прагматическую роль хеджмаркеров в каждом из указанных коммуникативных векторов. Основа или ядро разделительного вопроса выражает предположение или вероятностную оценку говорящего, а тег – апелляцию к адресату с просьбой провести верификацию суждения или оценку факта или объекта действительности. На слайде представлено несколько примеров хеджирования в ассертивных и оценочных высказываниях. В данных примерах говорящий предоставляет слушающему семантическую опцию подтвердить или опровергнуть ассертивное высказывание предположения, это пример, первый пример, и аксиологическую оценку, пример номер два. Тем самым говорящий вуалирует истинность пропозиции и здесь в качестве средства хеджирования выступает собственно вопросительная часть тег, который определяет смягчение ассертивной и оценочной локации, допуская наличие иного мнения. Поскольку ядерная часть основы разделительного вопроса способна выражать предположительное значение, его пропозициональная матрица может быть модифицирована модусными операторами, средствами деинтенсификации высказывания. Вы видите на слайде пример модусного оператора как хедж маркера. Марина Викторовна, включите, пожалуйста, другой слайд. Говорящий простите, пожалуйста, в представленном примере хеджирование находит выражение в модусном операторе I suppose который подчеркивает субъективность мнения говорящего и позволяет уклониться от ответственности за свое высказывание. Тем самым смягчается констатирующая элокуция и высказыванию придается оттенок некатегоричности. Наше исследование также показало, что условия коммуникативной комфортности высказывания могут также достигаться за счет использования в декларативной части разъяснительных вопросов универсальных суждений относительно общеизвестных фактов. Представленный слайд демонстрирует пример разъяснительной конструкции, с помощью которой говорящий вуалирует вопрос об истинности пропозиции, ограничив его содержание своеобразной апелляции к разделяемому знанию участников диалога об общих законах мироустройства и человеческого общежития. В этом дискурсивном отрезке разъяснительный вопрос является инструментом перемещения дискурсивного фокуса сослушающего на генерализованный субъект, субъект неопределенной референции. С помощью семантического приема генерализации происходит описание ситуации без указания на конкретных субъектов речевого взаимодействия, что позволяет свести до минимума действия я-доминанты высказывания говорящего. Принимая во внимание тот факт, что указания на участников речевого взаимодействия относятся к сфере ролевого деиксиса, можно утверждать, что перевод адресата как нежелательного элемента содержательной структуры высказываний с прагматического фокуса в импликационал является своеобразной деэктической деактуализацией, то есть в указанной коммуникативной ситуации разделительный вопрос выступает в качестве средства осуществления деэктического вида хеджирования. Вопрос о речевой защите говорящего от радикальных, прямолинейных категоричных высказываний в адрес второй стороны встает особо остро, когда речевые партнеры, сталкиваясь с разнообразными эмоциональными ситуациями, прибегают к использованию эмотивного потенциала языковых единиц. Анализ нашего эмпирического материала показывает, что смягчение вербального проявления эмоций может осуществляться посредством разделительных вопросов, которые функционируют в некоторых оценочных ситуативных контекстах, как псевдоэкскламативные высказывания. На слайде представлен пример дискурсивного отрезка с использованием разделительного вопроса, содержащего в основе эмоционально- оценочный компонент. Несмотря на наличие эмоционально- оценочного начала в данном разделительном вопросе, деинтенсификация оценочного эмотива происходит за счет маркера апеллятивности, за счет тега. Он позволяет приключить внимание собеседника с эмоционального компонента на маркер его вовлеченности в дискурс. На наш взгляд употребление разделительного вопроса в таком ситуативном контексте является еще одним проявлением хеджирования, нацеленного на эмоционально- речевое сдерживание. Говорящий стремится создать общий с адресатом эмоциональный центр и демонстрирует речевую осторожность. Он как бы отгораживает себя от потенциальных коммуникативных рисков, связанных с пересечением границ территории речевого партнера, каковым является воздействие на его эмоционально-чувственную сферу сознания. И подводя итоги, следует сказать, что взгляд на разделительный вопрос, как средство речевого хеджирования, позволяет укрепить и расширить системное представление о национальном коммуникативном позитиве, заложенном в английской ленго-культуре, где общепризнанными доминантами являются неимпозитивность, некатегоричность, эмоциональная сдержанность. Хеджирование во всех представленных нами примерах является для говорящего своеобразной подушкой безопасности, которая защищает его от прямолинейности, импозитивности и агрессивности в адрес второй стороны. И сказанное дает также основание утверждать, что разделительный вопрос можно отнести к лингво-экологичному фонду английского языка. Ведь лексико-грамматические ресурсы языка позволяют выполнение им значимой с точки зрения лингво-экологов функции терапевтической или, можно сказать, здоровья сохраняющей или экологической функции. А без нее не представляется возможной оптимизация прагматики межличностного и межкультурного общения в условиях расширяющегося в глобальном масштабе языкового поля конфликтности, поля экспрессивизации, эмоционализации, формируемая иногда даже неэкологичными речевыми формациями. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы какие-то. Я никогда не думала, что Tech может привести к такому интересному исследованию. Действительно, мы занимаемся проблемой родительного вопроса с Мариной Викторовной и с Верой Викторовной уже продолжительное время. У нас был ряд выступлений на конференциях и мы опубликовали ряд статей. Последняя из них была посвящена именно родительному вопросу как маркеру лингво-экологичного общения. Теперь наша цель будет посмотреть, действительно настолько экологично разделительный вопрос в условиях все возрастающей агрессивности представителей различных этносоциумов. И мы формулируем это так. От любви до ненависти насколько экологичен разделительный вопрос в речи современных англичан. Но мы здесь включим в свое исследование представителей не только британской нации, но еще посмотрим американский вариант английского языка, потому что там тоже есть разделительные вопросы, но они не часто так встречаются. И вот интересно посмотреть, какой тип хеджирования там преобладает. Коллеги, если есть вопросы. Так, еще вопросы какие-то. спасибо вам большое за вот это хеджирование. Вам большое спасибо. Следующие по списку Крылов Алексей Александрович. Вы присутствуете, Алексей Александрович? Вы с нами? Нет? Не слышно. Так, и тогда наконец у нас следующее идет долгожданная Громова Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры иранской филологии Института стран Азии Африки МГУ и название доклада «Древность, которая всегда с тобой». Континуитет. Вот у меня вопрос. Континуум и континуитет это разные вещи в развитии персидского языка и иранской культуры как один из основных аспектов преподавания персидского языка. Мы вас слушаем. Ага, так, дорогие коллеги, еще раз всем добрый день, кто присоединился сейчас, здравствуйте, тот, кто стойко тут с утра, несмотря на жарусь, с нами интересные вещи тоже всем интересного дня. Скажите, пожалуйста, видно ли презентацию, слышно ли меня, все в порядке? Все слышно. Да, все в порядке. Спасибо большое. О чем хотелось бы рассказать, тема огромная, безразмерная, поэтому больше таким размышления, предварительные может быть выводы и какие-то факты. Собственно, мы уже с утра послушали очень интересный доклад о преемственности каких-то позиций в китайской культуре, то, что, в общем-то, характерно многим традиционным восточным обществам, которые, несмотря на всю глобализацию, модернизацию и так далее, они все равно сохраняют некий стержень и вот эту самобытность, в которой язык, как таковой, играет очень большую роль. Но у меня задача двоякая. Это связать вот это отношение общества к собственной истории, к собственному языку с преподаванием, как это можно использовать в курсе современного персидского языка, поскольку я собственно преподаватель практик, больше чем теоретик, скажем так, и поделиться какими-то соображениями, может быть, в каких-то аспектах и в ваших странах, и в ваших языках и культурах что-то похожее тоже можно наблюдать. То есть под континуитетом я имела в виду преимственность и в уже современном этапе вопрос рецепции и актуализации собственного культурного наследия. Для Ирана это ну как минимум две с половиной тысяч лет истории, а если взять еще до скажем так индоевропейскую часть истории, то это несколько тысячелетий. Естественно, они этим гордятся и иногда строят даже на этом бизнес, особенно когда у нас когда-то снимутся все ограничения, можно будет поехать посмотреть. Собственно, как часть этой проблематики это собственно языковое планирование, поскольку преподавание языка для иностранцев, то есть чем занимаемся мы, это одно, но у них же персидский идет, как у нас русский обязательный предмет в школе, и мы учитываем, что это страна, в которой треть населения дома изначально говорит на другом родном языке, то есть при уровне грамотности в среднем 95% сейчас, конечно, на персидском говорят все, дальше я скажу, что это официальный язык, документация, учебников и так далее, но для этого общества поддержание эталонного персидского стандартного языка, это один из ключиков общей культуры населения, один из механизмов, который позволяет сохранить вот эту самопреемственность и континуитет, поскольку система образования навсегда, как правило, очень достаточно, скажем, консервативна, в данном случае мы говорим к апелляции к литературным произведениям, которым, ну так, тысячи лет, восемьсот лет, они же все это, наш современный персидский, мы это читаем в школе и изучаем, представляете, как мы бы начинали изучать вот все со слова полку Игореви и так далее. Тут необходимо будет сказать несколько слов о системе образования и о политике и идеологии. В данном примере на этом слайде я выписала просто работы, чтобы показать, что в современном иранском языкознании вся эта проблематика достаточно активно изучается и меня в частности очень заинтересовала работа о языковом поведении, об отношении общества к языку на примере Тегерана, где был, скажем так, препарирован вот этот тезис о трепетном отношении к персидскому языку и, собственно, вот этот эмоциональный статус языка, который влияет на выбор той или иной языковой разновидности в условиях дегласилии или билингвизма, он тоже был разбит на части как, собственно, фактор индивидуальной идентичности, социальной или общественной идентичности, то есть принадлежности к какой-то группе, там, будь ты Курт, Белуджи, Лур или, собственно, житель провинции Фарс. Отношение к персидскому языку как части культурного наследия и как к важному фактору национальной солидарности, то, о чем мы еще чуть-чуть поговорим. И исследование было проведено на такой элитарной, можно сказать, группе, то есть это и академики, представители Академии персидского языка, это главный орган проведения языковой политики в Исламской Республике Иран на данный момент среди преподавателей университета, среди студентов университета и среди старших школьников. И было очень интересно узнать, что для многих персидский язык воспринимается как некий вот ключик к древней иранской цивилизации или некий элемент, который обеспечивает связь с древней культурой Ирана. Но как мы придем к преподаванию к современному языку, очень интересно было видеть этот тезис в учебниках и в телевизионных программах, которые сделаны на основе этих учебников, это тоже немножко такой спойлер дают, о чем я буду рассказывать, буквально для четвертого класса, для седьмого класса иранских школьников, где как раз описывается, насколько важно сохранение языка, насколько персидский древний, прекрасный, и сколько у нас в Иране было великих людей, которые на нем говорили и писали. В двух словах, в одной из работ также, собственно, языковую политику в Иране можно разбить на несколько периодов, это мы говорим про современный персидский язык, поскольку древнеперсидский, да, он его предок, но соотношение это как латынь и итальянский, французский и другие романские языки, то есть это распад падежной системы и так далее, то есть то, что раньше успешно склонялось и были падежи, там согласование прилагательных по роду числу существительным в древнеперсидском, это язык царских надписей 5 века до нашей эры, в современном персидском этого уже естественно нет, и считается, что история собственно ново-персидского языка начинается ну века с 9-го, 10-го, у нас первые памятники естественно стихотворные, и в это время персидский оказывается языком элиты, языком культурной элиты, которая работает над сохранением иранской идентичности в условиях ну скажем так, подчинения, подчиненности арабским завоевателям. Далее в веке в 16-17 веке вторым можно сказать стержнем, на котором строится национальная и культурная идентичность иранцев, помимо персидского языка становится шиизм, то есть ислам-шиитского толка, который становится официальной религией страны, и именно эти два инструмента оказывают ну скажем так, сыграли очень большую роль в сохранении иранской государственности, когда не то что от древних иранских империй, от Египта современного до Средней Азии, от Черного моря до Красного и так далее ничего не оставалось, а когда даже на территории относительно небольшого уже современного Ирана только в каких-то локальных центрах сохранялись собственно иранские династии. И собственно тогда персидский язык он воспринимался тоже как некий важнейший элемент собственно иранской культуры и идентичности. Третий этап это персидский язык как символ национализма в условиях культурной ассимиляции, которую проводили ну скажем в 20-30-е годы 20-го века уже, когда пришлось бороться с сепаратизмом отдельных племен, и чтобы ну скажем так удержать всю страну персидский фактически насильно можно сказать навязывался представителям других языковых сообществ в стране. Но достаточно быстро в условиях уже модернизации середины 20-го века и далее, и это сохраняется до сих пор, несмотря на всякие лозунги и на победу исламской революции, которую уже отказывали 40 с лишним лет, осознается необходимость изучения иностранных языков, поскольку это является необходимой предпосылкой для развития экономических каких-то связей с западными державами, контактов в плане обретения и освоения каких-то зарубежных технологий и так далее. И получается, что и на современном этапе у нас персидский язык, он оказывается между двумя, ну как между Сциллой и Хариптой, условно говоря, борьба за сохранение и чистоты персидского языка из-за поддержания его такого доминирующего статуса связана в такой глобальной повестке дня с необходимостью противостоять английскому, то есть, да, признается в условиях глобализации его нужно учить, но все равно мы будем отстаивать позиции персидского языка, поскольку это наша древность, это наша культура. С другой стороны, и в Конституции прописано, что нужно учить арабский как язык Корана и исламской учености. И с другой стороны, опять же, повторяю, Иран это полиэтническое государство, треть страны дома говорит на другом языке, переходит в школу, чтобы усиленно готовиться с персидским, чтобы быть в состоянии воспринять школьную программу, получается, что с другой стороны, необходимо как-то удерживать позиции в отношении этнических языков, иногда, особенно, когда мы говорим о миноритарных языках с несколькими миллионами носителей, оцените, это тоже несколько такая сложная ситуация, но эти проблемы как-то пытаются решать, и на данный момент по нормативным актам, по 15-й статье Конституции персидский, да, является языком официальных документов, деловой переписки, учебников, при этом допускается использование местных языков, в том числе в преподавании литературы на языках, но наряду с персидским, то есть вся борьба там в Тапризе за использование азербайджанского, тюркского или борьба кордов, в общем-то в университетской системе, да, есть специализации, вот как у нас раньше были, ну скажем, изучение этнических литератур Советского Союза, национальных литератур, как они тогда назывались, но в общем-то в школе изучить персидский язык. И вот то, о чём мы говорили в Конституции, на данном слайде вы видите скриншоты, это буквально две страницы из иранского учебника, естественно, по-персидски, посвящено это культуре древнего Ириана и пассаж о том, что вот у нас в 15-й статье Конституции, о чём мы только что говорили, персидский зафиксирован как государственный язык, но этот персидский язык является наследием древней иранской цивилизации, и тогда вот была клинопись, потом был другой способ фиксации его среднеперсидского, уже так называемой пихлевийской письменности и так далее, и наш современный персидский язык, несмотря на все лингвистические различия, о чём мы говорили в самом начале, он считается преемником и продолжением вот этого старого античного, ну, для Востока условно, древнего наследия, и, в общем-то, этот тезис проводится очень часто в очень современном формате. Здесь уже бегом буквально несколько моментов о телешколе, проект, который был открыт, когда все дружно ушли на карантин в феврале прошлого года, и сейчас он очень сильно и быстро развивается, то есть, вот это уважение к, ну, скажем, любование к персидским языкам, уважение к старой культуре Ирана, оно представляется в том числе и в виде каких-то очень весёлых вещей и форматах, о чём мы, собственно, поговорим. Естественно, какие-то дополнительные элементы образования, видеопрограммы, дополнительные материалы и вообще система, ну, как бы, тезис и идея о том, что необходимо модернизировать систему образования в Иране, она проводилась и раньше, до коронавируса, но при том, что были и, скажем так, дополнительные какие-то задания, специальные учебные платформы, где учителя обменивались материалами, это всё исчислялось сотнями, то с в новых эпидемиологических условиях получилось, что это уже счёт пошёл не на сотни, а на тысячи этих новых материалов, этот взрыв креативности, в общем-то, обеспечил и нашу, как бы, в наши руки попали в огромном количестве новые учебные материалы, которые мы можем успешно использовать при изучении персидского языка, то есть, если раньше это были, допустим, сайты музеев, которые можно было посмотреть, там какие-то тесты пройти простые, можно было использовать говорящую книгу, это аудиокурс к курсу персидского языка в иранских школах, опять же, необходимо ставить литературное произношение не только относящимся к другим этническим группам и языковым сообществам, детям, но и для тех тегеранцев, которые говорят дома на Техрани, то есть, он уже очень сильно отличается от литературного персидского, которому тысячу лет, и, в общем-то, принят как некий стандарт разговорного языка, и вот, как пример, собственно, эта история Фердауси, проводится тезис о том, что он создатель Шах-Наме и, главное, спаситель персидского языка, поскольку в книге царей в Шах-Наме пытались посчитать там меньше одного процента заимствований в условиях, когда приходилось, ну, скажем так, обороняться от массы новых арабизмов, прежде всего, которые валом шли в персидский язык, поскольку доминировала не только арабская элита, но и ислам, и вся, ну, скажем так, придворная архитектура все-таки представляла собой результат некого синтеза между арабо-исламской цивилизацией и персидской. Но, что стало интереснее, когда в феврале прошлого года мы все оказались на карантине, Иран чуть раньше, тут мы, по-моему, в конце марта же все расселись по домам, у них это произошло в конце февраля. И буквально за несколько недель было принято решение, и главное, были реализованы программы по всем основным курсам учебных дисциплин. То есть, если раньше, уже лет 5, я могла брать просто иранские учебники, скачивать их, вы видите на слайде это департамент по изготовлению учебных материалов при Министерстве образования и воспитания, где все учебники находятся в открытом доступе. Вот к этим учебникам появился еще буквально мультимедийный курс, где часть материалов зачитывается, часть обсуждается, то есть, это давало некую идеальную комбинацию собственно аутентичных видео, которые мы должны воспринимать как нечто неподготовленное на как раз сложном разговорном языке и часть почти что дидактических учебных видеоматериалов, поскольку иранские учителя, приглашенные к участию в этих передачах, они что-то озвучивали и читали собственно текст на языке литературном. Мой любимый предмет это социальные науки, то есть комбайн географии истории и ну скажем эконом географии число передач это опять же десятки тут для каждой параллели я вывела но это данные опять же стоит обновить но видно что их очень много этих передач там порядка сейчас 150 и соответственно мы видим и географию Ирана и других стран и экономику естественно с нефтью куда же без нее но самое интересное это репрезентация истории древнего Ирана и в какой-то степени истории персидского языка я специально выбирала именно как бы социолингвистический аспект а не собственно литературу то есть не уроки по персидскому языку для иранских школьников поскольку это интереснее и доступнее в частности поскольку иранисты ну как любые востоковеды они должны изучать курс истории страны то есть какие-то вещи они уже априорно знают и получается что знаешь что-то по-русски уже это дублируется по-персидски и ну в общем результат может быть когда-то мы выучим историю Ирана достаточно хорошо и эта история Ирана она разделена ну собственно здесь я вывела древность скажем так два блока информации это для четвертого класса такой облегченный формат в виде путешествий по старым городам Ирана и более сложный уже для седьмого класса блок передач организованной по достаточно обычному принципу то есть политическое развитие войны формирование переадминистративного устройства потом социоэкономическая ситуация и развитие истории культуры и получается что мы можем работать и с оригинальными текстами к этому заготавливается некий блок лексико-атоматических упражнений и к этому у нас есть мультимедийные материалы образовательного характера но сделанные для собственно иранцев то есть аутентичные дидактические видео двух уровней сложности и это нам позволяет поближе познакомиться и с системой управления с историей с основными фактами деятелями выдающимися людьми но и с какими-то характерными чертами культуры и древней иранской цивилизации и главное то как эта культура преподносится для среднестатистических иранцев это учебники одобренные министерством образования и программы которые передаются по основным каналам телевидения и выкладываются в интернете на официальном сайте этих каналов то есть это некая официальная точка зрения восприятия как же общество относится к персидскому языку и как раз вот этим структурообразующим элементом идентичности своего рода национальные символы такие как наурус новый год весеннее равноденствие как календарь который тоже достаточно древний скажем так к истории и собственно персидский язык они всегда показаны очень рельефно тут буквально в скобках собственно плюсы этой телешколы этих программ заключаются в использовании в приглашении к участию разных учителей и разных ведущих то есть мы знакомимся с разными идеалектами и личными особенностями с разным темпом речи из разной скажем так дикции подачи материала кроме того это как уже говорилось сочетает литературный язык и разговорный стандартный тегерянский и естественно позволяет познакомиться с культурой иранского общества потому что это из серии вот давайте сейчас у нас в сприншоте здесь вы видите вешают флаг собирают его из различных нарезанных бумажек и соответственно все это сопровождается да не заболит рука ваша вместо спасибо но что вы не стоит благодарности ответ да будете вы живы и всякая прочая милота и самое может быть интересное это достаточно часто проходящие пассажи о том что современный персидский он имеет две с половиной тысячи лет истории это продолжение древнеперсидского языка и так далее и очень многие скажем факты легко переносятся и актуализируются переносятся на материал сегодняшнего дня то есть про Александра Македонского потом идет комментарий что вот после него пришли греки они стали вводить греческие обычаи и греческий язык распространять по Ирану а вот представьте себе дети это для четвертого класса обработка представьте себе что вы бы вышли на улицу и не могли говорить по персидски что же делать кроме того в этих учебниках и какие-то задания выполняются в рамках этой телешколы есть буквально задание на соотнесение древнеперсидских слов правда данных уже в персидско-современной графике и современных персидских показать что базовые слова иранского лексического фонда во многом почти что не изменились мы сравните об вода и об как она звучала на древней среднеперсидском соответственно задание там давайте напишем клинописью имя Дарьюш это Дарий основатель великой иранской империи или напишем Дарий великий Дарюш вазарка вазарка это то что сейчас стало бузурги то есть я думаю на слух даже через зум слышно насколько это близко и получается в таком увлекательном и игровом формате предлагается и познакомиться с клинописью и узнать какие-то вещи хотя учителя признаются что вот мы заготовили вот тут шпаргалку как мы будем клинописью сейчас писать мы сами так не умеем но давайте попробуем это очень интересно это наш родной персидский все эти уроки очень яркие и много компонентов приблизительно вот как мой сейчас мозаичный рассказ и самое главное что они ну скажем обеспечивают повторяемость без повторения то есть один и тот же сюжет ну это для любой школы характерно рассказывается несколько раз повторяется отдельные программы дают резюме предыдущих выпусков соответственно мы еще раз слушаем и переводим те вещи которые вроде как уже известны но какие-то новые слова может быть все равно попадаются и вот это собственно последний мой слайд самое главное что нам позволяют сделать эти учебники эти программы и собственно работа с этими материалами мы можем легче как бы понять вот собственно в чем же заключается это внимательное бережное отношение к языку то есть это не только комплименты ой как вы хорошо говорите по-персидски если вы сказали три слова нет оно у них воспитывается с пеленок фактически да с другой стороны это обеспечивает некое уважение к языковому многообразию современного Ирана поскольку опять же подчеркивается что и в древности Иран будучи такой огромной империей естественно он был полетничен и многоязычен это и актуализация исторического наследия и вот эта идея то что вынесла заголовок что древность всегда с тобой показано что собственно персидский язык это ключик мостик там не знаю связующее звено как ни назови к пониманию культуры не столько древнего сколько современного Ирана но для тех кто потом будет собственно профессиональным историком востоковедом это перспективный материал для изучения уже персидского как языка для специальных целей поскольку научная литература на персидском языке она тоже имеет свою специфику но ее тоже очень много и она тоже очень интересная таким образом такой вот коллаж лингводидактики социолингвистики не знаю насколько мне это удалось показать но иногда это вызывает даже некая ну то есть какую-то зависть что ли потому что ежели бы у нас была такая ненавязчивая культивация любви к русскому языку а не преклонение перед английским может быть мы бы и говорили чище и какие-то вещи воспринимали бы по-другому спасибо большое за внимание и если будут вопросы я буду очень рада на них ответить спасибо большое какие вопросы аудитория наша у меня есть вопрос один методический а другой ну другого плана языкового скажите пожалуйста у вас вот количество всех студентов на всех курсах изучающих персидский язык какое в среднем вот сейчас закончили учебный год пять на первом девять втором семь на третьем то есть вот такой порядок у нас групп больше десяти не бывает но мы набираем каждый год я поняла и вот тоже методический который с этим связан вы берете учебные пособия ну аутентичные или вы как-то компилируете и создаете свои пособия но поскольку такое ограниченное количество студентов я не знаю насколько это целесообразно свои пособия делать на их базе то есть используя эти материалы как-то поворачиваю от нас потому что требует например на английских кафедрах мы не можем пользоваться уже пособиями англоязычными в основном в своей массе нам нужно создавать на их базе свои но у вас совершенно другая ситуация то есть вы просто берете вот эти пособия звучащий материал потому что они очень интересны исходя за вопрос это не первая конференция июньская в которой я у вас участвую я слышала несколько докладов как раз о проблемах что берется особенно для языка специальности у вас берется курс в плане берется для определенного курса аутентичный учебник допустим по журналистике и к нему делаются преподаватели уже вашего и будем говорить правильно это неправильно ну вот так вот делается у нас на счет того что правильно это неправильно вот когда начинала работу с этими аутентичными учебниками я их открыла для себя лет 6 что ли назад но естественно потащила это в аудиторию поскольку у нас есть учебники для допустим начальных курсов которые написаны завкафедры там тоже есть темы исторические но в развитии этого естественно мы должны добавлять какие-то материалы потому что здесь опять же все видят что подрастающее поколение оно учится совсем по-другому то есть доводить там до интенсивного пересказа какой-то текст ну в том плане что ты его знаешь наизусть готов его отвечать как было в то время когда училась я это уже нереально с ними проще взять один сюжет и может быть прочитать там пять текстов близких по содержанию чтобы это несколько раз значит повторить повторить еще раз уже закрепить немытьем так катани в данном случае в начале действительно у меня были только какие-то разработки типа переводные уже с русского на персидский то есть это прочитали текст разобрали отработали лексику там написали диктанты рассказали сделали резюме но как раз вот на прошлой неделе на заседании кафедры мы обсуждали путешествие по старинным городам Ирана все-таки я собрала эти упражнения в некое учебное пособие не знаю что зато получится потому что история Ирана она ну как бы она вечна и кто бы не пришел Истфил у нас часто смешанные группы историки с филологами вместе да либо просто филологи которым без истории языка все-таки тоже как-то не очень как бы не закончено получается представление о стране и о культуре и историкам прежде всего конечно такие вещи нужны и поэтому я попыталась сделать некий калаш из аутентичных учебников избранных разделов может быть как-то порезанных и так далее со словарями с какими-то упражнениями с переводными и с дополнительным материалом в том числе и допустим каких-то туристических сайтов главных информационных агентств Ирана чтобы показать народу что как раз смотрите вот у нас есть главное агентство Ирана ну это информационное агентство Исламской Республики которое тоже уделяет много внимания и Персеполю то есть столице древнего Ирана там и каким-то поездкам туда и лидеров и какие-то конференции посвященные античности истории страны то есть это сюжет не только академических кругов для них это часть жизни и как раз вот это все объединив опять же это очень такой ну как бы немножко даже не мозаика наверное эклектика но донести то что для них древность и поездка там в Ширазе в Персеполе это ну как бы некий культурный минимум для всех это нормально ну или хотя бы там посмотреть раз сейчас нельзя поехать но там есть огромное количество телеграм-каналов замечательных туристических сайтов где-то все показано представлено и как они с этим носятся это только вот респект и уважение нам бы так и вот второй вопрос то есть я так вас поняла что существует деглоссия в Иране в семье говорят на каком-то говорят ли в семье на персидском языке ну две трети населения так делает но тот персидский на котором они говорят в семье он сильно отличается от литературного который изучается в школе вместе с тем же Фердууси про которого мы говорили про шахнамы реальный казус в калычках приезжает профессор лингвистики из Тегеранского университета они сделали там шикарный учебник по грамматике практической все замечательно он говорит да я лингвист я занимаюсь современным языком я не могу читать эти тексты там типа Фердууси потому что реально это очень ну не знаю как с чем сравнить с Тредиаковским Ломоносовым и вот с нашими блогами интернет как бы это одна в общем-то почти что одна грамматика но может быть какой-то очень другой лексический набор то есть то что какие-то архаичные слова используются и так далее но опять же считается что вот среднестатистический иранец это вот его культурный багаж он должен все это знать и и классическую литературу а нам если мы хотим более-менее успешно с ними как бы устанавливать коммуникацию как бы приходится не только общественно-политический перевод учить в плане там прошли переговоры договорились подчеркнули развивать углублять расширять но и какие-то вещи которые для них ну как бы это вот часть повседневной культуры условно спасибо вопросы какие-то еще есть можно да Анна Викторовна спасибо огромное когда соприкасаешься с историей культуры Ирана как будто погружаешься в сказ ваши вязания у меня вопрос такой как человек далекого от востока ведения персидский язык я не могу вспомнить такую коллокацию мне привычно вот как у человека странного дари или фарси вот такой вопрос что это персидский язык это дари фарси или это комплекс диалектов и еще такой вопрос коль скоро представляется институт страны азиафрики и культуру и язык Ирана и хотят узнать родственные языки таджикски и осетинские не преподается у вас не касаетесь вы это скорее такое для собственного просвещения мне любопытно узнать спасибо большое за замечательные вопросы тут вам ответ лингвиста или социолингвиста или ирониста насчет фарси дари и таджикского скажем так на современном уровне они разошлись настолько что в общем-то не факт что говоря на бытовые темы какой-то таджик или какой-то афганец говорящий на дари поймет перса особенно если перс будет говорить на нормальном разговорном сегодняшнем тегеранском персидском но весь фокус в том что вот эта общая классическая литература которую они изучают в школе и которую очень гордятся изучают это и ну я не знаю как там с образованием в Афганистане но по идее как бы это вот то что классическая литература общая на все три страны как минимум на Таджикистан на Афганистан и на Иран и если они будут там не знаю к нам приезжали открывать бюст Рудаки он тоже как бы больше к Средней Азии относится чем собственно Ирану в его современных политических границах но там были и представители посольства Ирана и Афганистана и Таджикистана и все говорили это наш ну то есть получается что в каком-то контексте может быть они в состоянии друг друга но особенно если это образованные Таджики которые могут читать Вязь и так далее да это ну как бы как это это персидский но просто это классический персидский а в современной ситуации там обсуждать не знаю транспорт или что-то это уже могут быть какие-то проблемы в коммуникации то есть если мы берем как основной критерий это взаимопонятность то здесь иногда могут быть проблемы то есть это может быть и диалектами даже не назвать я уже по политическому составляющему когда раньше в конституции Таджикистана было написано что у нас государственный язык таджикистский он же фарси но как бы можно найти я думаю материалы людей которые будут доказывать что это самостоятельный язык и так далее ну как не знаю переход от молдавского на румынский обеспечивался клавишей shift вот ну в том плане с кириллицей на латиницу перейти а насчет осетинского тут родство конечно есть но это уже даже не русский украинский это русский польский и польский или там еще дальше то есть это в общем-то кузен и седьмая вода на киселе какие-то общие слова из общий иранского фонда можно найти но это раз два три но грамматика там настолько другая и тем более осетинский там тоже очень много вариантов ну как в любой горной стране там что аул говорит по-своему получается что это немножко сложно то есть это точно разные языки и говорят он безумно интересного с точки зрения грамматики и все те кто профессионально занимается собственно лингвистикой что осетинский это кладезь спасибо я благодарю это было очень интересно и с кем вступающий это видимо да Шеменкова Светлана можно очень краткий вопрос да конечно я просто вас не увидела вы все-таки дождались доступления вы знаете я понимаю что вопросов много и наверное уже нереально их задавать можно Анна Викторовна просто попросить вас написать ваш имейл в чат и тогда я задам их вам конечно я не знаю на все ли я смогу ответить ну как бы Шехерезады как рассказывать сказки я умею а вот не всегда в нашем огромном иронистическом мире получается все знать но я попробую спасибо вам огромное сейчас я напишу тогда спасибо спасибо все спасибо я перехожу значит следующий доклад Шеменкова Светлана Сергеевна старший преподаватель кафедры английского языка номер 3 ему шекспир и шекспиризм в современной аудитории прочим я прошу нашим координатором работать со мной связки потому что у меня настроена анимация и некоторые изображения должны по клику появляться они как бы подчеркивают контекст я вас тогда попрошу пожалуйста просто я нажимаю нажимаю спасибо большое дорогие коллеги позвольте вас поприветствовать от имени кафедры английского языка номер 3 факультета международных журналистов в моем лице собственно я предлагаю вашему вниманию сегодня вот такую тему шекспир шекспиризм современной аудитории практическая значимость и дидактика чем был инспирирован выбор такой темы знаете неожиданно я бы сказала дело в том что у нас наш известным не является языковым филологической направленности и так далее мой язык изучаем исключительно как инструмент для профессии в данной ситуации уже скоро мы говорим о журналистах это очень даже уместно но дело в том что если раньше к нам в основном приходили студенты с уровнем владения владения языком на уровне а теперь у нас начали появляться студенты с уровнем ниже мы про а не говорим но б 1 б 1 плюс встречаются и мы столкнулись с проблемой как их укладывать в имеющуюся программу и столкнулись с книгой достаточно популярной и удобной серии Pearson Readers Shakespeare не знает о том случилось чуть позже я об этом поговорю но поскольку она объема была не очень большая мы решили ее дополнить дополнить шикфризами то есть выражениями которые стали фактически обиходными в общем-то в любом языке как в английском да так и в русском многие фразы воспринимают как аутентично можно сказать фольклорные да не понимая что они пришли от великого бата собственно я постаралась осмыслить и как-то вербализировать то что мы в течение последнего семестра то чем мы занимались студентами в этом курсе итак некоторые свои мысли я зафиксировала на бумаге и с удовольствием с вами ими поделюсь постараюсь не затягивать итак великий английский бар М. Шекспир это бесценное явление мировой культуры я думаю вы с этим не будете спорить его образы актуальны живые наполнены с вами в современную эпоху его паризмом наполняют речь современных людей говорящих на разных языках мира это их астрономативное to be or not to be what's done is done речь его персонажей слышна повсюду не только на театральных подмостах к устами политиков они обращаются способствуют стрибунг народа к устами домохозяек они говорят наркут пираж журналисты нет-нет да выпахнет шекспирская фраза и редакторы сообщества аргументы нередко подкрепляются шекспирскими оборотами мир полон великим творцом его творения ирландский драматург Хью Леонард как-то сказал Гамлет конечно великой пьесы однако не слишком много цитат звучит несколько как упрек однако шекспирский афоризм это богатейшая почва для построения взаимопонимания между теми кто его ищет вот почему язык шекспира можно назвать миротворца достижение мира его поддержание и укрепление не выше ли это цель существования народов не это ли залог выбора соседства и гармонии международными и современными великий английский барк может сыграть в этом деле далеко не последнюю роль сфера международных отношений сейчас переживают непростые времена в эпоху всеобщеобразованности победа над безграмотностью добавленной компьютеризации с широким доступом к интернету мировое сообщество казалось бы иметь великолепные возможности к народу и другу лучше широкое распространение английского языка как языка международного общения должно бы этому способствовать но на практике получается что англоязычный мир живет с иллюзией того что его открытости и распространенности английского языка достаточно для эффективного межкультурного взаимодействия безусловно глобальный язык как им является английский облегчает задачу международной коммуникации но так ли она эффективна эта коммуникация в теории здесь должен работать принцип сообщающихся сосудов обогащения культур через взаимное познание однако в реальности англоязычный мир предоставить свой язык для международного общения доносуется видимо ее областью простовой коммуникации не прилагает особенных усилий к пониманию культуры нового взгляда на мир ценностей налицо современная форма сообразной извините может быть даже дремучесть англоязычного населения мира островная психология когда-то подталкивала англичан освоению мира путешествием открытием теперь же в постполниальную эпоху нет того стимуна движения навстречу остальному миру вот откуда происходит недопонимание неверно оценка причинно-следственных связей событий происходящих среди англоязычных государств не наблюдается но не остается ничего другого как в противоположной стороне заняться ломкой вредоносных стереотипов как раз здесь выходит на сцену такой персонаж как великий могучий образный ясный язык углина Шекспира как инструмент для выстраивания диалога на языке понятным нашим англоязычным партнерам шекспирский языковой обиход или так называемые шекспиризмы которые в английском языке именуются именуются какуми и англезумс вытуют во всех областях современной английской речи как повседневной так и спасательной к этому должен быть готовый любой специалист в области международных отношений изучающий на профессиональном уровне английский язык речь англоязычных политиков дипломатов бизнесменов на страницах пресса в телевизионных новостях можно различить шекспирский фразеологизма в ротес к научным источнику можно увидеть что у термина шекспиризм как минимум два значения широкое значение включает в себя любое непосредственное или опосредованное обращение к шекспиру и его наследию развитие его идеи образов переосмысления использования литературных достижений в работе некоторые вопросы шекспиризма Кушкина в статье Лукова и Сахар о шекспиризации шекспиризм также дает следующее определение шекспиризма шекспиризм идейно-эстетическое направление характеризующий диалог культуры России и Европы и приходящий через призму изучения своей творчества наследия шекспира а в русской исследовательской традиции термин шекспиризм долгое время употреблялся в связи с попыткой прояснения диалога между шекспиром и Пушкиным поскольку именно Пушкин стал первым серьезным российским шекспироватом Пушкин часто обращается к наследию Лико Барда но не только переосмысляет используя его образы но и включая свои темства например Евгения и Евгения и Борисе и Гудунови можно увидеть шекспиризмы так читая роман мы видим в следующей строке своим талантом возвращенный Владимир Ленский посетил соседа памятника смиренной и вздохом пепку посветил и долгое сердце нужно было ко Юрой могло именно такие цитаты известные известные фразы привела до выражения которые пришли к нам из шекспира и активно используются кема будем сегодня назвать шекспиризмами наследие шекспира в английской фразеологии конечно очень велико в качестве выражений оно вошедших в современные лексиконы его произведения занимает второе место после Гиблии более сотни все они встречаются в произведениях всего один раз и употребляются в речи в фиксированной форме причиной такого благожидесят является то что шекспир писал в основном для простолюдиного для простой публики его текст полный разговорный лексики понятно очень выразительно идем дальше вот эта выразительность шекспирского лексикона это свойство речи представляется весьма полезно в наше время когда эффективной коммуникацией выделяется большое внимание как на работах на профессиональном уровне так в целях повышения языковой культурной профессиональной компетенции в сфере владения английским языком представляется сообразным введением преподаваемой языковой курс изучения шекспирских речевых оборотов распознав в речи собеседника франзы Веникова Барна можно сделать вывод об уровне образованности культуры собеседника этот сигнал можно использовать для достижения более высокого уровня доверия между обеими сторонами задействовать понятный так называемый свой язык и получив необходимый требуемый и ожидаемый национальный отклик собеседника что будет являться ключом к большей расположенности коммуникаций друг к другу и как следствие к более эффективному взаимодействию эти речи это есть ключ внутреннего мира человека что важно не забывать в передовольном процессе на любом уровне как высоком так и до того и вечном дальше да впервые в текущем учебном году в рамках домашнего чтения на первом курсе в путь от международной журналистики нам было взято издание серии Pearson English Readers Shakespeare His Life and Place by Will Hall предназначено для изучающих резерв на уровне intermediate V1+. Работа с текстом была дополнена аудиовизуальными материалами серии BBC Learning English Shakespeare Speaks состоящих 20 уроков каждый урок построен изучение отдельного фазиологизма и ростных его выражений с опорой на эмоционный видеоролик снятый из сюжета одного из произведений Шекспира а также с иллюстрацией применения изучаемой фразы современного языка всего предлагается рассмотрению и усвоению 20 шекспиризмов которые мы разбили на три группы узнаваемые менее узнаваемые и мало узнаваемые среди узнаваемых мы нашли четыре выражения по-русски они спечатаны как так не все же золото что блестит это китайская грамота не запятная репутация что сделано то сделано вот это чистые шекспиризмы как выясняется для студентов это всегда открытие ну как же так ну надо же вторая часть вторая группа это менее узнаваемые шекспиризмы но мы можем угадать с словой эквивалент и не вызовет большого затруднения найти адекват в русском языке например в этом есть своя логика ну и третья группа которая вызывает затруднения у студентов которые встречаются впервые с такими выражениями но которые бытуют на страницах в СМИ в публицистике при том в очень разных контекстах да что достаточно типичное что любят использовать англичане так скажем англо-мисочная публика то билик казаться между целые хариды между молотком наковая не вновь но там не слово as dead as doornail из признаков жизни strange bad fellows полагают рекордсмен в политическом дискурсе в современных СМИ случайно знакомы или неожиданный альянс да ну пожалуй то с чем студенты встречаются еще на школьном скамье where am I hot of my sleeve не скрывать своих чувств да while good 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 chase напрасная затеян что и трата времени но если мы смотрим на перевод англичане шипперизмов мы увидим что это все находится в обиходе хорошего языка то есть мы активно пользуемся такими фразеологизмами да далее в рамках одного занятия студентам предлагается предлагалось посмотреть ролик по заданной тематике выполнить несколько заданий на принимание в своем непредложном выражении ознакомиться с родственными по значению фразами для расширения синонимического ряда улучшения понимания славынагрузки и окружения используемых слов вот например вы видите на картинке снизу синонимический ряд к выражению all the blisters is not gold да это очень здорово обугорчает лексикон студента далее предлагается поработать над тем чтобы найти адекватный русский эквивалент не просто сделать подстрочник мы и так поймем что там написано что закодировано найдите естественный эквивалент адекватный а также остались две-три ситуации с использованием предложенного фразеологизма ну например что-нибудь типа абсолютно бытовая жизненная ситуация ну как естественно звучит английский язык как вы добавляете на чувство этому выражению а также попросим их дать интерпретацию объяснить обосновать использование того или иного фразеологического оборота то есть от студента ожидается что он объяснит что это тоже очень важно чтобы не вызывало смущение у студента также поскольку мы занимаемся мы готовим их то просим их сканировать возможное использование как самого фразеологизма так и синонимического ряда в СМИ я часто предлагаю для облегчения задачи студентам обратиться к такому изданию как вегалоте почему потому что там очень удобный пристрелик ты уставляешь необходимую фразу и гадер сканирует все возможные статьи которые были опубликованы сохранились на сервере и вы можете отследить жизнь той или иной фразой это это помогает на пример да фразе не пико вы видите разделе политик эрик leaves government на пико огломе разделе спорт зал джинси джинси Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Момент узнавания в тексте и одновременно облегчает выражение собственной мысли, потому что это и дематика, и снорусский язык. И ты знаешь, как это сказать. Аккуратно. Так же, как, пожалуйста, с темнокожим жителем Великобритании. Ну, это уже крайний случай. Очень приятно об этих случаях говорить. А что делать? Это жизнь. Да, это жизнь. Да. В вашем названии я тоже хотела отправить ремарку. Я тоже безумная фанатка Шекспира, употребления Шекспира и обращения к Шекспиру на занятия по английскому языку. И я хотела запомнить тем моментом, что свои впечатления Шекспир на уроку по английскому языку, это не сколько про язык, сколько про кругозор человека. И это очень толкий момент, который вы сейчас действительно замечательно отметили в своей презентации, о том, как важно понимать, с кем ведешь этот высокопадный диалог, да, чтобы не попасть в нужную результате, в результате особенного известия избытка интеллекта. Это первый момент. Второй момент, я сразу бы и говорила об этих чудесных выражениях, которые я скромнировала у себя, самым подлым образом, мне сразу же пришли на ум даже сами названия его пьес, потому что названия их пьеса они стали сами уже идемными, по сути. Вот самые такие, да, что называется, роскошные моменты. И еще я хочу сказать, что в произведениях Шекспира, как мы знаем, более двух тысяч слов, он виден уже Шекспиром, его там несколько секунд, например, да, и в его пьесах очень длительно современных студентов тоже привлекают эти моменты такие слова, как старый, 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 да, и менеджер, это тоже вот, собственно говоря, шекспировский. И поэтому, когда им даешь, например, на перевод какие-то отрубки с современными актуальными словечками, для них это тоже очень большой такой радостный момент узнавания и понимания, и таким образом ты вводишься потихонечку в ту культурологическую сферу, которую, собственно говоря, делают из них не просто знатоков языка, а действительно людей с очень прогнозом, что для нас не менее важно. Да, это очень важно, важный момент. Да, очень важный момент национального включения, потому что, к сожалению, средний студент, он английский молодой секретарь, он у него не имеет ни запаха, ни вкуса, вроде как такой посредник, да, волчаливый. А когда они начинают понимать, куда это идёт, там здесь с чем, что такое отношение. Да, главное, чтобы они после вашего курса не утратили это, ближе туда, к выпуску. Ничего мы им напоминаем всегда, мы с ними встречаемся. Да, дело в том, что для Аплодинтимедии мы домашние чтения берём в рамках исторического курса. Мы читаем книгу «Ондустрию и хистерю Бритта». Это тоже очень важное формирование вертикального контекста, опять же, приходя к языку СМИ на старших курсах, да, и не знали делать, что делать с маленькими. Которые недавно появились в таком размере. Да, в таком размере мы смотрим историки, вроде как, которые Аплодинтимеда занимаются, смотрят на нас, что мы делаем с уровнем мира, который мы тоже хотим, мы тоже хотим, теперь надо думать, как комбинировать. Даже так, уже интересовались. Да, интересовались, но мы тоже хотим. Потому что это важно. Это очень важно видеть эмоциональный уровень студентов, потому что если эмоционального обучения нет, для них это тяжело, результативность падает, это обязал. Как вам ответить на английский, сколько можно его учить. Оказывается, вы можете учить, как по-настоящему. Скажите, а вступительного экзамена, ну я понимаю, сейчас всё отменили, но у вас не было, вот когда ухудшилось. То есть вам отменили вступительный экзамен? ДВИ сохранилось, насколько я знаю, только для пиарств, или сообщественности. Ну да, потому что у вас больше не будет курс. Понимаете, да. Журналисты пишут в университет, но язык не имеет отношения, а социалисты последствий сообществами, да, они ДВИ сдают. Только они. Затем мнение, да, что не делать всё к лучшему, и мы находим, да, сообщественности. Да, а потом на обиде этого усложнения, этого тренда. У кого какие-то вопросы из тех, которые у нас в Зуме, дорогие друзья, есть? Или мы будем продолжать? Будем продолжать. Так, Хрущева Оксана Александровна не присутствует у нас. Следующие авторы доклада я назову, потому что у меня никак не отметились, может быть, их нет. Макарыч Ивановна Владимировна и Смирнова Екатерина Валерьевна. Мы есть, да, присутствует. Очень хорошо. То есть вы делаете один доклад. А у нас нет. Вы Смирнова, да? Да, Екатерина Валерьевна. Да, и у нас идёт доклад «Игра слов в языке рекламы». Это кафедра испанского языка, МГИМО. Выступает Смирнова Екатерина Валерьевна. И второй автор, она представляет его, Макарычева Анна Владимировна. Да, совершенно верно. Мы с Анной Владимировной подготовили… Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с Анной Владимировной подготовили совместный доклад для сегодняшнего мероприятия на тему «Игра слов в языке рекламы». Дело в том, что реклама – это явление, с которым мы так или иначе сталкиваемся каждый день. Современная реклама является одним из функциональных инструментов межкультурного общения. Она обладает значительной силой внушения и направлена на стимулирование социальных и экономических процессов. Как явление массовое, реклама занимает пограничное положение между различными профессиональными сферами и в качестве объекта для изучения привлекает внимание представителей различных профессий, в том числе и лингвистов. В своем накладе на примере испанской рекламы в интернете мы рассмотрим такой стилистический прием, как «Игра слов», который достаточно часто используется в языке рекламы. Все стилистические приемы обладают той или иной степенью выразительности и экспрессивности. Это необходимо для того, чтобы привлечь внимание человека к определенным явлениям и событиям. «Игра слов» также является одним из таких приемов. Данный прием, как правило, используется в художественной литературе для того, чтобы создать комический или иронический эффект. Что касается рекламы, то в данном случае «Игра слов» используется для воздействия на потенциального потребителя с целью привлечения его внимания, чтобы он приобрел именно данный рекламируемый товар. Данное явление часто встречается в текстах баннеров в интернете, так как необходимо при минимальном количестве текста привлечь максимальное количество потребителей. Для этого часто используются яркие слоганы, запоминающиеся даже на подсознательном уровне, чтобы потребитель, покупая товар, в первую очередь вспоминал рекламируемый и отдавал предпочтение именно ему. Некоторые виды «Игры слов» можно считать стилистическими фигурами, потому что эффект привлечения внимания в них реализуется с помощью определенной комбинации звуков и букв, что, как правило, создает комичный эффект. Другие виды «Игры слов» можно отнести к графическим. Такие стилистические приемы воспринимаются только визуально, а не на слух. В качестве примера можно привести акростих. Также некоторые виды «Игры слов» могут относиться к семантическому уровню, потому что в них обыгрываются разные значения одного и того же слова. К таким видам можно отнести идеологию, например. В некоторых стилистических приемах «Игры слов» мы можем наблюдать перечисленные явления в совокупности или в различных комбинациях. Однако не стоит забывать об отличиях русской и испанской стилистики. Так, например, в русской традиции принято называть все разновидности «Игры слов» каламбуром, тогда как в испанской стилистике каламбур является лишь одним из приемов «Игры слов». Более подробно о рассматриваемых нами примерах «Игры слов», которые различаются в испанской стилистике, расскажет моя коллега Анна Владимировна Макарычева. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Валерьевна. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Екатерина Валерьевна подвела такую теоретическую базу под наш наклад, а я хотела бы на конкретных примерах рассказать вам про основные приемы «Игры слов» на примере испаноязычной рекламы. В основном мы брали испаноязычную рекламу, встречаются также англоязычные, несколько из них наиболее интересных примеров. Здесь у нас приведен список «Игры слов», и сейчас конкретно поговорю по каждому пункту. Начнем с диалоги. Диалоги – это такая фигура семантического уровня, которая заключается в однократном использовании слова, но сразу в нескольких значениях, обычно в прямом и в переносном. Например, чаще всего диалоги встречается как раз в рекламе либо алкогольных напитков, либо духов, когда, например, здесь слева реклама – это такой тайный объект желаний. Это может распространяться как и на девушку, так и на алкогольный напиток. В принципе, соседняя реклама что-то похожее. Или, например, на испанском тоже реклама – переходи на новую систему питания. То есть питание здесь как в прямом значении, так и питание для кожи. Вот вы можете видеть, у девушки тут даже яблоко. Это такой специальный визуальный эффект еще дополняет игру слов в этой рекламе. На самом деле диалоги используются очень часто в разных контекстах и в огромном количестве рекламы, поэтому примеров на диалоги достаточно много, в отличие от других. Вот это реклама сайта новостей информационных. И здесь написан слоган, который переводится как «Создай свое собственное мнение». И здесь вот в переносном значении, и на картинке прямое значение. Вот тоже визуальный образ подкрепляет вот этот слоган, и поэтому создается такой вот эффект, привлекает внимание эта история. Или, например, реклама хамона. Хамон здесь представлен в виде флага Испании, и такая реклама очень бросается в глаза, она привлекает внимание не только визуальным образом, но и как бы тоже вот эта гордость, эта гордость как сама Испания, как вот эти вот ценности испанские, сам флаг вот за страну, за все, так и просто какими-то продуктами, которые производятся в отдельных ее регионах. Последний пример на диалогию – это хорошая часть дня. Слоган реклама звучит, и здесь часть клавиатуры мы видим, часть шоколада. Кстати, эта реклама на нескольких, на многих языках встречается. И вот эта часть, она к переносным значениям, так и вот значение таком. Тоже здесь можем наблюдать. Перейдем к диафоре. Диафора – это обратная история, когда у нас два раза используется слово, чаще всего одинаковое абсолютно, но с разным значением, с разным контекстом. Ну, например, посмотрите, пожалуйста, здесь Испания. Это такой туристический для туристов, такой вот образ был создан. Я думаю, вы наверняка видели этот значок. То есть это просто вот такой символ страны, такой вот, ну, такая картинка красивая. И рядом тоже написано, что мне нужна Испания. Повторять слово Испания уже на английском. И это означает, что вот мне нужна Испания в плане того, что вот какое-то вот море, там солнце, вот какая-то вот система образов, какие-то приятные впечатления, которые связывают эту страну, а не просто географическое положение или как государство. Вот поэтому вот диафора вот в этом выражается. Или, например, на этой рекламе тоже здесь слоган «Нас объединяет страсть к воде». Ну, к воде, имеется в виду, к морю, к океану, так корабль изображен. И снизу вот здесь вот написано не просто чистая вода, то есть больше, чем просто чистая вода. Здесь уже вода как питьевая, «Манантьяль» — это фирма, которая производит эту воду, еще переводит как источник. Поэтому здесь вот два раза вода, но в разных значениях приведена. Думаю, наглядный пример. Каламбур — этот прием, который создается путем совпадения звуков и слогов и появляются другие слова с новыми значениями, которые, в принципе, можно прочитать, они хорошо угадываются. Ну, например, вот здесь слоган «Layer les da alas». Вот это «les» должно писаться слитно, но его специально написали отдельно. Почему? Потому что переводится из испанского, это как «читать их», вот это «les» — это «их», «читать их», то есть книги дает крылья. Либо вот это «les» можно еще, такая иллюзия на слово «les» в английском языке, что меньше, да, «читать меньше» дает крылья. То есть каждый тут такая социальная реклама про чтение, каждый тут решает для себя, как ему комфортно. Или вот еще, например, «Каламбур». Ну, тут уже подошла такая реклама алкогольного напитка, но здесь название его замещает английское слово «absolute», то есть и на конце должно быть. Вот они поменяли, получился тоже такой эффект, который привлекает внимание. Причем реклама вот эта 90-х годов, вот эта современная, вот она не вышла, не потеряла свою актуальность за столько времени, до сих пор в той или иной форме она возникает и появляется. Паранамазия – стилитическая фигура, которая основана на комическом использовании сходнозвучащих слов или групп слов. И, в общем, получается такое, за счет морферного сатабонологичного или частичного совпадения, звучит достаточно забавно, чаще всего специально так делают, чтобы был такой эффект привлечения внимания. Например, Тефаль, Тефаль, мы знаем, это фирма, а вот Тефаль по-испански, тебе не хватает, вот это вот фирма Тефаль, не хватает там сковородки или чего-то еще. По-испански, именно вот почему мы делаем упор на испанскую лексику, потому что в русском, конечно, не получится такой игры слов, в испанском здесь получилось. Или, например, парадурмирмаш используется вместо слова «мас», которое переводится как «больше», для того, чтобы спать больше и лучше. Вот поставили «h» здесь, название фирмы. В принципе, понятно, что имеется в виду, но внимание тоже привлекли названием. Вот это вот про «бобы» вообще классическая реклама. Тут и «бобы» и обозначает все это построили под «Хайнс». И получился тоже такой интересный эффект. Вот это параномазия как раз. Здесь тоже в этой рекламе «Кококу» написано «Наполни твой дом улыбками» и «Сэкономь». В чем здесь параномазия? В том, что «аора», если писать с одной буквы «р», это «сейчас», если писать с двумя буквами «р», это «сэкономь», глагол «аурар». Но, собственно, поэтому здесь такой контекст двойной для испанцев становится очень понятной и наглядной. И прям вот эта игра слов тут очень чувствуется для носителя языка. Складное слово. Складное слово – это видоизменение либо одной части слова, либо присоединение одного слова к другому. И порождает такую двусмысленность этот прием. И он достаточно часто используется. Например, «актилече» – это от слова «активный активу» и «лече молоко». Вот «актилече» получается, то есть мама, которая, так скажем, часто пьет молоко, это мама, которая растет вместе с своими детьми. То есть укрепляет здоровье, иммунитет и так далее. Или, например, складное слово «шантастик». Это уже из английского взяли. «шантиять», «фантастик». Вот они объединили это два слова. И очень-очень такой же запоминающийся эффект. Они этого эффекта с помощью складного слова при увеличении внимания добились. Антиметабола. В конце мы оставили те разновидности игры слов, которые встречаются не очень часто. Они достаточно редкие, но мы тоже посчитали нужным обратить внимание, потому что они того стоят. Но вот антиметабола относится как раз к таким. Это словесная фигура, когда какое-то высказывание или фрагмент текста состоит из двух повторяющихся частей. И вторая часть является зеркальным отображением первой. Ну вот здесь вот такая брошюрочка «Сабер регалар» и «Серегалар сабер». То есть уметь дарить – это дарить знания или какое-то там. Дарить какие-то знания. И абсолютно идентичная конструкция только в зеркальном отображении. И вот «Дарите книги» тут написано. Такую вот рекламу, социальное тоже, скорее, привлечение внимания к чтению книг. Или, например, «Агуа пара тодос, тодос пара лягуа». То есть «Вода для всех и все для воды». Тоже реклама питьевой воды. «Палиндрум». Это вообще такой редкий экземпляр. Это графическая фигура, представляющая собой фразу, читаемую как слева направо, так и наоборот. Эту картину удалось найти на сайте, в котором рекламировались краски, но встречается достаточно редко. Вот «Луз», «Асуль». «Акрасть их» – это еще один из приемов. То есть здесь у нас начальная буква первых слов каждой стихотворной строки образует слово или сочетание, созвучное общему содержанию. В данном случае приводится пример политической партии АПРО, одной из стран Латинской Америки. И вот тут расшифровка. Ну, часто, кстати, в политических партиях аналогичные приводятся. Там, допустим, каждая буква в какой-то имеет значение, какие-то принципы этой партии выражаются. Или, например, более современная реклама. Здесь реклама центра изучения английского языка в странах Латинской Америки. Вот, пожалуйста, они приводят разные страны. И вот у нас формируется здесь из… Так вот аккуратненько они подставили. Получается, там, откуда ты. Или, например, вот такого плана. Говоришь ли ты по-английски. Вот такая реклама. Она тоже очень-очень интересна. Вот анаграмма – это единственный прием. В общем, нам не удалось почти фактически найти какой-то пример на анаграмму, потому что ее принцип такой, что это как такой ребус. Вот, например, мы привозим здесь пример Хапонес или Эспонха. То есть у нас набор буквок один и тот же, и мы его меняем, и получаем из одного набора два разных слова. Вот здесь Данон читается очень хорошо, да? И один журналист провел эксперимент и решил поменять некоторые буквы, не убирая их, просто с заменой. В названии известных фирм. И получился вот такой интересный эффект. То есть без добавок, условно говоря. Но это как бы неофициально уже, это вот просто как пример я здесь сюда привожу. Спасибо вам огромное за внимание. На этом мы, наверное, закончим. У нас, в принципе, вроде бы все сказали. Спасибо вам большое. Скажите, вы рассматривали рекламу, которая в газетах, журналах, да? Нет, не обязательно. Мы смотрели рекламу из интернета. На сайтах некоторых встречалась в газетах, журналах. И даже у нас здесь не приводится, но даже уличную рекламу изучали некоторые, когда приезжали в Испанию до пандемии. Старались даже там смотреть, если встречалось что-то. Вот Coca-Cola, например, пример был. Вот это уличная реклама. Таким образом, она выглядит как произведение искусства. То есть я вспоминаю, может быть, я просто предвзято отношусь к российской рекламе. Часто безвкусные какие-то вещи. Ну, мы старались подобрать что-то более-менее интересное, чтобы было интересно и как-то визуально образы какие-то были приятные. А отношение вот к рекламе в стране или вы как бы... Достаточно спокойное. Они очень спокойно отреагируют. У них реклама идет не такое продолжительное время, как у нас, в перерывах между фильмами, например, или еще чем-то. И, в общем, большому счету она их так особо не раздражает. Я так понимаю, у нас такое достаточно негативное отношение к этому. По караме, то есть то, что идет на телевидении, она отличается. Конечно, она, во-первых, в принципе, даже если тот же самый продукт рекламируется, я не видела, чтобы был такой же принцип построения рекламного ролика. Обычно делают что-то по-другому как-то совсем. И она вот, ну, не знаю, даже если вот я смотрела, как-то не раздражает она как-то по-другому, так как там выграно все по-другому. Ну, более-менее приятно ее смотреть. И идут более короткие, да? И короче они, да, значительно. Там буквально 3-4, максимум 5 роликов и все. И убирают. То есть он не так затягивает, как у нас. Интересно. Вроде тема, которой занимались рекламой, а повернута она интересная в испанском языке. Зум, обитатели Зума, вопросы какие-то у вас есть? Молчание. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Существует эстетическая реклама где-то. Следующий выступающий, два выступающих, ну, представлять, наверное, будет Овезова Барно Санжановна, доцент кафедры иностранных языков Российского государственного университета имени Косыгина. И второй автор доклада – это Новикова Наталья Владимировна, заведующая кафедрой иностранных языков Российского государственного университета имени Косыгина. И очень отличающиеся от направления Барно Санжановны, ну, обычно, тем экзотизмы, языковые маркеры культуры. Да, на этот раз немножко другое, да? Просто пока я писала монографию, а тут такие вещи появились, я думаю, немножко можно будет написать. Все-таки это интересно. Меня слышно? Да, все слышно. Сейчас я сразу, чтобы время не занимать, сразу открою. Так, совместное использование, да, открываю. Видно, нет? Да, видно. Так, сейчас, ой, что-то не открыто? Сейчас, минуточку. В общем, тема. Видно все, да? То, что двигается, и гол, и слышно, и видно. Да. Давайте я быстренько, да. В общем, экзотизм, теоретическую часть я пропущу, она просто так для красоты. Что это такое? Я думаю, мы все... Ну, хотя бы, может быть, вы скажете. А, ну, ладно. Сейчас я немножко это уберу. Что-то у меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в общем, в статье говорится о чем? Что мы делаем? Анализируем заимствованную экзотическую лексику, которые проникли из русского языка в тажинский. Также семантику разбираем. Но в статье, конечно, будет больше. Просто здесь я кратенько, чтобы было понятно, примерами даю, а когда уже будет издание сборника, я думаю, уже там по-другому будет. Ну, немножко добавлю, там, конечно, больше будет. Более обширно, более широко будет все это расписано. Анализируем семантику и структуру экзотизма. А также контекстное употребление экзотизма в языке оригинала и перевода. Ну, свойство языка на тажинский. Так, сейчас я на нитушку хочу вот эту штуку убрать. Не могу себя убрать, чтобы она мне не мешала. Давайте вот так попробуем. Все. Так. Дальше. Значит, что такое экзотическая лексика? Ну, понимаем, она является, знаем, что она является лакунарной и требует интенсивного подхода к переводу. За основу, ну, как обычно, ничего нового нет. За основу исследования мы взяли источники, словари, учебные издания, научно-исследовательская художественная литература. Ну, и, конечно, беседы носителей тажинского языка. Да, что столицы, что в районах и селах республики Таджикстан. Так. Как известно, как и все другие языки, словарный состав современного тажинского языка очень богат. И, естественно, очень много многочисленных заимствий. Удельный весь заимствование из разных языков, конечно же, не одинаково. В разные эпохи проникали слова из других языков. Конечно же, играя определенную роль, русский язык, как и другие языки, вложил вклад в развитие и обогащение тажинского языка. Такого рода обогащение не только за счет внутренних ресурсов, но и за счет заимствования слов из других языков, таких как арабский и узбекский. Малая часть перенявшей вектики тажинского языка составляет заимствованные из русского языка. Но, однако, хотя и процент маленький, но процентность, несмотря на малое количество, процентность использования, конечно, большая. Так как в советское время за эти 70 лет огромное количество терминов в литературный язык, разговорный язык и бытовой, в общем, точно так же литературный русский язык повлиял и разговорный русский язык повлиял на тажинский. Как литературный, в частности, и разговорный тажитский язык. В общем, историческая обстановка XX века была крайне благоприятна для развития контактов с братскими странами. И в лингвистическом отношении это сказалось в увеличении заимствия. Это говорит о возрастающей потребности давать название новым явлениям, предметам, открытиям о развитии отношений и связи между Россией и Таджикистаном, а также о престиже русского языка. Но обмен между разными языками, прежде всего, происходит на почве, естественно, экономических, торговых, научно-культурных связок международными. А как известно, в советское время мы были все братьями республики, дружили, дружно жили и не тужили. Естественно, заинствовались и тажицкие слова в русский язык. Их около 300, по-моему, слов примерно. И, естественно, и русские слова в тажицкий язык. Результатом стало проникновение слов и словосочетание названий и явлений блюд, предметов которых отсутствуют в тажицкой культуре. Например, копирка, блинчик, торт, пирог, пирожное. Ну, конечно, к словам нет варианта. К слову компот, борщ, пирог, рассольник, окрошка, оладушки, блинчик и так далее. Морс и так далее. Каша, кстати, не имеют варианта. Особое место среди заимствованных слов занимают, конечно же, экзотизм. Слова, которые характеризуют физические особенности жизни разного народа. Экзотизм – это слова и выражения, заимствованные из других языков, употребляемые для придания речи особого колорита и передачи особенностей мембокультуры и ментальности другого народа. Экзотизм употребляется при описании не тажицкой действительности в нашем случае, потому что мы разбиваем экзотизмы, перенявшие в тажицкий язык из русского языка. При описании не тажицкой действительности слова маркеры. Экзотизм не имеет тажицких синоним, поэтому обращение к ним при описании национальной специфике продиктовано необходимостью номинации явлений и понятий, связанных с русской действительностью. Например, рубль, блинчик, сарафан, бушлак, кефир, кулич, пасха, утренник, бар и так далее. Но стоит отметить, правда здесь у меня нет, но стоит отметить, что многие из них являются русскими интернациональными словами, так как русский язык сыгрался уже посредником между тажицким и европейскими словами, так как много в тажицком языке, терминологии, греческие, латинские, которые перешли в свою очередь из немецкого языка, английского языка в испанский, итальянский, русский язык. А в свою очередь потом они перенялись в советскую эпоху, перенялись в тажицкий язык. Экзотизм не столько открывает или толкует чужую культуру, сколько символизирует. Перенализирует в предображении и быта русского народа, используя такие слова, ну например, тут их много, конечно, общение написать, не привести как пример. Такие слова, как футер, хата, изба, рыцарь, иван, борщ, блины, тайга, тундра, сибирь, бушлак, князь, батрак, боярин и так далее. Для определения этих понятий, которые обозначаются русскоязычными словами, в тажицком языке, конечно, используются описательные обороты. Например, слово пасха, в словаре тажицкого языка, поясняется так. Як нау кульчайширин, меня, наверное, Анна поймет. Як нау кульчайширин, кина саванен, дар иди, кисхом и пазан. Это один вид круглого хлеба, который пекут на пасху. Точно так же слово писхо. Это иудейский и христианский праздник. Кулич. Также як нау кульчайширин, кина саванен, дар иди, кисхом и пазан. Вид круглого хлеба, который пекут на пасху. Или же слово, допустим, сарафан, одежда, без рукавов. Это я уже сразу перевод привела, чтобы немножко сократить время и место. Экзотизм не переводится на общих оснований. Обычно лексима просохраняется в тексте. А для формирования лексического понятия используется толкование, комментирование или приблизительный перевод, при котором почти всегда утрачивается национальный колорит. А именно, например, принцип родовидовой замены. Допустим, хапа. Конечно, можно сказать хона, допустим, на русском языке. Дом, допустим. Или лаптик, обувь. Я даже не знаю. Ну, попушак или обувь. Но это все равно будет не то. Оно уже теряет свой колорит, национальный колорит того, в данный момент русского народа. Поэтому я считаю, что нежелательно. Объяснительный или пояснительный метод. А просто дать, чтобы показать, если даже вот студенты, которые изучают русский язык или наоборот, когда мы объясняем, говорим, через лингво-страновический аспект, они уже будут лучше понимать и язык, и будут заинтересованы, мотивированы запомнить это слово, соответственно, запомнить какие-то факты, связанные с жизнью русского народа. В общем, лингво-страновический аспект очень важен при преподавании на странах языков. В нашем случае русского. Дальше. Б. Принцип функционального эквивалента использования слов и словосочетаний, называющих уносителей языка рецепента, такую же реакцию, как уносители языка источника. Например, щи, борщ. Конечно, у таджиков есть суп из капусты, но они не говорят. Они говорят щи, борщ. Очень редко. Всякий суп из капусты они называют борщ. Там есть щи, да, красный, не красный. Да, или квашеная капуста просто называют борщ. Пирожки, тесто с начинкой. Ну, я уже перевела. Это, например, хамир. Нон, бо, допустим, гуш, бо, картошка, кстати. Картошка тоже, кстати. Оно в этом виде используется и в литературном, и разговорном таджицком языке. Или хлеб. Лепешка в виде кирпича. Так никто не скажет. Просто скажут хлеб. Или кефир. Чака. Чака есть такой вот густой. Он как творог, но не творог. Вы должны знать, как сказать. Жидкая чака. Такой никто не скажет. Все скажут просто кефир. Так, дальше. И пункт В. Конституальный перевод. Например, кваснущидан. Прошел, да, и говорит, я попил. Ну, что попил? Жидкость попил. Нет, конечно. Он обязательно скажет, что кваснущидан. Да? Или купил я дом. Нет, конечно. Он, если описывает или говорит, или поэт, или писатель описывает, особенно в советских времен, что-то особенно писатели во время Великой Отечественной войны писали, то, естественно, они и писали. Например, все на таджицком. Я купил ман хата харидан. Он же описывает вот эту русскую деревню во время Великой Отечественной войны. Соответственно, он говорит ман хата харидан. Допустим, в Ройке, я уже пошла на Таджицке, никогда не скажет ман хауна харидан. Чтобы описать, чтобы показать, чтобы подчеркнуть, что вот, в общем, колорит русского народа. Жить, быть русского народа. Ну, соответственно, можно разделить тематические, тематические лексические группы, разделить эти экзотизмы. Группа большая, я примерно несколько привела. Вот наряду с семантическим освоением словами в нашей речи встречается немало таких различных слов, которые обозначают понятие. Несвойственные для жизни действительности экзотические лексики отразят самые разные стороны жизни той или иной страны. Культура, спорт, быт, питание, религия, искусство, традиции, экономика, политика и так далее. Групп много, это можно бесконечно говорить. Вот, например, предмет быта, гастрономическая терминология, название видов одежды, политические термины, термины экономики, название связанное с наукой и искусством. Дальше, лексика связанная со спортом, название видов транспорта, название инструмента, например, музыкальная, скрипка, гитара, гармонь, да, гармонь, баян и так далее. А почему написано гармон и гармонь? Потому что не свойственно в таржеском языке, мягкий знак не используют, не всегда. Если вы заметили, даже когда говорят маленький, да, тверь, тверь, а тверь, не свойственно в таржеском языку, и поэтому они используют без мягкого знака. Носители таржеского языка, эти слова с мягким знаком в середине или в конце, ну, как игрушка, в середине или в конце, они опускают. Лексика связанная со спортом, мы сказали. Название столовых приборов и посуды, вилка, открывашка, кастрюлка, кастрюл. Я пишу в таком виде, вот кастрюлка, кастрюл, потому что такие используются в разговорном речи. Ну, конечно, если писать будут литературу, то оно будет кастрюля или сковородка. Да, сковорода, в разговорной речи русского языка, русского носителя тоже сковородка, по идее. Ну, как сковородка используется в разговорной речи таржеского носителя, носителя таржеского языка. Так, сейчас, минуточку, это мы сказали. Ну, анимализм – это естественно. Гориллы, динозавры, акулы, кей, дельфин, икра. Икра является рыбой. Потому что в Казахстане ее нет, рыбу есть, но почему-то икра нет. Так, дальше. Слова обозначения места и местности, буфет, вокзал, кухня, кстати, кухня. Ну, конечно же, у меня здесь в презентации есть, какие они подвергаются морфологическим и этим хометическим изменениям. Если будет время, можно будет. А так, кстати, конечно, все это говорится. Например, какие подвергаются они изменениям и там по пунктам даже даются опущения, добавления гласных, согласных и так далее. Название мероприятий, дискотека, день рождения, дни, да, как и в случае кухни, запастовка, карнавал, конкурс. Как вы видите, очень много интернациональных слов. В частности, очень много терминов, религиозные термины, епископ, епархия, поп, церковь, пасха, монастырь и так далее. Название и явления, отражающие особенности географии, климата, допустим, да, цунами, тайга, тундра. Ну, никак не переведешь и не адреснишь, не опишешь. Просто надо знать, что есть тайга, есть тундра, сибирь, да, и сибирь. В связи с тем, что количество географии большое, каждая группа еще в свою очередь может подразделяться на несколько групп. Вот просто я пробежимся, вот гастрономическая терминология и поехали. Продукты. Пермишель, гречка, колбаса, макарон. Молочные продукты. Кефир, молоко, молоко, да, разговорная речь. Пряженька, сметана, блюдо, борщ, каша, подливка, мясные блюда, шнитель, котлет, голубцы. Всякий вид, вот фаршированные перцы тоже носитель тажетского языка называют голубцы. Хотя это будет фаршированный перец, а голубцы с капустой. Ну и также печеные блинчики. Блинчик, бублик, булочка, кекс, коржик. Напитки, сладости и десерты. Морс, компот, зефир. Соус, горчицу очень уважают. Очень любят горчицу, между прочим. Майонез. Ну майонез уже международное и интернациональное слово. Также орехи. Или же никак не назовешь, потому что они свойственны именно этому, местности именно этому роду. Слова обозначения одежды, обуви, украшения. Ну одежда. Банан. Это не банан, а имеется в брюке банан. Помните, когда-то вливали? Безрукавка, бурук, брюк. Клёш подразумевается брюк и клёш. Бушлат, водолазка, тублёнка, шуба, кофточка, пальто, пуховик. Слова, обозначающие одежды, обуви и украшения. О, их очень много. Головные уборы, украшения, обувь, ободок, обручальные, сокращенные. Очень много таких слов, которые... Вот обручальное кольцо, но до такой степени сокращать. Это как сливочное масло. Говорят, просто сливочный. Как и в этом случае обручальное кольцо, обручальные сокращения. Конечно, это в статье будет. Просто так как сейчас времени не ахти. Головные уборы, мы сказали. Перечислены тематически в группы экзотизма. И это, разумеется, далеко не все группы. Представляют собой в основном названия конкретных. Но в основном это что у нас? В основном это существительное. Процесс семантического освоения также может происходить постепенно. Быстрее всего входят в систему понятия тажистского языка те слова, которые называют конкретные предметы, пришедшие к нам из других стран, особенно предметы быта. Ну, несколько я привела. Грабля, горшок, шмар, стакан, ручка, вилка, тарелка, цистерна, машина, плоскогубцы, отвертые. Экзотическая лексика употребляется в тажистских текстах нескольких пунктик. Выполняя номинативную пунктик, называют понятия, которым нет эквивалентов в тажистском языке. И рассказывают о жизни других стран, в нашем случае о жизни русского народа и описание жизни и быта русского народа в произведениях, в своих произведениях. Так, функциональная стилистическая роль и назначенные заимствованные слов весьма разнообразная. Все слова этой группы выполняли с самого начала основную номинативную пунктик, поскольку они заимствовались вместе с определенным, чаще всего с новым понятием. Борщ, граф, декрет, князь, пельмени, пельмен, пионер, батрак, окрошка, селедка. Я очень, между прочим, обожаю, лично я люблю и вообще очень любят в Таджикистане селедку. Тоже как по-русски. Лук белый хотела. В общем, и картошка. С картошкой, вяженка, сметана, пряник, сарафан и так далее. Они пополняли терминологические системы, использовались как экзотизмы при описании национальных особенностях для создания местного колорита. В этом слайде говорится о том, что в основном идут терминологические термины. Термины. Например, многие хорошо знакомы Таджики, он выступает через слова, как квас, мор, голубцы, компот и так далее. Они не теряют своего национального колорита. Даже пройдя длительный этап адаптации и укоренения, они не перестают соотноситься с чужой действительностью и употребляться для ее изображения. Про суп борщ я уже говорила. Языковой материал свидетельствует о том, что наиболее быстро развивающимся разделом словарного состава Таджики и литературного языка в Советском Союзе является терминология. Роль русского языка в развитии терминологии литературы и русского языка является немаловажным. В большинстве языков советских народов 70-80 новых научных процентов новых научно-технических, общественно-политических, учебно-педагогических и других терминов составляют заимствованы из русского языка. Наряду с этим Таджики проникли термины из других языков, соответственно, через русский язык. В семантическом плане освоениями является крепление чужого слова в заимствовании языке в строго определенном значении. Поэтому экзотизм, как правило, имеет одно значение. Семантические процессы происходят под влиянием культурных исторических и социокультурных изменений обществу. Давайте пару примерчиков разберем, так как у нас много примеров, но мы временем нет. Например, возьмем слово садик. Слово садик в русском языке очень много значения. Небольшой сад, полисад, детсад, парк, розари и так далее. Но в таджицком языке, в таджицком литературном языке существует, конечно, бухчай и кудакон, это детский садик. А в разговорном чаще всего, да и вообще использовали, используют заимствование из русского слова садик. Например, я отведу его в садик. Именно не ясли, не бухчай и кудакон. Хотя можно сейчас уже встретить, но все равно разговорные речи, русские слова, русский экзотизм. Не то, что русский экзотизм, который свойственен русскому языку, а вообще русские слова до сих пор очень широкоупотребительны. Или слово квас. В таджицком языке он только перенялся в сужении семантики, только перенялся в виде сладкого напитка. Никогда не скажешь. Капуста квашеная. Просто говорят капуста. Если говорят капуста, кстати, тоже, между прочим, это свойственно русскому народу. Вот я пошел, купил капусту. Сразу можно понять, что подразумевается, я пошел, купил с рынка, на рынке квашеную капусту. Так, сужение семантики, каша. Как известно, это кушание из сваренной или заваренной крупы. Густая, крупа и так далее, каша. Но в таджицком языке подразумевается манная каша. И она очень популярна в Таджикистане. Детей до трех лет, именно когда говорят каша, подразумевают манную кашу. Хотя каша же значение. И гречневая может быть, да, перловая, может быть, герпелесовая, да, кукурузовая. Но значение сузилось, лексическое значение этого слова используется только в этом. Выше приведенных примерах наблюдается сужение значения слов. Отсутствие каких-то семантических изменений и сдвиг семантики слова. Если в исходном слове было многозначным в языке, то при заимствии не берется только одно из значений. Происходит сужение значений слова. Следует отметить, что чаще всего уменьшается объем содержания слова, а также и объем заключенной в нем мыслей. Зоимственно, проникая в ташистский язык, подтвергались изменениям фонетического, морфологического и сомонетического характера. Но здесь очень большой материал. Может быть, я вот сейчас... А, и еще переосмысление грамматического значения числа. Например, брюки, лыжи, босоножки, колготки. Они уже обозначают во множестве, да? Брюки, парабрюк, лыжи. Но в ташистском языке они вот, если вот вы заметили, смотрите, лыжа, колготка, босоножка. И, соответственно, когда мы хотим сказать, да, или осмыслить грамматическое значение числа, то мы добавляем суффикс-го, лыжа-го, колготки-го, хотя уже само слово колготки уже во множественном числе. Но вот так оно перенялось как единственное, и поэтому говорят, где мои колготки-го? Колготки-го и мандарк-джет. Понимаете? Добавляете, хотя слово колготки, оно само является множественного числа. Ну, здесь таблица как раз экзотизм с тазистскими суффиксами-го. Босоножка-го, или, может быть, даже босоножки-го. Ботинки-го, но ботинка-го. Брюки-точно так же, галоши, джинс-го, полготки-го, мы сказали же, семечки, опилки-попилки-сутки и так далее. Ну, об этом можно, только об этой таблице можно целых три часа рассказывать, честно говоря. Вот, давайте пару фронетических изменений я вам покажу, а потом в статье все это будет. Фронетические изменения изгодены. Характерной особенностью и русского произношения является акне. Ну, как и на русском языке, собака, окно. В тазистском языке они так идут, не говорят они, собака, окно. Тоже, как и в разговорном русский. Очень часто, как в тазистском, так и в русском, гласное О произносится как А. Заменяйте замена звонкого согласного звука на. Б на Ф. Хлеб. Хлев. Хлев. Хлеб. Замена звонкого согласного звука на парный ему глухой звук. Ж на Ш. Босоножки. Кружка. Д на Т. Бидонно. Бетон. Пуд. Худ. Тут очень много таких слов. Замена согласного С на С. Особенно после распада Советского Союза, С как-то, хотя, можно сказать, что используют, но везде говорят, что данная буква встречается в чаще словаформах, относящихся к периоду реформы 1990 года. В современной тазистской грамматике эта графема была заменена на графему С, перед гласной или середине слова, после гласной. До конца 20 века буква С была в алфавите даже сквозь Г. В устной речи произносила С, концепция, цитоплазма, цитрус, цирк и так далее. Произносится звук С или нет, оказалось, что это вопрос связан с возрастом и образованием лица. Наиболее старший возраст, получивший русскоязычное образование, ну, в советское время, конечно же, произносит С, цирк, цилиндр и так далее. Ну, здесь группа замены гласных, согласных. Ну, если кому-то будет очень интересно, я могу ответить и снова вернуться, показать, потому что уже так, как мы говорим. И заключение. Заимственная эзотическая лекция в тажетском языке – это нередкое явление, очень многое. Я когда начала, я думала, опять что-то найду, пять-шесть слов. Нет, оказалось, очень много. Имеет место изменение происходящих процессов своими и не связано ни с моментом заезда, ни с неразличным прототипом. Подвергаясь фонетическим и морфологическим изменениям, семантические значения заимственных слов в тажетском языке не меняются. Единственное, оно сужается. Заимственная экзотическая лексика переходит с одним и тем же семантическим полем. Чаще всего переходит одно значение семантического экзотизма. Но стоит отметить, сказать, следует уместность их вкрапления в тажетские тексты разных стилей должна быть каждый раз шагно продумана, так как заупотребление на язычной лексикой привод к тому, что даже тексты, рассчитанные на широкий круг читателей или слушателей, могут стать частично непонятными и не достигнут поставленной цели. И вот этот долгожданный слайд. Спасибо за внимание. Тут у меня, конечно, еще есть, что рассказать. Ну, я думаю, кому очень интересно будет, может посмотреть в статье или, если будут какие-то вопросы, если будут какие-то вопросы, можете задать. А вот экзотизмы, это принятое, да, для обозначения подобных заимствований, подобной лексики? Да. Я просто не знаю, это принятое, да? Да, да, как международное, интернациональное слово, как терминология, да. Скажите, пожалуйста, ну, основные заимствования, наверное, они происходили все-таки в эпоху Советского Союза. Сейчас, судя по всему, русский язык вообще даже не знает молодое поколение. Я вам одно скажу. Если не знают, они притворяются. Они? Да, дело в том, что вот сейчас я на днях сдала монографию, и там вот русский язык в соцсетях, русский язык в изданиях периодических Таджикистана, русский язык в районах, селах, около 300 страниц получилось. Я даже не ожидала. Вот просто так писала, писала, писала. Они вот даже в соцсетях иногда пишут, молодежь, молодежь, вот, например, 20-летние, 17-летние, пишут на таком хорошем русском языке, и плюс приводят какие-то пословицы, какие-то поговорки, какие-то изречения из произведения. Какая часть этого населения, то есть наши студентки из Таджикистана в Гемошне, они говорят на великолепном русском и великолепном английском языке. Но это элита, а вот общее население. По моим наблюдениям, они вообще по-русски не могут говорить. Нет, говорят, говорят. А общее население, я подумала только в столице, я была тогда, сейчас скажу, в 19-м. Или вот на экономии этих. Общее население говорит на разговорном русском. Вот то, что сейчас вот в русском языке есть новые слова, да, но в русском какие-то сленг, какие-то вот разговорные, я не знаю, речь, это есть в Таджикистане, поверьте. Вот особенно те, которые вот приезжают, работают, трудовая миграция, да, у нас вот. Вот они приезжают, потом назад, когда уезжают, вот вы не понимаете, если мы в рамках только одного дома, если мы возьмем, давайте просто стройка. Там все слова есть. Молоток, обои, плоскогубцы, подоконник, клей, коробка, упаковка, контейнер, щетка, краска, разбавитель, не ацетон, а вот другой. Как он называется? Разбавитель или как там? Все это участвует, все это есть в разговоре носителя, даже в селах. Вот эти слова туда идут. Я уж не говорю, те, которые защищают диссертацию, они не все диссертации, вот кандидатские, докторские, приезжают месяца два, три, у них все на русском, все на русском. И все эти слова идут туда, едут, перенимаются туда, даже вот последние, может быть, даже интернациональные, может быть, английские. Это что, последние тенденции последнего времени? Да, есть, да. Русский язык, между прочим, ну я же говорю, я сама общалась, общаюсь, еду. Я-то думала, что только в Таджикистане каждый раз интересуются в школах, потом те, которые закончили в советское время русские школы, они хотят тоже, чтобы дети учились в русских школах. Но в районах и в селах тоже, особенно, потому что, понимаете, те, которые приезжают, они из дальних районов и сел, из столицы никто не приезжает. Малый, очень малый процент из столицы приезжают, как иммигранты трудовые, как гастарбайтеры, приезжают именно из дальних районов, из глубинки Таджикистана. Поэтому все слова туда перекачиваются, перекачиваются, переносятся, перенимаются, заимствуются. Так, еще вопросы. Спасибо большое за сообщение. Более полное мы увидим со всеми особенностями в сборнике статьи. Да, да, да. Спасибо. Спасибо, что слушали. Так, теперь мне нужно выйти из экрана. Правильно я понимаю? Да. Google медиа хорошо знаю. А вот это... Ну-ка, помогите, как мне выйти теперь, чтобы я вам не мешала. Сейчас остановить демонстрацию. Все. Хорошо. Ставились, можно один вопрос, пожалуйста? Нужно, давайте. Огромное спасибо. Сейчас возникли вопросы, а то их не было видно. Да, да, да. Пожалуйста, посмотри. Замечательное наблюдение за использованием фонетической формы, там, типа, сковородка, собака и так далее. Вот просто, как бы, Берсидский, он ведет себя так же в этом отношении. То есть, если, как бы, ну, как слышим, так и передаем, что английский, еще что-то. Но у нас очень часто распространена модель, вот то, что вы говорили про вид и род. Да? Ну, то есть, что там, борщ, это вид супа, да? Ну, соответственно, так объясняется, супа, борщ. Да? Насколько это часто используется в таджикском? Ну, то есть, что сначала в изофетной конструкции идет родовое понятие, а потом какое-то название уже, которое позволяет внедрить этот экзотизм в, собственно, лексику современного таджикского языка. Честно говоря, таджики говорят борщ. Просто борщ. Вот, понимаете, борщ и все. Больше никак. Борщ, кефир, блинчик, блинчик, ударение другое. Блинчик, кефир, что еще? Ряженька, сметана. Сметана – это другое по понятиям у них. А каймок, я не знаю, в иранском это есть каймок, жирная сметана. В иранском есть каймок. Ну, все, тоже кислород. Но они отделяют, они называют сметану, это сметана, каймок – это каймок. Понимаете? Вот говорят, я пошла купить сметану. Хотя сметана 30% – это есть каймок? Нет. Они вот все равно сметаны. Оно отличается вкусом даже. Но любят, но любят, очень любят. Салаты – это добавляет именно сметану. Кефир любят, черный хлеб, бородинский. Такие говорят, я пошел купить бородинский. Точно так же. И кефир, допустим, что еще. Ну, борщ, голубцы. Странно, что вот голубцы, перец фарширован, тоже называют голубцы. Помидор фарширован, тоже голубцы. Это ушло от того, что голубцы-то это в капусте, но они все вот такое, которое фаршированное мясо с рисом, из чем-нибудь, называют голубцы. У меня тоже это выходит. У меня они резкие говорят. Барна Сызян, у вас сейчас фаршированные голубцы. Я говорю, я же тоже корни-то оттуда у меня. Понятно. И насколько часто получается, что берется форма только множественного числа, допустим? Потому что у нас сейчас в Пельсидском есть пельмени, блины, пирожки, но отдельно пирожок нет. Есть пирожки. Они могут быть пирожки. Но как бы, поскольку один пирожок никто не ест, попадает в язык только форма множественного числа. Вот таких слов много только со множественным числом. Вот вы имеете в виду, правильно, вот пирожки это много. Три-четыре, да? А они говорят пирожки-го. Таких слов много. Босаношки-го. Туфли, туфли. Туфли-го-иман. Мои туфли. Они уже есть. Добавляется джин-го-иман. Пирожок этого не взяли, взяли только пирожки. Слово пирожок есть? Пирожок, да. Но пишется, ну, в разговорном, конечно, есть. В разговорном они говорят через ж. Пирожок? Нет, пирожок нет. Не слышала ни разу. Пирожок нет. Именно пирожки. Я купил один пирожки. Это я говорю буквально перевод. Квадратных штатик. Я купил один пирожки. Маляк пирожки харидам. Вот, я к тому. Вот с точки зрения морфологии, вещей, которые были взяты только во множественном числе. Да, да. Понятно. Вот если, опять же, заимствовать отдельно блин, то относители русского языка они возьмут не блинчик, а что-то еще. Просто блин. Да, да. Ладно, спасибо большое и успеху вам в работе с таким интересным материалом. Честно говоря, у меня не эта специальность, но я как-то писала, 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 писала. А ну так много получилось, думаю, надо посвятить, что настолько русский язык повлиял и настолько близки. Тожицкий язык с русским языком и тожицкий народ с русским языком, хочется распространить, чтобы все люди знали. И главное, у вас есть возможность проводить полевые исследования. Да. То есть не у каждого это есть возможность. Я когда туда еду, у меня специальность другая. У меня специальность английский, хинди, урду. Но русско-тожицкий, тоже у меня образование есть, но так как когда я еду туда, я целый чемодан привожу в словари. Сейчас так много русско-тожицких, тожико-русских словарей, мощные, большие, хорошие. Там есть даже русские слова, кулич, пасха. Очень много русских слов, которые я даже не ожидала. Но я каждый раз привожу словари. Русско-английский, русско-тожицкий, таджико-русско-английский, русско-тожико-арабский. И все через русский язык идет. Ну как? Все через русский язык. А еще говорят, что там русский язык не развит. Нет. Нет, друзья. Там очень развит. Очень говорят. Бабуля будет на русском говорить с вами. Да. Бабуля села, то ли дедуля, то ли бабуля села в такси и говорит сыночек ты меня до того места отвези шофер говорит а давайте попробуем эксперимент если вы до этого места ну там где-то полчаса ни одно русское слово не скажет ни одно русское слово не скажете я вас бесплатно едут едет молчит молчит не знаю не как хочет разговаривать что не говоришь шофер шофер руль руль молчит молчит а в конце не выдержала уже приехали поворот остановка сыночек вот на этом повороте остановить вот такое маленькое предложение два русских слов уж тут ничего не скажешь уже самого говорю русский язык очень там и потом сейчас вот когда я была в 19 20 до этих до пандемии на потом есть там родственники которые живут 7 вода на киселе я с ними переписываюсь говорю у вас вот это делает они мне фотографии очень и потом там есть русской литературы славянский институт по месту от россии рыба народов и миссис там есть очень многие там поступают конкурс большой у меня чтобы на русском языке словарей книг детских учебников столько много иностранные языки изучают мне кажется потому что вот даже рекламы реклама они идут например или садик объявление уважаемые родители принимаем детей в такую-то группу вот даже откройте facebook что-нибудь такое да я вот когда я писала тоже уважаемые там друзья у нас акция посвященной не у республики таджикистан мебель 50 процент а там люди пишут а на то на таджикском шума полутора диван у вас есть кровать спальный и полторашка у вас есть слово полторашка двухспальный на русском у вас есть поэтому русский язык там очень распространен и развивается он оттуда не уйдет я надеюсь спасибо вам спасибо вам то что так долго разговаривал и приятные новости хочу чтобы русский язык стал международный это мечта это мечта спасибо большое еще раз и переходим к последнему по очереди но не по значимости участников нашей секции и инодемцева светлана валерьевна старший преподаватель кафедры английского языка номер один гимо и представляете вы морозову елену борисовну также доцент кафедры английского языка номер один гимо и очень актуальная тема как мне кажется о роли гербальной коммуникации в эпоху пандемии на примере жестов приветствий как пандемия которая налетела на нас как ураган понятно перерасла глобальный кризис и к сожалению этот кризис не может не изменить изменить не изменить практически все наши социальные порядки то как думаем до как мы общаемся то как употребляем и в конце концов то что нам ценно и не ценно поэтому в научном мире помимо медицинских и фармацевтических исследований все чаще появляются социологические исследования а в области коммуникации пересмотре этикетных норм в частности социологи отмечают появление совершенно новой называемый ковид культуры культуры коронавируса которые традиционно норма приветствия и прощания пересматриваются и заменяются новыми нас приучили улыбаться глазами если на лице маска здороваться и при при встрече отходить расстояние тем самым проявляя уважение а не наоборот а что же это за новый ковид этикет на каковы его свойства и сможет ли человечество перестроиться на новый стиль общения об этом я бы хотела рассказать все мы заметили что общение в эпоху к вида требует от нас больше усилий чем обычно помимо постоянного чувства страха заразиться мы вынуждены прилагать больше усилий во время повседневного общения что же является причиной этой повышенной когнитивной нагрузки которая и вызывает отчасти повышенную утомляемость дело в том что при таких ограничениях мы теряем множество невербальных сигналов в частности мимику проксимику кинезику а невермальная коммуникация как видно на слайде по некоторым исследованиям составляет ее доля в коммуникации составляет до девяносто трех процентов более того согласно тем же исследованиям люди склонны больше доверять именно невербальным сигналом нежели вербальным а невербальная коммуникация может не только дополнять она может очень часто противоречить вербальным сигналом маски затрудняют восприятие выражения лица а именно мимика играет важнейшую роль в передаче эмоций даже во время видео чатов которые стали наши обученности мы видим лишь лицо и плечи говорящего остальные кусочки пазла опять-таки приходится додумывать самостоятельно даже в очных строя встречах мы вынуждены находиться на расстоянии тем самым ну испытывая какое-то неестественное отчуждение и все это мешает нам адекватно считывать невербальные сигналы поэтому вынуждены тратить больше когнитивных ресурсов чтобы поддержать контакт и стараться свести к минимуму недопонимания такая ситуация вызывает дискомфорт у людей по всему миру который активно подогревается жизнь без улыбки подобные заголовки а сплошь и рядом мелькали в журналах и газетах в течение последнего года и действительно выражение эмоций на лице то есть и мимика является богатейшим источником вербальных сигналов поэтому недаром люди имеют такую сложную систему лицевых мышц на поэтому правильно истолковывать закрытое маской лицо от работников учителей руководителей стал очень сложно что приводит естественно к неперазумениям и излишним стрессом для чтения эмоций нам остались только глаза и брови достаточно летом психологи утверждают что конечно же нет заменить мимика нижней части лица невозможно поэтому здесь приходится либо активно используют движение глаз и траве либо опираться на паралингвистические средства это тембр голоса естественно скорость речи артикуляция появилась даже такое понятие как масочный голос совершенно другая громкость определенные паузы и прочее но и активно привыкать конечно к вербальным посланием чаще говорит собеседнику в маске что я вас понял я удивлен я рада слышать и подобное интересная практика появилась в одном из американских ресторанов команда официант теперь по утрам собирается не только чтобы запомнить название фирменных блюд люблю я так называем они упражняют серии упражнений практикуйте и упражнений по выражению лица которые включают себя так называемую улыбку глазами вот неологизм смайс который появился на благодаря супермодели тайры бэнкс 2009 году телевизионного шоу стал сейчас как никогда популярным да и актуальным смайс включает себя оживление глаз при этом нижняя часть лица остается нейтральной признаем что новые ковидные нормы активно продвигаемые прессой и правительством ограничить физический контакт не очень хорошо приживаются в обществе почему потому что нормы социальные нормы стереотипы общения насваиваются нами еще в раннем возрасте достижение совершеннолетия мы обычно имеем устойчивый сценарий поведения и как ими мы пользуемся большей части бессознательно поэтому изменить эти сценарии совсем непросто обычно люди желающие скорректируют свое невербальное поведение обращаются специальным тренером и для этого требуются конечно же месяца если не годы чтобы скорректировать невербальное общение поэтому большинство людей продолжают действовать по имеющимся сценариям оставляя оставались в своей зоне комфорта всех невербальных средств коммуникации во время пандемии больше всего пострадали жесты приветствия традиционное рукопожатие нам предлагают альтернативные способы и более сниженных более неофициальности приветствия американский дай 5 оба они оказались сейчас под забред но рукопожатие существует практика пожимать руку существует тысячи лет да еще гомер упоминает в одессеи людей пожимающих друг другу руки при приветствии протягивание пустой руки означало что я пришел с миром без оружия сейчас же все перевернулись ног на голову да протянутая ладонь наоборот это биологическое оружие фактически он готов поделиться вирусом с человеком поэтому современное исследование доказывает что без рукопожатия мы вряд ли сможем обойтись потому что рукопожатие это не просто какой-то формальный жест он стимулирует рецепторы давления которые по некоторым исследованиям успокаивают нервную систему и даже снижают ромоны стресса даже в соединенных штатах культура которая считается да страна сочетается довольно низкой культурой контактов рукопожатие является одним из многих способов вступить в контакт с партнером коммуникации и исследования апреля 2020 года показывает что более 60 процентов людей в сша испытывают значительный дискомфорт лишившихся этой возможности общественные деятели и сми стали активно продвигать новые способы обращения приветствия новые жесты можно условно поделить на три группы первая группа это жесты заимствованные из других культур не характерные для западной цивилизации например жесты которые когда-то давно использовались но вышли из употребления по той или иной причине и наконец жесты специально придуманные во время пандемии так называемые жесты неологизма вот хочу привести примеры для каждой группы в первой группе жесты характерные для других культур является непальский индийский жест намасте в европе сша и ряды стран латинской америки сейчас практикуется однако широкого распространения если честно он не получил хотя собрали несколько слайдов да тем не менее видимо все таки культуры различия между запахом и востоком слишком велики для того чтобы этот жест прижился ну здесь мануил макрон да изображает намасте в то время как борис джонсон все равно имитирует рукопожатие в некоторых странах звучали призывы возродить давно забытые жесты слегка подзабытые или мало употребить например один из российских экспертов области этикета призывала возродить нас нам реверанс который как она считает идеально подходит до эпохи пандемии позволяет сохранить социальную дистанцию при этом выразить богатую палитру оттенку уважения не нашли мы к сожалению слайда подтверждающего теория ну вот в иллюстрации для второй группы да можно привести приветствие османской империи эйбола во время которого рука прижимается к сердцу исполняется небольшой поклон движение означает что человек находится ваше сердце указывает уважение на нежность был впервые предложили продемонстрированным президентом турции но не только он замечен его примеру последователь представитель других культур еще один забавный представитель этой же группы жест мало знакомый нам в двух пунктах и так называемый фестам приветствие кулак кулак возник несколько десятилетий назад по видимому на городских баскетболных площадках сша используется как жест единения и радости от победы но если раньше он ассоциировался только с триумфом спорте на мировой сцене он был возрожден возрожден еще в 2008 году продемонстрирован бараком обамой и в тот момент вызвал определенные недоумения даже пришлось мишель обамин давать комментарии по поводу того что это просто замена вот этого дай 5 действительно мне кажется что жест очень неоднозначный потому что все-таки сжатый кулак в отличие от протянутой ладони больше ассоциируется с некой агрессией даже если это да и 5 в таком случае вряд ли он возможен да и приемлем для официальных приемов вот например демонстрированный дональдом трампом во время встречи с королевы елизаветы как вы видите комментарии статьи от рейджи комментарий был как грубейшим на нарушение этикета еще одна альтернатива ракопожатия это еще один опять-таки цитата из статьи а джо байден после вакцинации он проявляет тем самым вместо ракопожатия использует приветствие кулака кулак указывается в комментариях да я с тобой я вижу тебя я слышу но проявляю уважение к твоему здоровью еще один пример касания локтями кстати он стал как нам показалось гораздо более популярен нежели чем фистбак а тоже предположительно появился в 80-е годы по аналогии с предыдущим жестом и стал немного набирать популярность это есть двухтысячные во время эпидемии птичьего гриппа но и достиг своего расцвета естественного эпоху пандемии даже был рекомендован к использованию правительствами некоторых стран ну по фотографиям очень много да лидеров западного мира активно использовали этот жест это два министра нидерландов тоже вот кристаллина георгиева достаточно естественная фигура но и лидеры евросоюза включая ангела меркель получил все видны на слайде к третьей группе как я уже сказала определенные жестовые неологизмы это футбанк или ухан шейх да вот этот уханьский такое вот приветствие ступнями если можно так перевести хотя переводы я так и не нашла да по иронии судьбы было изобретено но именно в китайском городе Ухань откуда и началась эпидемия коронавируса с приветствием ступнями вот такое стало популярным после его публикации на ютуб на ютуб да в сети интернет где демонстрируется такое приветствие и хотя по популярности среди мировых лидеров оно уступает конечно предыдущим жестом но некоторые публичные фигуры были замечены исполняющими этот жест например наш министр энергетики Александр Новак он справа по-видимому даже президент Танзании а также генеральный секретарь ОПЕК да продемонстрировали этот жест однажды итак в заключение я хотела бы сказать да что мы видим что в эпоху пандемии и политики и простые люди пытаются компенсировать отсутствие привычных жестов с помощью других жестов подозревающих меньше физический контакт но прежде всего в результате мы испытываем некую неловкость и многие даже попадают в курьезные ситуации вот два примера на слайде когда Ангеле Меркель отказал ее один из ее министров к рукопожатии да и тут же этот кадр попал естественно в СМИ а handshake снапп да игнорирование что вот проигнорировали ее жест да ну а Борис Джонсон да в ответ на приветствие показал да палец вверх тоже наверное не самая лучшая альтернатива потому что мы знаем что во многих культурах вообще поднятый вверх палец совсем не означает что-то положительное наоборот является оскорбительным ну и нет у меня слайда но был курьезный случай с премьером министром Нидерландов который объявил о запрете рукопожатия и тут же быстро повернулся и пожал руку министру здравоохранения затем правда изменился о чем это говорит это говорит о том что системы невербальной коммуникации очень плохо поддаются сознательным контролем конечно же наши поведенческие элементы это неотъемлемая часть коммуникативного процесса но перестроиться на новый лад нам очень очень непросто и еще один из выводов что все таки конечно культура запада оказывает огромное влияние на на вот эти изменения в основном эти жесты сейчас пропагандируется ну мне кажется что принятые социальные практики поменять будут очень просто может быть только для этого понадобятся то есть останутся они какие-то не все конечно а что-то останется да спасибо за внимание мой шуточный финальный слайд еще раз говорит о том как собственно громко что может сказать невербальная коммуникация вроде такое название и не знаешь когда читаешь как много может за этим стоять как много идей может стоять мне кажется что некоторые эти невербальные приветствия они например меня уже начинают раздражать когда я вижу европейских питеров вот это вот сегодня меня почему-то очень раздражает и с таким энтузиазмом это делают да ну конечно предпочли не раздражать да не говори не есть некая врачебность да и неискренность и как по плану как один сказал и все начинают делать но здесь ничего не поделаешь действительно лицо закрыто как вы правильно сказали все остальное основное невербальные невербальные инструменты скрытые так снимите может быть кто-то задаст вопрос или какой-то комментарий пожалуйста дорогие друзья ну вы знаете действительно это открытие я не думала вот когда я прочитала ну думаю ну невербальные 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 что там можно посмотреть какой кладезь но я я тоже думаю что они сохранятся наверное многие из них к сожалению хотя мы не знаем может быть и корицы сохранить может быть всю оставшуюся жизнь будем вот так охранять себя и спасибо вам огромное и вы последние с таким интересным докладом так терпеливо всех выслушивали и очень изящный он такой спасибо 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 спасибо